Водная всероссийская научная конференция с таким чудным названием и, я думаю, по теме, как уже многие отметили, музей как хранитель идентичности на перекрестке материальной и материальной культуры. Скажите, это необыкновенно хорошо и созвучно нашему музею, и мы так долго вас всех не видели, и тем не менее это всегда приятно, новые встречи, новые лица, они новые. Сегодня наши гости с нами, очень приятно всех вас видеть, и рада, что вы добрались в такую сложную погоду до нас. Конференция проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Является значимым событиям в научной твере Нижнего Новгорода. Наша конференция затрагивает многие актуальные вопросы, исследования, обсуждения деятельности музеев по сохранению, изучению и трансляции нематериального наследия народа России. Мы говорим о продвижении духовно-нравственных, традиционных ценностей нематериального культурного наследия в ограниченном сочетании с музейным предметом. Все это важно для привлечения внимания к нематериальному наследию в современной культуре и формирования мировоззрения как раз у вас, подрастающего поколения, которое достойно войдет в эту жизнь и будет с новыми докладами когда-то на конференциях и на больших мероприятиях. Это очень почетно и похвально. Вы сейчас можете это не оценить, но потом вы будете всех вспоминать. Стремление передать лучшее из темности предыдущих поколений. Мы едины с нашим многолетним партнером Нижегородским государственным регистическим университетом имени Николая Добролюбова. Спасибо, Жанна Викторовна, за поддержку, за реализацию. А я вам всем желаю конференции плодотворной работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия. И мы с вами будем завтра подводить итоги и поговорим о том, что получилось у нас или нет, или мы на шаг впереди того, что говорили. И будем выполнять призыв нашего президента о нашей нематериальной и материальной культуре. Спасибо вам большое. Но мне сейчас хочется предоставить слово для приветствия заместителю директора Департамента культуры Нижнего Новгорода Орловой Татьяне Александровне. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья. Разрешите поприветствовать всех от имени Департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода. Вы знаете, вот сегодняшняя всероссийская конференция – это, я считаю, прямо знаковое событие для культурной и для духовной жизни Нижнего Новгорода. Потому что вот те вопросы, которые сегодня вы будете обсуждать, они настолько остры сегодня и они настолько значимы сегодня. Это и нематериальное наследие, это и воспитание традиционных традиционных качеств у подрастающего поколения. Это и наша национальная идентичность. То есть это настолько остро сегодня, настолько актуально, что я благодарю Наталью Михайловну за эту идею. И совершенно неудивительно, что данная конференция проходит под... данная конференция поддерживает Президентский фонд культурных инициатив. Это очень важно. И, конечно, спасибо за организацию, Наталья Михайловна, этого мероприятия, за эту идею. И особенно приятно, конечно, находиться в стенах университета имени Добролюбова. И департамент, и учреждения культуры связывают достаточно дружеские отношения с университетом. И мы надеемся, что данное плодотворное сотрудничество, оно будет наследовать долго-долго и намного плодотворнее, чем оно сейчас есть. Всем вам, дорогие друзья, я желаю успешной работы, успешных обсуждений и новых творческих идей. Конечно, останавливаться на достигнутом никогда нельзя. И самое главное, я хочу всем пожелать сегодня нервного неба над головой. Спасибо. Я прошу прощения, уважаемые коллеги, я с удовольствием приняла участие в конференции, но вот ровно в 11 уже следующее совещание. Извините, пожалуйста, спасибо. Спасибо. Я прошу прощения, потому что я могла вас слушать вечно. А сейчас мне хочется передать слово, но тут же не первый рак, можно мне, наверное, сказать даже. Другу нашего музея, потому что сюда оказывается поддержка, Ильгии Дмитриевичу Лагутину, директор агенства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области. Добрый день, коллеги, дорогие друзья. Мы готовы, мы заканчиваем устроение на слоя богатайности. Мы начнем с вами со стороны богатайности. Богатайности и музею Садбурга-Дрекула. Мы, конечно же, у нас в этом еще, так сказать, с слоя службы в Нижегородском районе, в таком действительно данном духе. Дорогие друзья, и слоя богатайности это за ту тему сегодняшней конференции, которая находится действительно на переговоре сейчас, на расследовании науки и практического применения. Ведь только вздумайтесь в эти слова «музей как хранитель национальной идентичности». Вот сейчас очень много вопросов и как раз обсуждений, размышлений по поводу национальной идентичности. Мне по этому поводу очень нравятся слова Варюки Агустина, лепископа Голодецкого и Витлужского, которые сказали, что настоящий патриотизм – это знание своих традиций, умение жить в этих традициях, но и самое главное – никогда не поступать с этими традициями. Вот как раз здесь музей, когда еще маленький человечек, впервые идет за ручку с мамой и папой, погружается в атмосферу музейную, узнает историю своей малой родины. И как раз вот здесь функция музея – рассказать вам об этом, притом сказать в доступной форме, в интересной форме. И сейчас в этом же агентстве мы везем в такие проекты, как бы музей становился не просто отдельным зданием, а цены квартальными историческими, и человек познает историю своей малой родины, прикасаясь к тем домам, которые посвящены недовольному, шалякным, горькому, легким, можно бесконечно долго перечислять. Но вторая часть сегодняшней конференции, вторая часть темы сегодняшней конференции – это стык материальной и нематериальной составляющей, модификации. Наверное, точка в этом обсуждения была поставлена 20 октября 2022 года, когда появился закон, федеральный 402-й, о нематериальном наследии, и который как раз и поговорил, что такое нематериальное наследие, и как, собственно говоря, оно сохраняется, если тогда существовало только объекты материального наследия. То есть сейчас мы очень видим тенденцию, когда люди, гости нашего города и жители, они не просто посещают музеи, а музеи уже тем самым становятся как общественное место и представляют такую инверсивную функцию, когда человек погружается в историю того или иного места через те события, которые здесь происходили. Они, естественно, события, они как раз связаны и с технологиями, и с этнокультурным пластом. И как раз вот именно, наверное, уникальный пример, эту самую добролюбую, когда в 5 минутах в 3 минутах от Шума Ница Большой Покрозик, и можно действительно ощутить себя героином, героином того уровня. И таких примеров между ними было очень много. Сегодня я посмотрел программу конференции, очень насыщенную, и мы обязательно... Есть очень ряд интересных докладов, которые мы обязательно в агентстве возьмем в проводку, потому что действительно уникальные вещи. Ребята здесь занимают. Мы всегда такие, да, мы уже дружеские отношения пытались университетом. Мы обязательно будем эту работу продолжать уже в новом статусе. Поэтому всем желаю благотворенного работы. Действительно, мы находимся в настоящий время на самой бордовой научной мысли в России. И я думаю, что это впервые такая конференция вообще в Российской Федерации, за которую затрагивали такую тему патриотизма, национальной идентичности и на внутреннем наследии. Поэтому всем благотворенной работы, удачной и обязательно продолжение в таких конференциях будущих. Спасибо. Шамиль Суфиулович, мы очень рады, что сегодня вы тоже с нами. Какое-то было затишье, вы к нам не приходили, а сегодня с нами. Слово предоставляется Алиудину Шамилу Суфиуловичу, заместителю и руководителя региональной приемной Российской Федерации партии «Единая Россия», депутату городской думы города Нижнего Новгорода, Шестого Саджида. Спасибо. Конференция посвящена культурному наследию, и в том числе там будут подниматься вопросы патриотизма. Но я немножко о работе приемной. Извините, когда в феврале все началось, в марте на базе нашей приемной на Рождествене 38 был организован пункт приема гуманитарной помощи. И по разным оценкам, я не берусь сидеть, потому что они не в открытом доступе, около 20 тысяч человек к нам приехало. Ну, в частности, в ПОРах у нас проживает более 3 тысяч человек. 2 тысяч человек от нас получили, так сказать, гуманитарную помощь, продукты, одежду, так сказать, лекарства. И сейчас мы их сопровождаем, там оказывается юридическая помощь. Было очень много разных ситуаций, когда были больные родители, сидели в подвал, их невозможно было вывести. Мы тоже подключались и через ростовскую приемную, кстати, пытались каким-то образом помочь. Я почему об этом говорю, потому что, ну, Украина – это русский мир, это наши люди, и мы просто, просто обязаны им помочь. Мне очень радостно, что наконец-то случилось то, что мы Наталья Михайловна очень много лет добивались. Это ремонт нашего, так сказать, музея, усадьбы Добролюбова. И вот сейчас большое здание трехэтажно отремонтировано, но вот основной, он у нас на подходе, я думаю, обязательно отремонтируют. И вам огромные слова благодарности, что вы год за годом попытались добиться финансирования. Ну, вот нам 800 лет, 800 лет и города помогут, и мы, так сказать, все-таки на пути, и я думаю, что он скоро будет отремонтирован. Татьяна Павловна, душа моя, у Юрия Иванова есть слова такие, но они пушкины, а я немножко перепродиваю, да? Он там пишет, ах, ах, Татьяна Павловна, я вас скучаю, с вами посидеть бы, с вами бы печаль, вы бы говорили, не образовесе пусы. Слушал бы, слушал. Большое, дорогие, спасибо. Слово для приветствия предоставляет соорганизатору конференции Жанне Викторовне Миконовой. Спасибо большое. Дорогие почетные гости, уважаемые коллеги, дорогие студенты, мы очень рады вместе с музей-усадьбой Добролюбова сегодня праздновать вот это сотрудничество, отвечающее за материальное и нематериальное наследие Добролюбового. И можно сказать с уверенностью, что историки, они особые люди. Мы все знаем, что великие личности, великие события имеют свою самобытную, яркую, сильную энергетику. И вот историки, как хранители жунчурных, бриллиантов этой энергетики, дают нам возможность соприкоснуться с этими событиями, с этими личностями, которых больше с нами нет, они ушли в историю, и самим возвыситься и наполниться этой энергией. Мы рады тому, что в нашем университете уже более полувека свой музей истории НГЛУ, который знакомит студентов, только приступающих к учебному процессу, с теми традициями, с теми событиями, лицами, которые были в истории университета. И мы гордимся тем, что нашим партнером неизменно является музей Добролюбов. Мы готовы не только способствовать тому, чтобы проводились мероприятия на базе музеи, на нашей базе, но и, может быть, вместе подумать о том, как развивать это в новую эпоху, в современную эпоху. Вот за прошлым году мы стали проводить фестиваль мобильного кино, международный фестиваль, который называется Добролюбов. И мы его нуждали в честь Добролюба. Это не материальное наследие, его идеи, его труды были также положены в основу концепции этого молодежного мероприятия. И вот под этим флагом добра и любви вместе развивая все то хорошее, что есть в Нижегородском крае, мы неустанно будем заботиться о качестве человеческого капитала, чтобы будущее наше поколение стало еще лучше, еще прекраснее, чем мы и наши предшественники. Спасибо большое за то, что все сегодня здесь собрались и будут участвовать в обсуждении может быть каких-то наручных, может быть каких-то для всех естественных вещей, но те, которые делают нас добрее, дают нам напоминание о том, что мир держится на любви. Спасибо большое. Спасибо. Вот такое небольшое вступление, отступление. Мы сейчас делаем новую экспозицию в рамках гранта, да, и, конечно, мы всех ваших студентов готовы будем в дальнейшем принять. Это будет интересно, и я думаю, что это и для детей, и для взрослых, и для более возрастного нашего населения. Всегда это новое, всегда забытое старое, но, тем не менее, эта тема необыкновенная. Спасибо. Но лучше привлекать наших студентов для того, чтобы они поучаствовали в создании экспозиции. Современное поколение, оно очень тельтное, активное, ему нужно не просто мысленно, но и руками прикоснуться к истории. Вот у нас есть Ольга Николаевна Силюкина, профит руководства в которой работает студенческий актив нашего музея. И я думаю, Ольга Николаевна всеми силами вместе с нашим студентом поможет вам в создании экспозиции. Спасибо. Спасибо большое. А слово для приветствия предоставляется Алексею Владимировну Малшеву, депутату совета депутатов городского округа город Хулибаки Нижегородской области. Друзья, коллеги, я рад вас всех приветствовать от имени нашей Нижегородской глубинки провинции. Провинция всегда скромна, всегда в сторонке. Вот мой шильдик здесь на столе, а я тем не иными в зале, с народом. Друзья мои, второй раз участвую в конференции, проводимой на этой площадке, и приятно удивляет охват тем, которые представлены в докладах. на конференции встречаются специалисты самых разных направлений, и, безусловно, она послужит такой хорошей площадкой для новых коллабораций, новых творческих проектов, новых научных союзов и решений. И я хочу пожелать всем хороших докладов, хорошего настроения, ну и, конечно же, мира, добра, здоровья. Слово для приветствия представляется, как сказал уже Шамир Сферулович, душа моя, в душе нашей, Татьяна Павловна наградовая, члена совета НК и КАМОС, руководитель Нижегородского регионального отделения НК и КАМОС, профессора кафедры ЮНЕСКО НГСО, почетным гражданином города Нижнего Новгорода. И можно долго-долго перечислять все регалии. Татьяна Павловна. Спасибо большое, спасибо за такое представление. Вот звучало просто и КАМОС, и я думаю, что не все понимают, что это за и КАМОС. Это вообще это Центр Всемирного Наследия, собственно, международная, самая крупная такая организация, гуманитарная, очень сильная, которая занимается сохранением культурного наследия во всем мире. И это очень гуманитарная. И вот я думаю о том, как вообще все интересно совпадает. Вот в Казани в начале декабря будет очень большой, посмотрите, очень большой форум, посвященный сохранению культурного наследия. Но почему он будет так проходить? Потому что в этом году исполняется 50 лет принятия конвенции по сохранению культурного наследия. То есть тот, что мир встал на этот пульс, и вот как раз 22-й год это сохранение культурного наследия. И я думаю, что меня слышно, наверное. И вы знаете, во-первых, я думаю, вы знаете, я люблю жизнь очень. И она большая ценность, это правда. Она непростая очень, она очень хрупкая, ее нужно ценить. Но я люблю людей, я вот уже говорю, далеко не всех, я люблю, не любую людей непорядочных. Это правда. Но как-то вокруг меня все люди очень хорошие. Это правда. Я ценю это. И вот то, что я пришла сегодня сюда и увидела вот ваши лица, я услышала вот такие хорошие слова. И я, понимаете, вот сегодня событие, оно очень мощное. Вот оно нужно в нашей жизни очень. И я буду говорить сейчас о набролюбове. Вы знаете, потому что мы говорим вообще не материальная культура, материальная культура. Я еще подумала, а вообще с его именем, с его семьей связана потрясающая материальная культура. Музей-то добролюбов откуда взялся вообще, да? Ведь он не вот этот вот замечательный корпус, он не сам по себе появился. он начал строить. Понимаете, он меньше всего думал о нас с вами, да? Но он оставил вообще вот такое замечательное... Коллеги, я очень попрошу особняк, дом, да? Но он стоит так гордо, в таком хорошем месте. И тогда, когда решил отец добролюб устроить этот дом, то нижегородский архиерик был очень недоволен. Ему казалось, что вообще для священника надо бы жить скромнее, да? А вот видимо, он как-то смотрел вперед, да? Он думал вообще о своей семье, которая росла, а получилось, что он думал о нас тоже, да? И получилось вот такое материальное наследие потрясающе. А вот теперь добролюб звучало все время слово доброта. И у меня сразу вспоминаются стихи Плещева у него посвященные, да? Ты жаждал правды, жаждал света, любовью к ближнему согрета всегда была душа твоя. То есть он жил вот таким вот, да? И, знаете, вот я действительно проходят конференции, я очень люблю музей добролюбого. Я их люблю и очень уважаю их просто всех сотрудников. Они работают потрясающе. У меня такое впечатление, что вот эти конференции они мелькают просто. Знаете, вот тут же вчера было, да? Галина Севна говорит, у нас конференции будет. Ну и как можно приготовить, да? И кажется, и все время темы такие актуальные, и всем интересно очень. Вот это, это, конечно, все интересно. И вот то, что это идет все под именем, под знаком добролюбого. Вы знаете, я вот сейчас вынула из семейного альбома, вот есть такие, вот очень старые такие альбомы, это кожаный переплет, сиснение кожи, металлические накладочки, да, обрез такой золотой. И я вынула вот эту фотографию добролюбого. то есть я просто себя представлю, да, мучатый облимонца добролюбого. Но добролюбов я всегда росла, вот, да, он неинтересен. Вот этот штамп какой-то, революционный демократ, да, ну, вот такой вот, такой вот, ну, в школе мы изучали, я сейчас очень жалею, что убрали, наверное, школьные программы, это большая ошибка. И, ну, тогда, когда я стала уже осмысленной, стала сама вообще заниматься им, я поняла, что это штамп, это, это, это штамп. На самом деле, это был человек потрясающий, необыкновенной души. И вот я сейчас смотрю на молодых людей, понимаете, он ведь ушел из жизни, говорю о нем, Некрасов учил-то жить, но более учил-то умер. То есть он умирает 25 лет. Ну, вообще, ну, 25 лет, ну, что это такое, да, это совсем, это вот подумает каждая о своей жизни, да, только начинается путь. И вместе с тем, он его вот шел невероятно, то есть он, он был таким ярким маяком для всей России. То есть его статьи, вот вы знаете, когда я стала сама заниматься им, да, то я, ну, мне просто, мне было неинтересно, а потом мне стало стыдно, что мне неинтересно, я пошла в библиотеку и сказала, дайте мне почитать Добролюбову. А мне, меня спрашивают библиотекаря, что вам даете? Да, я говорю, да, дайте все, ну, что человек мог написать вообще, вот если он на свете живет 25 лет, да, думаю, ну, пять статей максимум, я сейчас просмотрю. И вот я говорю просто молодым людям, да, вот вообще читайте сами, да, вот не надо, чтобы вам что-то навязывалось, да, и вот когда передо мной выложили девять томов, вот еще не полного собрания сочинений Добролюбова, вы знаете, я впервые, я просто, я была поражена, что это такое, как можно было вообще за такую короткую жизнь и создать столько. Дальше я переношу эти две упаковки, вот эти пачки за свой стул, я начинаю листать их, да, потому что я понимаю, прочитать я всего не могу, но там, где моя рука, где палец где-то, вот я начинаю листать, остановился, я читаю, понимаешь, и текст такой, он втягивает меня, у меня такое впечатление, что я вот, вот он сидит рядом, да, и вот он говорит, и настолько это умно, и настолько интересно, и так это важно все, да, то есть он вот, он вот такой, поэтому я вам советую просто, читайте Добролюбова, у него есть такие строки, я вам сейчас говорю на память, следите за быстрым таким изменением жизни, да, и будьте живы и не мертвы, да, то есть вообще будьте активны в жизни, не сами себя формируете, вот это тоже очень важно, и вот это вот такая вот фотография Добролюбова, которую берегли вот люди, которых давно уже нет на свете, это настоящая фотография, это фотография Визенберга в Петербурге, и вот когда я стала с этим альбомом работать, вот этим семейным, то я смотрю, кого-то я знала, а кого-то не знала, и вот я увидела фотографию, очень хорошее лицо молодого человека, вот видите, я не знала, кто это, да, вот я смотрю, напротив сидит молодой человек, вот напротив меня, мне нравится ваше лицо, понимаете, я даже говорю вам, я обращаюсь к вам вот сейчас, да, мне кажется, что он немножко и на вас похож, или вы на него похожи, и вот я не знаю, кто это, я вынимаю вот это, знаете, эти фотографии, они такие вот, таких надо аккуратно вынуть, да, потому что все это очень хрупкая бумага, она тут же начинает разрушаться, да, мне интересно, кто это, и вот я сейчас, я не буду читать полностью вот это посвящение, потому что оно длинное, но, знаете, я уже задумалась, вот пишет, я как понимаю, что это пишет старший брат младшему, то есть они уже взрослые, и старший пишет младшему, на память Ивану, о наших общих былых юношеских увлечениях, о лучезарном высоком идеале, вот я не думаю, вот я сейчас обращаюсь к молодым людям, вы говорите так, помнишь наши лучезарные высокие идеалы, это вообще то, что уходит в нашей жизни, это правда, а это искреннестью, дальше он пишет, что со временем надо дать мысли и делаю иное направление, но оставив принцип вот тот самый, как исходное начало, и дальше, когда я вот это разбираю, это написано, то есть вот такое, я смотрю кавычки, точки-точки, и дальше я просто ошалеваю, извините, я такое слово употребляю, спокойно я душой, точки-точки, от того, что был я честен, я сейчас скажу вам, во-первых, это очень мощно, не погиб душу, спокойно душой от того, что был я честен, и дальше, я-то знаю, что это, почему он берет кавычки, потому что это последние предсмертные слова Добролюбова, вот последнее его стихотворение, которое я написал, я его просто зачитаю, пишет молодой человек, пишет еще более молодому, умирать они не собираются, у Добролюбова слова такие, милый друг, я умираю, от того, что был я честен, но зато родному краю верно буду я известен, милый друг, я умираю, но спокойнее душой, и тебя благословляю, шествую той же стезю, вот этот старший брат выбирает, умирать не собирается, хотя жизнь непростая была очень, но спокойнее душой, от того, что был я честен, то есть я понимаю, что вот Добролюбов, когда мы говорим и не о материальном наследии, то есть это и литературный критик высочайшего уровня, но понимаете, вот для меня вот это вот, я просто, мне очень хочется с вами поделиться, для меня было открытие вот такое, то есть это шло просто поколение людей, вот которые шли за Добролюбовым, но вот спокойной душой, от того, что был я честен, причем наша история, она очень жесткая, и она очень непростая, вот молодой брат, которому он пишет, это на память Ивана, погибает в Первую мировую войну с двумя Георгиевскими крестами, дальше, а сам вот этот Федор Рюриков, тут написано, Федор Рюриков, 1907 год, такого вот 30 мая, он крупный гематик был очень, и повторил судьбу Николая Ивановича Вавилова, поэтому, ну вот, понимаете, это не значит, что ты честный, и ты такой очень замечательный, и твоя жизнь складывается, но, видимо, есть какие-то другие вот эти вот темности, да, вот о которых как раз, и которые Добролюбов исповедовал, и путь, по которому шли вот последователи, и мне очень хотелось давать внести, потому что это подлинный документ, я ничего не выдумываю, я не люблю, когда, вот знаете, что-то навязывают, люби вот это, делай вот это, да, а вот надо, чтобы сам вообще понимал, и для меня вот Добролюбов открывался вот таким образом, и когда я, мне в своем риме в школе мне казалось, что это какой-то перебор, когда я читала, например, Некрасова, да, природа мать, когда таких людей ты иногда не посылала в миру, заглохла в небо жизни, ну, что поэт не напишет, а он это сделал уже через годы после смерти Добролюбов, очень осмысленно, да, то есть понимая, что действительно такие люди, да, вот на них вот очень берутся идеи национальные, если хотите, да, и такая жизненная такая, и, 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 и я думаю, что надо заканчивать, да, но вот у меня есть, знаете, вот очень многие, как-то, понимаете, вот математики очень ценят Академика Стеклова, вот есть такой Академик Стеклова, да, который, Математический институт, Академия наук, он создал Институт математики и физики Академик Стеклова, и вот он, он мало кто знает, а филологи, математиков не интересует, а математиков не интересует это, а ведь он родной племянник Добролюбова, он сын младшей сестры Добролюбова, да, то есть он, она выходит замуж за преподавателя семинария Стеклова, да, и вот появляется вот такой замечательный Академик Стеклова, математик, который вказал в десятку лучших математик, математиков от современников, и организатор науки, первой науки, вот первые годы советской власти, так вот, его воспоминания я читаю, и он, и он, мальчиком маленьким, да, сахлоп-мама, еще не умеет читать, выучивает эти стихи, или мне, милый друг, я умираю, я испокою, я душевая, от того, что был ячестен, понимаете, вот этот девиз вот, вот он, он вот шел вот через жизнь вот этих замечательных людей, спасибо, что вы мне дали. Спасибо вам. Спасибо. Благодарен для того, что вы всегда с нами, любая помощь с вашей страны, да, настолько ценная, и никакословно ни к чему, чтобы нас разделяло, поэтому мы вам дарим книгу. Потрясающе. Потрясающе. Прекрасно. Поэтому это будет очень здорово. Еще не было презентации, но мы надеемся, что когда-то это состоится, поэтому вы первые, кто обладает. Ну, я думаю, что кто-то приобрел в интернете, как это бывает, да, но тем не менее, это для вас подарок. Я думаю, что вы... Ну, это необыкновенно. Вы знаете, вот сейчас я сразу понимаю, в чем дело, где Севизурия, да, а ведь Добролюбов вообще был очень уважаем в Европе. И последний год его жизни, да, когда Некрасов вообще, Некрасов очень ценил Добролюбова. Некрасов считал, что вот он отойдет от дел, и современника будет заниматься Добролюбов. Добролюбов по эстапету это возьмет и поведет вот это вот, пусть такой русская литература и культура уже сам, да, а Добролюбов погибает. Это туберкулез, это чахотка, да, и отправляет его в Европу современник, на деньги современника, чтобы он, он поправил здоровье, все надеются, что он, он будет жить. И вот последний год очень активный Добролюбов, и он оставил свои следы такие очень интересные и в Италии, и во Франции, да, и его последняя публицистика интересная. И я понимаю, что это за книга такая, да, она потрясающая, я вообще не очень, и не у меня, я думаю, что каждый ее сможет как-то ее приобрести, читать, где-то, да. Спасибо большое всем. Спасибо музею, да, спасибо. Татьяна Павловна, можно слушать, слушать и слушать, и это бесконечно, это очень интересно, это затрагивает, завораживает, но сегодня с нами еще один потомок такого рода, мощного рода, я всегда говорю, Нижегородской земли, Лушин Александр Николаевич. Отецер кафедры теории и истории государства и права Нижегородской Академии МВД России, кандидат юридических наук. Александр Николаевич, скажите нам. Да. Несколько личных будет. В мои детские годы, наверное, самым посещаемым таким культурно-посветительским учреждением нашего города был Горьковский краеведческий музей на Полжском откосе. И я сам, можно сказать, вырос в залах этого музея, наверное, как личность, которая суверевала именно там. Потому что я мог с закрытыми глазами в детстве рассказывать, где находится экспонат. Вот мы, дети после военного времени, мы очень увлеченно погружались в историческое прошлое. Не только узнавали какие-то важнейшие события, но посещение музея нас сделало как бы сопричастными к этим событиям. Потому что мы себя начинали ощущать наследниками, которым доверили это прошлое, запустили в это прошлое. Мы начинали понимать значение нашей истории. Не просто вот экспонат, а значение нашей истории. Вот так вот мы становились, наверное, настоящими гражданами нашей страны. Поверьте, это вот я негромкие какие-то слова говорю. Вот при подготовке как-то доклада на одной из конференций по тематике Великой Отечественной войны в кримическом таком аспекте, я обнаружил удивительный факт. Вот музей очень органично влился в героико-патриотическое воспитание в начале войны. И вот совсем молодые солдаты перед отправлением на фронт, а там уже много экспонатов уже вывезли, эвакуировали, они приходили туда, посещали организованный музей. То есть они там соприкасались вот с воинской славой предков. Вот я о чем задумался. Ведь солдаты, которые там приходили, они в своей большинстве были деревенские парни, которые в городе-то, может, никогда не бывали. А если бывали там, может, свои жили, там один-два раза. А вот они приходили в музей, вот они всматривались вот в эти экспозиции, там экспонаты смотрели, экскурсовозы слушали. И они получали действительно такой настоящий урок исторической памяти, то есть уважения к своей родине, к ее народу. Вот они понимали в конечном итоге, за что воевать идут. И вот так вот мой отец в конце 42-го года, когда формировали дивизию в городе Горьком, он тоже попал в музей. И после войны он меня тоже привел в этот кривический музей. Потом я привел туда своих детей. Когда мы с сыном ходили гулять, извините, он всегда говорил, пап, музей, только музей. Дочка выросла в музее Добролюбова. Она посещала и Пушкинские клубы, и ходила на все экспозиции. И до сих пор она говорит, пап, какое счастье было ходить в музей Добролюбова. Там были, а там какие люди были? Дмитрий Дмитриевич Арсений, Юрий Андреевич Адрианов, Татьяна Павловна, Татьяна Павловна. Такие люди были. И вот сейчас я это думаю. И это же замечательно. Почему? Потому что вот там как раз возревал человек, гражданин своей страны. И когда мой сын Антон стал родить своих детей в музей, это тоже было очень здорово. С полгода ноября этого года мой сын геройски погиб при выполнении боевого задания военной операции на территории Луганской Народной Республики. Я внуки, внуки я буду ловить в музеи. Они будут ходить во все музеи. И хотя я заставлю их ходить во все музеи. Они должны вылезти такими, как их отец. Ну и скажем еще одну вещь. Вот сегодня, когда у нас такое агрессивное нашествие западной бездуховности, наши музеи российские, они должны стать форпостами. Да они и вообще форпосты, они были всегда форпостами. Наши культуры, науки, искусство, просвещение. Они всегда должны нести такой огромный духовно-нравственный заряд и продолжают его нести. Мы же мировознение формируется сегодня как раз именно в музеях. Вот эти вот люди, когда мы сказали, что там хороший человек, хорошие глаза, это замечательно. Потому что это лучшее будущее. И придя в музей, придя в музей, вот эти люди, они их поймут. А что я рассказываю, не только потому что профессор, я академия. Я еще и член Совета Музея истории органов внутренних дел по Нижегородской академии МВД Российской Федерации. У нас очень хороший музей, он будет 20 лет, много залов. У нас приходят школьники, у нас музей открыт для посещения, только на зарядке делают туда. Потому что у нас занятое произведение закрытого типа. И мы обновляем каждый год выставки. Мы как-то выставок сделали в музее. Но мы идем еще в большую научную работу. Потому что каждый музей – это еще один научный центр. Вот буквально не так давно у нас было 25 лет в ВУЗу, академию и 50 лет в ВУЗу. И вот на базе нашего музея как раз мы готовили, я сделал книжку такую, 14 биографий наших посляков, погибших при столкновении служебных обязанностей от Великой Отечественной войны до 2000-х годов. По поводу того, что говорили, привлекать надо студентов. У нас курсанты, они привлечены к работе музея. У нас при музее работает отряд штурм. Это слышали на то, что я говорю, отряд штурм. Наши курсанты выезжают, находят останки погибших солдат, потом перезахоранивают с почтами, с военными. И вот там, в этом музее, вот это вот действует эта группа Кольского. И есть особый зал воинской славы. То есть, по сути дела, молодожь, она всегда может найти себя в этой работе. А если вы придете работать в музее, ну, понятно, что они не профессионалы работают, а так придете, как помощники, и будете там это делать, вы поймете, что вы делаете огромное дело. И вы уже никогда от этого дела не уйдете, потому что оно уже навсегда станет делом вашей жизни. Как стало делать Татьяна Павловна, связанная с музеем Добролюба. Я в наш музей передаю исконяющие такие экспонаты из своего архива. Везде стараюсь его отдать. Да уж так должно быть. Потому что мы не должны все отдавать. Это должно работать. Оно должно работать для будущих поколений. Если это не будет работать, ну, они что, Кощея Бессмертная, что ли, с вами на руках сидеть? Да, конечно, нет. Мы должны все это отдавать в работу. А работать что такое? Это значит сделать ваше поколение. Сделать его таким, который поймет, что такое любить Родину. Что такое жить со своим народом. Что такое своя культура. И слова Николай Александрович, правильно? Татьяна Павловна читает. Милый друг, я убираю от того, что был неочестен. Ну, конечно, понимаете, вот честь, это, наверное, самое главное, что есть у человека. Честь, достоинство и долг. Вот три кита, на которых мы живем. Это мы, русские люди. Для нас других китов нет. Это наша основа. Спасибо. Спасибо большое. Другие друзья под войсами предоставят слово заместительную директору науки Галину Сейниев-Интриевской. Продолжение следует... Дорогие друзья, очень рада приветствовать всех на нашей всероссийской международном участии научной конференции «Музей как хранитель национальной идентичности на перекрестке материальной и нематериальной культуры». Нужно сказать, что обдумывание этой темы было и быстрым, и медленным. В начале предложили тему для всех участников «Музей на перекрестке материальной и нематериальной культуры». Это было еще в начале года, поскольку год посвящен у нас народной культуре, культуре народов России, и делается акцент именно на нематериальной культуре. Раньше говорили, что музей хранитель материальной культуры, но мой музей добра любого в течение очень многих лет прекрасно понимали, что мы храним и нематериальную ее часть, прежде всего язык. К нам на наши экскурсии люди ходят послушать хороший русский литературный язык, которым владеют все сотрудники нашего музея. Это наша гордость и честь, это на самом деле так, это сейчас национальное достояние. Ну и традиции, обряды, обычаи, все это транслировалось в нашем музее, и мы прекрасно давным-давно создавали, что мы хранители и нет материальной культуры, не только материальной. Но время диктует какие-то свои задачи, и после диалога Владимира Владимировича Путина с министром культуры России, когда был сделан акцент на национальной идентичности, то возникла вот эта вторая часть, на что уже обращали внимание выступающие, музей как хранитель национальной идентичности. Ну а как он ее хранит? При помощи материальной и нематериальной культуры. То есть все достаточно логично. Специально придумано было очень много тем, для того, чтобы каждый смог найти себя в нашей конференции. И мне кажется, она получилась очень разнообразной. Все наши конференции построены, на принципе, мир дисциплинарного диалога. И сейчас мы с вами открываем нашу конференцию, нашу научную часть. И я желаю всем стадотворных научных дискуссий, которые помогут нам выработать какие-то общие установки, поделиться опытом и создать методическую базу для наших новых, последующих действий, как работников музея, так и работников культуры, педагогов и так далее, и так далее. Поздравляю вас с открытым конференцией. Итак, мы с вами начинаем работу в нашей первой секции. Первое утро межнарное заседание. Закрешение мутияльного и мутияльного жидкого наследия в музейном пространстве. Первый доклад читает наша замечательная гостья, зарубежная, гостья из Республики Мелоруссия, Ирина Владимировна Матьяна, директор государственного литературного муниципального и муниципального и муниципального места Республики Мелоруссии. Уважаемые друзья, прошу прощения. Я тоже должна проспиться в 20-30. Я сегодня в Низбекаре в Москве знаю, что я 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 знаю. Я хочу, чтобы... Продолжение следует... 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 То же самое этот юбилей создавали вместе музеи, во-первых, Министерство культуры Республики Беларусь, отдельные райисполкомы, Академии наук, библиотеки. То есть вся страна отмечала юбилея Куба Колоса. И вот этот опыт Талаки, такой традиции, когда все вместе делают, и получается тогда действительно прекрасный результат. Куб Колос — это великий песняр белорусского народа. Он навсегда вошел в национальную историю как один из издателей белорусского литературного языка. Лучшие примеры — лирики, прозы, поэмы, новая гумляция, мон-музыка, неповторимые сказки жизни, полезные рассказы. Все это, все благодаря этим произведениям Куб Колос поднимал белорусскую литературу на новый статистический уровень. И как творческая личность, Академия Куб Колос — явление уникальное. Поэт, прозаик, драматург, публицист и переводчик, ученый и организатор, организатор национальной науки, литературный критик, педагог и методист, учитель и советник ни одного поколения творческой молодежи. Народный поэт Белоруссии, заслуженный деятель науки в СССР, дважды лауреат государственных премий. Якуб Колос остался в истории Белоруссии, как мудрый гуманистей, а деятельность имела отклик в мире. А вот уже Государственный литературный мемориальный музей Якуба Колоса в Минске — это единственный мемориальный музей, усадьба со своей мемориальной территорией. Можно посмотреть, чтобы было нон-стопом видео, чтобы вы будете смотреть картинку, а я буду рассказывать, что это там делается. Закрывайте, верно? Тема, она широка, но я здесь забыла указать, что это на основе примера музея Якуба Колоса, но я вам вскользко расскажу и про музей-усадьбы Белоруссии тоже, поскольку сама я оттуда родом и объездила всю Белоруссию, про музей Якуба Колоса. Наш музей Якуба Колоса был создан через несколько дней после смерти Якуба Колоса. 13 августа 1956 года Якуба Колоса умер, и через три дня было… Простите, волнуюсь, потому что действительно очень важное мероприятие. И Верховный Совет БССР издал указ о создании государственного литературно-мемориального музея, посвященное классику белорусской литературы. Первым директором был его старший сын, Данила Митькевич, и музей своего рода даже сохранил мемориальность. Как я говорю, мы там используем все ресурсы восприятия. Аудио, видео, киностатические, даже запах. Мы 150 лет, почти 60 лет музею, и запах музея тоже там присутствует. Как некоторые посетители выходят и говорят, здесь пахнет колосом. Но здание старое, мемориальное. Как мы его не почищали, не проветривали, запах старого дома есть. Но в этом есть своя уникальность. И это к чему, что все можно найти позитивный опыт и использовать для привлечения посетителей. Самое важное – это святая святых нашего музея, кабинета Кубоколоса. Он действительно мемориален полностью, его не изменяли. Все обстановку создали так, как было при жизни Кубоколоса. И эта часть, которая, как я уже сказала, святая святых музея, куда посетители приходят, и ограниченное количество там может поместиться такой благоговейностью туда заходят, потому что все там просто сохраняет эту энергетику нашего классика. На втором этаже также сохранили гостиник, столовую, но немножечко видоизменили. И эти территории мы можем использовать для проведения литературных вечеров, для видеосъемок. У нас любят снимать фильмы, использовать наш музей. И для этого почему? Потому что мы пример городского быта, городской архитектуры 50-х годов. И вот в этом тоже есть плюс, что можно усадьбу использовать как не только мемориальный музей Кубоколоса, но и музей городского быта того времени, чтобы показать, как жила интеллигенция после войны. И все это рассказывает через историю жизни Кубоколоса. То есть в этом находить связующее. И территория усадебная, она находится за большим забором, как некоторые называют. Когда-то я после мероприятия задержалась, и мы вызывали уже такси для сотрудников. И такси нас долго искал, минчанин. И говорит, ой, за таким большим забором находится музей, и такое ощущение, что вы там какой-то военный объект оберегаете. Действительно, может быть, нужно будет изменить, видоизменить этот забор, чтобы было более открыто то пространство, которое мы скрываем. Но это для того, чтобы оградить территорию от шумного города. Потому что мы в центре Минска находимся, и этот уголок живой природы, в живой природе там сад, посаженный Якубом Колосом. Там есть дубы, которые посадил сам Якуб Колос. Сосни, на которых живут белки. И вот этот уголок живой природы, райский уголочек, мы хотим его сохранить от города, чтобы вот этот мемориальный, с ним сохранить. И чтобы люди, которые из городского шума заходят на территорию, сразу попадают в тишину, в комфорт, в спокойствие. Но это не значит, что мы ничего не делаем, чтобы публику расшевелить. Очень много проводится организация, мероприятий на территории музея. Это и фестивали, и ночь музеев, международный праздник, который в мае проходит. Мы всегда его проводим, задействовав и сам музей, и территорию вокруг музея. И всевозможные праздники, связанные с музеем, проходят как внутри, так и на территории. Но еще в музее Кубаколоса есть филиал Николаевщина. Он находится на родине Кубаколоса, это Талфусский район, Минская область. Это четыре усадьбы. Усадьбы деревянные. Делево тоже имеет свойство в Мортисце. Он имеет только один из четырех усадьбов. Власток – это мемориальный дом, который помнит, тоже энергетика Кубаколоса, помнит и новое Кубаколоса. А усадьбы – это новоотдел, который нуждается в мемориуме для ремонта. Но ремонт там завершен. Мы садьбов готовы для принятия посетителей. Другие, что у нас… А, вот это праздники, вы сейчас видите, как проходят праздники. Колоссовины и день рождения Кубаколоса. Отмечают филиалы. Это совместно с местными властями, которые очень помогают и финансово, и дом культуры, концерты. Доставляют музыкальные номера народных тамблей. Народные мастера проводят свои мастер-классы. То есть задействованы все культурные деятели района, ну а также города Минска. Что еще про музей? В этом году мы стали еще привлекать немножечко несвязанные с музеем мероприятия и людей проводить семинары для медиков. То есть они не то, что арендуют, но используем такой способ. Они у нас покупают билеты входные, мы проводим экскурсию. И они потом в прекрасном зале проводят свой семинар. Но что в этом важно? Что они находятся в атмосфере дома Якуба Колоса. Многие из них приходят впервые на эту территорию. Они узнают о музее, что есть такое место в городе Минске. И многие из них через свои семинары, они приходят к Колосу. Потому что Якуб Колос – это в основном школьная программа. И в школе посетил музей, потом забыл. А чтобы постоянно привлекать посетителей новых, не только школьников, а также и детей, и взрослых, то музей, конечно, работает с разными программами. И мы проводили еще пайп о флаг, чаепитие в английском стиле. Это тоже, как своего рода, давали в аренду территорию садьбы для того, чтобы люди могли провести то, что им нравится. Им очень понравился особняк и понравилась территория. Они нас разместили везде в Инстаграм. И про нас опять-таки еще больше узнали. Я так говорю, что мы находимся в глуши, мы не находимся в глуши. Но действительно есть такое, что не все идут в музей. Поэтому мы через разные проекты привлекаем внимание к самому музею. А всегда в любой этой программе есть заложена экскурсия по музею, где будет рассказ про Якуба Колоса. И многие для себя просто открывают заново и музей, и личность классика белорусской литературы. Я рассказала вкратце о том, какие у нас направления развития и привлечения посетителей. А вот основные проблемы Мемориального музея в своей усадебной территории – это, конечно, развитие инфраструктуры. Особенно филиале. Садьбы находятся в лесу. Конечно, если развивать там агрогулизм, то места там шикарные. Попасть, отдохнуть от города, попасть в лес. Ведь над тобой только сосны, елки и дикие животные. Потому что в усадьбе Лосток, когда она находилась на ремонте, даже поселилась рысь с тридцатами. Это такую экзотику можно увидеть в наших глухих лесах и в наших мемориальных музеях. Но только из-за того, что там проблема с лесной дорогой. И этот вопрос стоит тоже на обещании власти. В советские годы говорят, чего же мы сделали дорогу к лесу, все было бы хорошо. Так что тоже пример к прошлому. Но стараются. Стараются все. В этом году мы смогли довезти туда гостей. Даже на эту удаленную садь Болосток. Рыси и змей там уже не было. Поэтому можно было спокойно погулять на территории и насладиться той природой, которой раскрывалась, зарождалась такая горческая искра якудоколоса. Именно вот в этой усадьбе Лосток, где и возникло написание с его музыки, его известной поэмы. «Новая земля» – это его известная поэма, которая даже больше Евгения Онегина и многих других известных стихотворных произведений. Она переведена тоже на многие языки и на русском языке полностью ее перевод. Это энциклопедия белорусской жизни белорусского народа, где описывается быт крестьян, потому что я купил полос из крестьянской семьи, где описываются все праздники белорусов, которые они отмечают традиционные. И благодаря этому можно эту книгу открыть и создавать мероприятия хоть каждый день по всем усадьбам и по музею. Но вот для того, чтобы все-таки было комфортно посетителям, нужно развивать туристический потенциал, то есть и современный сервис создавать на усадьбах. С этим пока он есть, но не такой, как мы привыкли, как городские жители к этому привыкли. Но для организации благоустройства территории государственный мемориальный музей Кубакова сопривлекал к сотрудничеству деленстрой. У нас Первомайский район, города Минска, это территориально подделен город. Лесхоз, Толпцовский район, он выделил нам, если кто разбирается, 43 кубометра леса, лес в круглях, из которого потом создали парканы, ограждение, забор по-белорусскому, так паркан называется. Как вот в 19 веке белорусы строили ограждение вокруг своих домов. То есть 44 кубометра, это большой объем, и мы получили его бесплатно. А Дилентрой у нас он проводил субборьки, посадили на Дуе, благородили территорию вокруг музея, не на мемориальной территории, а на мемориальной территории в музее в Минске. Они нам помогли елкой, потому что огромная елка, посаженная в Бумковос, точнее она была маленькая, посаженная в Бумковос, но она выросла за то время. И мне попала молния, и она была опасна, ее пришлось спилить. Но мы посадили маленькую елочку и, например, в этом году провести Новый год еще не только в усадьбе, но и на улице. Как в новогодние праздники в усадьбе проходят тоже здорово. К нам приходят родители с маленькими детками, и мы для них устраиваем своего рода чудесный подарок. Они могут подняться в гостиную, где стоят ель в стиле 50-х годов с игрушками новогодними, попадают в атмосферу Нового года, как было в семье Кубоколоса, и находят подарок под елкой. У меня впечатлил случай, когда пришла в музей, точнее папа привел маленькую девочку, полтора годика его. И она нашла подарок под елкой, и насколько это впечатлило, что она пришла в музей, она вспомнила все, она принялась на второй этаж и сказала елку. То есть вот за этой эмоцией люди и приходят, и музей на это и должен работать, на эмоцию. Когда мы вызываем приятные эмоции, впечатления, то мы это запоминаем, нам хочется подовернуться снова и снова. Так что для этого должна быть совместная работа. Именно в литературной усадьбе соединяются две стихии. Быть и поэзия – земное и небесное, плоть и дух, мирское и божественное, наконец, человек и природа. Эти составляющие являются бессловной основой для музейной жизни, для выставочных проектов, конкурсионной деятельности, в специальных программах, фестивалях, праздников и мастер-классах, а также для сохранения уникального усадебного пространства, которое привлекает в него посетителей и раскрывает свой суть национальной культуры, соединяя ее традиции через века. Может быть, мой доклад немножечко скомком был, но я просто хотела, чтобы вы познакомились с нашим музеем, который находится в Минске, и пригласить вас будет возможность обязательно зайти в Академическое опять станции Метро Академии Наук. Может, кто захочет на конференцию в Академии Наук зайти, то обязательно загляните во внутренний дворик, где находится этот музей. И я думаю, что у вас останется позитивная эмоция. Вы больше познакомитесь и с белорусской литературой, и с музейной культурой Беларуси. Хотя многое мы берем из вашего опыта. Мы изучаем опыт музея в России, и нам он очень полезен. И спасибо и музею Добролюбову за то, что я здесь могу тоже получить этот опыт. Александру Николаевичу хотелось сказать, что ваш сын действительно герой, потому что он защитил не только культуру России, но и культуру Беларуси, потому что мы хотим учиться на произведениях Якуба Колоса. Якуб Колоса, в свою очередь, учился на произведениях Пушкина. И Максим Авданович, с которым связан Нижний Новгород, он был вдохновлен этим городом и написал такое стихотворение. Я хочу вам его прочитать. Я хотела бы споткаться с вами на улице, тихую синюю ночь, и сказать. Все мы с вами, попутники, подорожники, сярует небес. Все мы с вами, летим дозор. На что, на земле, сварки и сварки, боль и горечь, колюсе мы с вами, летим дозор. Когда все мы вместе, летим к звездам. Действительно, нужно оберечь свое, сохранять свое, свое национальное, свою культуру, чтобы ее передавать следующим поколениям. Потому что благодаря прошлому мы можем создать будущее. И все мы вместе с вами, летим к звездам. Давайте беречь друг друга и дружить. Спасибо вам большое. Спасибо, Вадима Владимировна. Большое спасибо, Вадима Владимировна. Какие вопросы? Скажем докладчику. Может быть появится в конце обсуждений. Спасибо. Следующая наша тема. Документы и фотографии. Фондик музея. Соотношение материального и материального исследования в музейном предмете. Старокина Владимировна Владимировна, старший научный сотрудник. Машегородского государственного и архитектурного музея и заповедника. Приветствую всех, собравшихся на конференции. Прошу прощения, минуту. Я прошу всех отключить звуки у телефона. Вот как в театре начинают звонки и говорят о том, что отключите звук, пожалуйста. Очень так же прошу всех это сделать. Пожалуйста, Вадим Владимировна музея. Вот мне хотелось бы поблагодарить, во-первых, за то, что не первый год уже приглашают на конференцию, которая проводится совместно на гуманистическом университете имени Добровогова Николая Александровича и, конечно же, к музеям. Тема в этом году такая очень актуальная и многообразная. К сожалению, в этот раз у меня по техническим причинам не получилось сделать полноценную презентацию. Поэтому, увы, мой доклад, мое выступление не будет видеорядом сопровождаться, что, конечно, очень печально, в первую очередь, конечно же, для слушателей. Но хотелось бы затронуть вот такую тему, как соотношение материального и нематериального наследия в музейном предмете. Ну, поскольку я работаю прежде всего с фондом документов и фотографий, и то, конечно, ближе к нему. Но музей, он ведь две функции, в принципе, выполняет в традиционном понимании музея. Он и репрезентует, то есть экспонирует, представляет предметы и хранит их. В то же время, то есть материальное вот это наследие, в первую очередь. Но музей хранит и сохраняет для того, чтобы показывать и рассказывать через предметы, через вещи, которые в нем есть, о чем-то другом. Не столько о самих вот этих предметах, сколько о том нематериальном наследии, которое в нем, так сказать, скрыто, косвенно. Потому что, показывая, например, народный костюм, мы не имеем в виду его, например, этот костюм, как таковой. А мы его показываем в контексте народной культуры, традиций, связанных, ну, например, со свадебным костюмом. И вот оно уже, это нематериальное наследие, оно здесь же и присутствует. И прежде всего, конечно, музейные предметы говорят о том, что уже стало историей, редкостью и быть наш, покинуло, покинуло нашу повседневность вообще, в принципе. Но вот эти все предметы, они никак не заговорят без контекста, без эпохи, которые не создавались, без атмосферы этой эпохи. И, конечно же, вот именно эти внутренние смыслы, они имеют прямое отношение к материальному наследию, когда, вот как я уже сказала, предметы не о самих себе говорят, а о тех ценностях, которые их, в общем-то, эти предметы и создали прямо или косвенно. То есть даже какие-то бытовые вещи, да, они нам рассказывают об эпохе, переносят в ее атмосферу, и что вот как раз ценно, да, для мемориальных музеев, они позволяют погрузиться вот в ту эпоху, когда жил тот или иной человек, которому музей, собственно, и посвящен. И уже через это перенестись дальше, к какому-то нематериальному наследию, так, именно к ценностям. И вот как раз-таки документы и фотографии, они позволяют, ну, лучше, что ли, да, вот это все неправильное наследие ощутить. То есть каким образом? Вот принципы вообще комплектования фондов в музею разных лет, они тоже, в общем-то, отражают ценности той или иной эпохи. И уже на основе этого, да, то есть смотря, чем музей был укомплектован в те или иные годы, мы тоже можем к материальному наследию обратиться, как это ни странно. То есть вот, например, в нашем музее, Государственном историко-архитектурном музее-исповеднике, 20-е, 30-е годы – это время, когда поступило очень много фотографий, посвященных селу, сельскому хозяйству, ну, по известному тут причину. И то же самое относится к эпохе 50-х, 60-х годов, то есть к послевоенному времени уже. Вот, но в то же самое время, то есть мы видим там, что такое материальное это наследие, ну, казалось бы, что там, вот, вывели такую-то породу, сфотографировали. Зачем эти фотографии передавали в музей? А потому что, вот, собирая их в некий комплекс, да, вот, собирая и таким образом репрезентуя, мы показываем, вот, как сказать, и с одной стороны дух эпохи может прямо это все показывать, в каких-то, ну, таких вот вещах, вот, было строительство, там, коллективизация, но в то же самое время на этих же самых фотографиях виден человек, простой рабочий человек, он там, может быть, не всегда в центре, ну, хаживает, да, вот, за этими, там, лошадками, коробками и прочими, кого в первую очередь пытались сфотографировать. Но тем не менее, смотря вот на этого человека, глядя на него, ощущается, какой он простой, это было время, и какая на самом деле трагедия скрывалась вот за всем этим, да, за выведением новых там пород, за призами, вот этот на заднем плане человек, одетый очень и очень просто, скажем так, и обуты непонятно во что, вот он это все и делал, собственно. И то же самое, в общем-то, отражено и в документах. Что еще касается фотографий, особенно вот этого тоже периода 20-30-х годов, то, работая с музейными фондами, мы сталкиваемся еще вот с чем. Очень много было групповых снимков. Ну, это можно было, и много было мероприятий, всяких слетов, съездов и прочего, которые запечатлевали некую группу лиц. Эти фотографии поступали в основной фонд. Ну, время не было, и многие из изображенных становились неугодными, да, обществу власти по тем или иным причинам. В музее проводилась работа, то есть это же нужно было эти фотографии все выбрать, этих лиц найти на фотографиях, тщательно их вымирать, вымирать их на нем, и все связано с ними информацией. И зачастую такие снимки переводились в мощный вспомогательный фонд, который уже не всегда, да, экспонируется. То есть предпочтение отдается все-таки тому, что в основном фон за музей. И вот сейчас работа, например, с такими фотографиями и глядя на них не столько к предмету даже прикасываемся, а к тому, что стоит за мной. Это наши истории, это, ну, в общем-то, то, от чего мы не сможем, да, не оказаться и забыть, что на этом не сможем. Мы просто дожили наш фотограф, который вот был, да, был с нами. И предметы, они тоже об этом говорят, мы взаимные предметы. Они хранятся у нас в бутылке, но пока, в общем-то, да, пока они еще не больше даже могут, но могут экспонироваться, да, в первую очередь. Вот, то есть вот такой, например, момент. Ну и, конечно же, другим примером соотношение такого вот, как бы непрямого, да, скрытого, зауформированного, соединенного, очень интересно в одном предмете, материального и нематериального наследия, является фонд личного происхождения. То есть вот, ну, обычно они поступали и поступают в архив. Ну, это предпочтительный путь, ну, иногда наследники или даже сам человек освещает свои документы, переписку, какие-то личные вещи музею. Ну, здесь уже разные, да, пути. То есть в архиве будут тоже с этим работать, но музей, он же все-таки должен, да, репрезентовать, он должен показывать, поэтому вот он будет со всем этим работать и, соответственно, делать какие-то выставки, мероприятия и прочее. И вот в фондах личного происхождения много тоже любительских фотографий, которые, опять же, отражают атмосферу, атмосферу определенного времени. Когда мы смотрим, например, видим, какого-то массовое шествия. Там есть фотографы, известные, нижегородские, которые все снимали, очень цельные, вот это снимки, но есть любительские фотографии, где изображен, например, сам человек, и вот он не близкий. И вот мы видим, что в любой эпоху человек живет, то есть он живет свою жизнь обычную, он работает с... У него есть там семья, какие-то интересы, но он живет в контексте эпохи. И вот личный переписок тоже в этом смысле очень-очень интересный, дает нам много вот таких нематериальных моментов, которые нас переносит даже не к самому-то конкретно, а к тем личным ценностям, о которых вот здесь говорился в связи с творчеством Николая Александровича Добролюбова в том числе. Вот в связи с этим же мне хотелось бы сосредоточиться чуть более подробно, я уже буду завершать, на том, где личные происхождения, связанные с нашим писателем Нижегородским, в связи с селево-думячий поляна, Николай Иванович Кочин. Ну, сейчас о нем практически не говорят, и Кочинские дни, которые проводятся все-таки до сих пор в селево-думячий поляна, они уже не так звучат, но, да, как, например, было... Ну, потому что уходят люди, которые лично его знали, лично полный лет тоже... Ну, вот, да, так бывает, это жизненный факт. Тем не менее, ну, в Кланде есть и фотография, естественно, самого Николая Ивановича, и есть его книги. Вот книги и вообще литературное исследование любого – это тоже очень интересный такой объект, который, с одной стороны, материален, да, это некая вещь, это произведение там на определенную тему, и в то же время именно в книгах заключен, да, сконтимулирован, так сказать, вот лучше, то самое материальное наследие, о котором мы говорим. Потому что даже если мы произведение, ну, будем в апреле от времени, когда оно создавалось, да, от личности, написавшего, воспринимать, все равно так или иначе писатель обращается опять к каким-то вечным ценностям. Вот там, материальную, да, то есть либо традиция, ну, смотря в какой сфере, да, он работает над какими темами, каким-то уже духом он обращается, а что пишет. Что касается творчества Кочина, то он, как человек, родившийся в деревне, в основном, да, он, связанным с ним, и писал. Тема, вот, да, у меня это, конечно, в основном деревня и революция, то есть Первое мировое, революция, но пишет он об этом, будучи, в общем-то, человеком коммунистически, да, отказавшимся от религии в своей юности, пишет он об этом достаточно бесстрастно и объективно. Вот, что, в общем-то, служил ему плохой службой, в дальнейшем, в 1943 году он был арестован и 10 лет, что-то, провел, отдалил от своих родных и близких, от своей родины, и впоследствии тоже вынужден был жить в Далятне, потому что он мог поселиться в Нижнем Новгороде. И его вот произведения уже 50-х, 60-х, 70-х годов, они, казалось бы, да, то, что должно было что-то временным образом преломиться, но, собственно, проломилось лишь ту вот сторону, в том, больше обратился, а также не став христианином, вот к этим вечным ценностям христианским. Когда, по воспоминанию дочери и внучки, почему ты понимаешь у себя тех людей, которые подписали, и ты знаешь, что подписали, вот этот донос на себя, они говорят, ну, в такое было время. То есть он их простил. И вот именно человек, живущий в определенное время, человек, кто-то с силеным духом, кто-то более слаб. Он, как все говорили, вот тоже принято Алексеевич, он об этом писал Добролюгу, что должен не оставаться всегда человеком. И вот что ему помогает оставаться человеком? Я считаю, что в современных условиях музей должен и на эту тему подумать, как с помощью тех предметов, которые у него есть, вот об этом тоже каким-то образом говорить. с помощью инфинаций, может быть, каких-то сопутствующих, с помощью экспониций и конференций, которые проводятся. Это как раз очень большой вклад в ту тему национальную идентичность, человек, время и как раз те материальные ценности, нематериальные наследия, оно больше всего вечным ценностям обращается, которые, ну, в общем-то, в музее очень-очень сильно сконцентрированы, пусть далее иногда и в очевидных каких-то таких предметах и вещах. Вот большое спасибо за много вопросов, если какие-то. Я когда по фондах работала, мне было интересно тоже, потому что мы иногда фотографии, которые при создании музея, попадали сразу в МВ, научный орган, у нас МТ, у кого это поможено, и мы потом со временем эти фотографии, как данные для себя открывали, и наоборот. Да, да, да. У вас тоже такое же может быть? Да, да, да. У нас тоже такие и были уже случаи. И сейчас мы вот заново, опять же, пересматривая, смотрим и думаем, что некоторые фотографии можно бы перевести опять в основной фонд, потому что, например, почти все фотографии лиц, ну, скажем, духовного названия, ну, по определенным причинам, они тоже поступали не в основной фонд, а их качество, ну, как самого предмета и экспозиционные ценности, в общем-то, очень и очень даже. Прекратное время. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, Роман, за доклад. Следующая тема нашего выступления принадлежит то, что наши гости, причем наши гости, которые бывали у нас в конференциях неоднократно, изучение, сохранение и трансляция коллекции сочинения плянтов XVI-XIX веков, музей-доповедники Архангельская, профессионные ценности русской аристократии или музей материалов воспитания современного интеллектуала. Очень интересно сформулирована тема. Донору, молодежь Ивановна, начальник научно-фондового отдела Государственного музея-усадьбы Архангельская, Москва. Расскажите, пожалуйста, нашей молодежи, как нужно воспитываться на тех, кто был день. Я не совсем знаю, как нужно, но как мы стараемся в музее делать, я сейчас вам расскажу. Так, все, подключение презентации, очень хорошо. Можно сразу на второй слайд перейти, про историю музея я не буду говорить, потому что каждый из вас теперь может войти в интернет, легко прочитать, посмотреть на сайт нашего музея. Будем говорить уже конкретно по теме. Культура, сложившаяся в прошлом, становится источником для культуры современной и будущей. Трансляция культуры или передача культурно-социального опыта возможна только через взаимодействие, через коммуникации с помощью определенных знаковых систем. И подобно тому, как различают разные стили речи, лексику, диалекты, жесты, так и система трансляции культуры может состоять из разных элементов. Каждый музей, в частности, и наш музей-заповедник, мы заповедником стали только в конце июля этого года. До этого были музеем у Санкт-Петербурга. Так вот, каждый музей должен не только постоянно изучать и сохранять свои фонды, но и искать пути использования выявленных научных открытий в новых творческих проектах. Любой масштабный проект, как правило, начинается с малого. В 2021 году весь мир готовился от многих юбилей со дня появления гениального произведения поэмы «Божественная комедия» Данте Алигьеви. И музею важно было не пройти мимо данного события. Не секрет, что очень часто многие торжественные мероприятия ограничиваются появлением небольшой заметки на сайте. У него с Данте все обстояло гораздо сложнее. Расшифровать. На протяжении семи столетий эта книга не дает покоя исследователям. Расшифровать спрятанные дни символы и аллегории пытаются философы, математики, лингвисты, историки, да и просто любители тайны. Над созданием поэмы автор работал более 10 лет. На протяжении где-то с 1308 по 1421 год. И вот самое раннее печатное издание «Божественной комедии» было выпущено, можно уже предмет. Самое первое издание на итальянском языке было выпущено 11 апреля 1472 года в городе Фолиньем. В дальнейшем поэма переиздавалась в великое множество раз. И вот, например, на известной такой библиографической базе в WorldCat приводятся данные, что в период с 1472 года по 2022 год вышло не менее 3920 изданий «Божественной комедии» на 30 языках. И вот всего о поэте и его трудах известно 32 389 работ на 47 языках. Каждое издание индивидуально. Оно отличается работой переводчиков, художников, гравёров, типографов. И вполне объяснимо, что произведения «Божественной комедии» напечатанные в известных европейских типографиях разных форматов с гравированными иллюстрациями, красивыми шрифтами, заключённые зачастую в роскошные переплёты. Конечно, такие издания представляют библиофильский интерес и становились предметами коллекционирования. Следующий слайд. Усадьбная библиотека князей Юсуповых в подмосковном Архангельском знаменита своими богатствами и редкостями. В свои лучшие дни она насчитывала более 25 тысяч томов. Она состояла из 18 разделов. Была энциклопедичной по содержанию, имела рукописи, инхунабулы, палеотипы, издания известных европейских и русских типографов. В настоящее время в фонде редких книг Государственного музея усадьбы Архангельской образдели художественной литературы. Можно следующий слайд показать. Находится опубликованное в Париже в 1768 году изящное издание поэмы «Божественная комедия». И это издание, оно в двух томах, выпущено было в Париже в 1768 году. Оно небольшого размера, в 12-ю долю листа. Опять же, почему я говорю долю листа, я думаю, каждый из вас разберется сам, если кто-то не знает, что в старинной книге они были в долях листа, форматы измерялись. В другом разделе, в настоящее время, опять в фонде редких книг музея, находятся два словаря. Следующий слайд. Нет, давайте пока вернемся. И вот это портативный вокабулярий для облегчения чтения итальянских авторов, особенно Данте. Опять же, это издание «Парижское» 1768 года. Ну вот и всё. И, конечно, нам показалось очень странным, что для такого библиофила, как князь Николай Борисович Юсупов, наличие всего единственного издания поэмы «Божественная комедия» и двух словарей, связанных с именем Данте, конечно, нам показалось, что это слишком мало, потому что я вот уже когда-то много лет сюда к вам приезжала и рассказывала коллекцию изданий «Илиады Гомера». В музее сейчас находится более… Сейчас 17 изданий «Илиады», а в лучшие времена находилось 36 изданий «Илиады» на разных языках. И, конечно, когда мы увидели, что у Данте всего одна поэма, одно издание, нам стало это… показалось неправильным, и мы решили поискать. И вот обратились к архивным документам по передаче книг в другие книгохранилища страны в 20-30-е годы XX века. Вот можно следующий, вот так выглядят эти документы. Следующий, пожалуйста, смотри. Нет, пока… Пока до каталога ещё остановитесь. И, конечно, хранится в фонде редких книг вместе с книгами. Покажите следующий сайт. Это каталог книг библиотеки князья Юсупова, датированный 1800-м годом. Вот здесь, пожалуйста, ещё следующий. Вот он как выглядит, какой шикарный тоже переплёт. А также имеется ещё в библиотеке и карточный рукописный владельчий каталог. Следующий, по этому поставку я. Составленный уже при внуке Николая Борисовича Юсупова-старшего. Вот и портрет Николая Борисовича Юсупова-младший. Вот так выглядят карточки этого каталога. И каталог этот был составлен библиотекарем Кенгазия Миро-Дюфейнон. И вот благодаря всем этим каталогам, архивным документам, мы выяснили, что в коллекции князей Юсуповых в XIX веке находилось 15 изданий, связанных с именем Данте. Книги были напечатаны в Венеции, Риме, Парме, Пизе, Флоренции, Пенге. Это город в Саксоне и Парижа. Я думаю, что можно долго говорить про каждое издание отдельно. Я только назову такие самые значимые. Вот издание следующее покажите. Вот поглядите, каталог карточный. И следующее издание – это издание, которое называют Терцина. Про него также говорят палеотип. Что такое палеотип? Кто может сказать? Только быстро. Книги второго, вторых 50 лет после начала книги. Да, то есть с 1500-го период, напечатанный до 1550-го. Так вот это палеотип 1502-го года, напечатанный в Венеции в типографии Альда Мануси. Ещё про эту книгу можете сказать, что это Альдина. То есть вот такой знаменитый типограф Альд Мануси и его книги, которые выходили из его типографии, назывались Альдином. Второе издание тоже очень интересное было в библиотеке. Это Божественная комедия. Это Анталия Гвери 1757-го года. Причём посвящено, это издание было нашей русской императрице Елизавете Петровне. Даже санет был в её честь там напечатан. И в этом издании имелись другие сочинения. «Новая жизнь», повесть, философское сочинение «Пир», стихи и послания, филологический трактат о народном красноречии, а также трактат о монархии. И про другие издания говорить не буду, покажу только ещё вот тоже очень интересное издание, гравированное более ста листов, гравированных таких изображений, посвящённых вот этой поэме, Божественная комедия. Выполнен этот альбом английским скульптором Джоном Флаксманом. И напечатан он был в Риме в 1802 году. Да, и ещё было одно интересное издание, про которое тоже хочется сказать. Напечатано анонс типографии Бадони в Парме. Этого издателя, этого типографа, князья Юсупова, очень почитали. И вот даже на корешке вот этой книги, она сейчас находится в Российской государственной библиотеке, музей книги, на корешке золотом вытеснено Бадони. Тоже чрезвычайно редко, чтобы издателя вот так помещали на корешок. Вот такие издания оказались в библиотеке. Самое позднее издание – это 1821 год. Во Флоренции напечатанное. Подбор произведений Данте в усадебном собрании оказался чрезвычайно разнообразным. И при сравнении со знаменитой коллекцией, возможно, вы слышали, Иоганн Саксонского, она именуется среди специалистов Дантея. Так вот, при сравнении нашей коллекции из музея-усадьба, из музея-забоведника Архангельская, про нашу коллекцию можно сказать, что это Дантея в миниатюре или Юсуповская Дантея. Любопытно, что в Ватиканской библиотеке также по электронному каталогу числится 15 изданий поэмы «Божественная комедия». Практически столько же, сколько обнаружено в Архангельске. Все издания из коллекции произведений Данте в Архангельском напечатаны на экране. И я теперь хочу рассказать, но получается, очень мало времени остается, о проектах вот с этой коллекцией, которую мы выявили. Мы предлагаем, очень мастер… Нет, 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 первый слайд сначала. Это виртуальная выставка Юсуповская Дантея. На сайте можно поместить изображение благодаря интернету всех практически книг, которые раньше хранились в Архангельском, и дать про них информацию. Можно сделать следующий сайт. Провести мастер-класс «Не бойся тьмы», хоть и страшно на виды. Вот вы видите, что мы предлагаем, можно оставлять какие-то места, пропуски, чтобы на мастер-классе уже сами участники этого мастер-класса заполняли эти пропуски. Можно на мастер-классе также организовать чтение поэмы на итальянском языке, что тоже очень приветствуется, приглашать, конечно, и специалистов. И следующий слайд – это мастер-класс по созданию дневника с извлечениями максимума от Данте. У нас есть реставраторы собственные, и можно при речи к работе и реставраторов создать собственную книгу. Это уже взрослые посетители должны приходить на такое мероприятие, по крайней мере, мы так считаем, и сделать собственную книгу, собственный дневник. Опять же, начать его с афоризма и с произведения Данте. Конечно, надо заготовить заранее материалы для этого мастер-класса. Провести можно конкурс рисунка. Рисуем обложку для сочинений Данте Алигерия. Этот конкурс, опять же, можно проводить, и он объявить на сайте про него. Потом, ну, как проводятся подобные конкурсы, вы, наверное, представляете. Создать жюри, отобрать лучшие рисунки, пригласить участников, и особенно победителей, и пригласить в фонд таких книг, потому что очень любопытно. Они создавали обложку для современного издания, а показать старинные книги, я думаю, что это тоже очень впечатляет. Особенно вот студенты к нам приходят, они всегда восхищаются нашим фондом. Можно провести викторину. Следующий слайд, наверное, это вот конкурс рисунков. Мы пропустили викторину, что, где, как, когда, опять же, связанную с Данте, где жил, какие-то взять, и не только биографию, но и само произведение. Например, каким словом, пользуясь средневековой терминологией, называлось поэтическое произведение среднего стиля с устрашающим началом и благополучным концом. Кто скажет? Наверное, скажете. Это комедия. Можно задать такой вопрос. В 30-летнем возрасте Данте вступил в какой цех, то есть в какую профессиональную ассоциацию? Кто-то знает? Нет. А вот он был в цеху врачей и аптекарей и мог продавать и специи, и травы. И вот множество интересных, различных вопросов можно придумать при проведении подобной викторины. И, конечно, завершающим самым мероприятием это устроить фестиваль в Данте в Архангельском. Вот я вам показываю. Как раз как у нас теперь просторы, у нас великолепный парк, и приглашаем тоже для мероприятия и в овальный зал дворца, и вот открытая сцена есть. Можно пригласить, опять же, различные коллективы, которые покажут какие-то отрывки из произведения «Божественная комедия». И, конечно, гостям лучше всего подготовить специальные пригласительные билеты. Билеты от князя Юсупова или от князей Юсупова. Красиво их оформить. Сделать красивую программку. Пригласить студентов из натральных позов, чтобы они в одеждах XIV века прогуливались по парку, можно изучать музыку эпохи Средневековья. И вот такие вот мероприятия можно проводить, отталкиваясь всего лишь от одной маленькой коллекции книг, которая когда-то была, но которую можно собрать благодаря архивным документам. Ну, наверное, всё. Сколько времени мало, я могла бы ещё вам много чего экзитировать и говорить. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо, Дмитрий Иванович. На вопросах пока нет. Все, я думаю, о своих любимых ритуалах на этих музеях Ганты. Оставить надежду пока не будем. Следующий наш доклад. Семейные делности, семейные традиции. На материалах музея Межгородского лингвистического университета. Ольга Николаевна Севодкина, доктор исторических наук, профессорка философии, истории и теоретической коммуникации Межгородского государственного лингвистического университета имени Дебраныбова и Блухова. София Юрьевна, студент Высшей школы лингвистического университета, член исторического кружка «До такие истории». Пожалуйста, София. Спасибо. Маши человеческие люди. Моменты. Я студент первого курса Высшей школы перевода, учусь на отделении французского языка и эта работа стала для меня первой работой в этом университете. Я очень горда тем, что я учусь с детьми и выступаю перед вами. Мне немного страшно. Мы вас поддержим. Спасибо большое. Я приготовила презентацию про двух прекрасных женщин в науке и в нашем университете, одна из которых является, являлась заведующей каждой французского языка, и я горда тем, что я учусь на французском языке, и когда-то она подавалась здесь. Я прошу прощения, на полуку. Маленький технический момент. Это бывает. Говорит один мой знакомый, это бывает. Как она выглядит? Черная, да? Пожалуйста. Как вы видите, все наши доклады очень разнообразные, и такое разнообразие может быть, на первый взгляд, показаться несколько странным, но единая нить, которая пронизывает все эти доклады, нами ощущается, мы ее для себя все время держим в уме, мы в конце подведем итоги, и будет понятно место каждого доклада в общей нашей картине мира, которая складывается во время конференции. Итак, Яна Торская Валерия Евгеньевна. Яна Торская Валерия Евгеньевна родилась в 1912 году в Луканянове, это Нижегородское губерни, ее матерью была в первых семьях начальных классов, отец ушел на Валерийскую войну и так и не вернулся. После того, как ее отца ее устала, она вместе с матерью переехала к капитанию в Москву, там же пошли в школу, которая сейчас является одной из самых старых и престижных в Москве, она чувствовала отлично и после пошла как и мать в первую очередь чтобы преподавать более младшим ребятам. В скором времени в 1941 году когда началась в Стичной войне в месяц годовала ее дочь ее отправили в Оренбург в Луканскую область в поселок Умак. Долгое время от ее мужа не было никаких местей, а после когда он все-таки объялся в пустя год его перевели в город Горький и куда он ввел в свою семью. Валерия Евгеньевна в 1902 году вступает в Горькостский педагогический институт национальных языков на студенте немецкого языка. она активистка студентская отличница первая сталинская стендантка и гордость своего института. Конечно же как и у всех тогда студентов была мечта это переводчик на фронт но маленький ребенок и ответственность перед семьей ее сдерживала но она также проявляла себя очень активно в городе. она рыла окопы стреляла оборонительные сооружения участвовала в сборе средств на танковую колонну и очень была яркой личностью и из-за этого она стала ее выбрали как человека который будет говорить от всех студентов на митинге на почте мнение пожарства вот как раз такие фотографии это ее группа так как она была гордостью своего института все ее преподатели любили знания она осталась преподавать и была очень востребованным педагогом ее любили все студенты преподаватели она была очень яркой личностью с ее поддержки когда она стала уже ректором и с тогдашним ректором она по ее инициативе была основана переводческих факультет на котором сейчас я учусь это действительно было масштабное событие которое до сих пор является очень крупным ее научная деятельность была известна не только в России но и по границе она публиковалась в различных ее публикации ее работы научные статьи пособия публиковались не только в России и в гадетах но и в рубежом было очень много они много говорили в Германии потому что она стала пособия по немецкому языку и она была действительно очень востребованным педагогом и ее методики действительно раскрывали язык для студентов а вот публикации публикации в гадетах в гадетах это Сапортикова Апия Семеновна это ее старшая дочь тоже гордость института тоже гордость семьи Апия Семеновна тоже как и мать приступила в горьковский педагогический педагог языков только на ортопеде немецкого французского языков и также закончила с отличием а была любимицей преподавателей она также как и мать стала работать в этом университете в этом институте и также очень много удалилась она стала она кандидат логических наук доцент доктор логических наук завт кафедре теории практики институтского языка и перевода в науке она тоже очень сильно выделилась она автор более сотни разных пособий статей изданий не только про лингвистику но и про французский перевод в 1969 году она защитила кандидатскую диссертацию в 2002 защитила докторскую диссертацию приколола более сотни статей и действительно как и мать она стала великой женщиной в науке выводом я бы хотела рассказать что сейчас в данный момент времени очень актуальна тема сохранения семейной традиции и семейного архива поэтому я очень горда тем что я выступила с такой презентацией с такой темой и я очень хочу чтобы вы сохраняли за своей семьи информацию о своих родителях о своем семье о своих детях и чтобы в будущем о вас тоже говорило тоже говорило со всеми следующие студенты да спасибо вам ну что ребята из Мишказовского городского колледжа которые присутствуют это такой наглядный урок пример того как уже на первом курсе можно заниматься научной работой связанной может быть и со своим колледжем и теми династиями которые работают в колледже и таким образом начинать свой научный труд но опять-таки хотелось бы еще обратить внимание на то что мы сейчас с вами складываем некий калейдоскоп из студий и в итоге оказывается что наверное самое наше ценное материальное и нематериальное наследие это люди друзья следующий доклад наш ревитализация морского наследия Архангельского Северо-Морского музея Арктика в цвете первая русская научная экспедиция к Северному полюсу 12.14 году и наследия Николая Васильевича Пенегина авторы докладов Тимютов Евгений Анатольевич директор Музея Архангельского области Северный Морской музею и Абрамовский Василий Николаевич за ведущую отделу научно-исследовательской и просечительной работы того же самого упомянутого музея пожалуйста Василий Николаевич слушаю вас со вниманием Добрый день очень рад вас здесь видеть приветствовать из Архангельска вот Галина Алексеевна сказала про то что все оно как-то складывается доклад за докладом один за другим я просто понимаю что из тех докладов которые уже прозвучали везде есть какое-то актуальное нашей Архангельской темы либо в названии музея Архангельска Архангельска либо в названии Президуальной новой земли коллега из Беларуси либо в теме репрезентации так скажем анализе визуальных исторических фотографий которые коллега у нас из Нижегородского музея озвучила так получается что я все темы про Архангельска про фотографии как источник я расскажу ну и наверное потом передам слово Галине Алексеевне потому что наши темы пересекаются Николай Васильевич Пенегин человек который тоже как ни странно связан с Нижнего Нового я не знаю вкусивый или нет но человек который в свое время в 30-е годы был автором как художник одной из самых массовых в той эпоху открыток про Нижний Новгород знакома такая или нет? я вам кое-что расскажу потом про открыточку святого из Нижнего Новгорода это дура не забудет но это и мнится в каком-то в Польше да вообще это человек который родился в Елабуге человек жизнь которого была связана с Аптикой с Архангельском с Ленинградом с Санкт-Петербургом ну и так получается что сейчас в виде 140-летнего юбилея который будет отмечаться в мае следующего года и к этому юбилею мы в Северноморском музее пометно объективом разных авторов например Галина Алексеевна сделаем я надеюсь биографическую выставку но сегодня я бы хотел рассказать и представить первую часть репрезентации его наследия которая выразилась вот в этом издании собственно презентацией которого также является мое выступление выступление Галины Алексеевны это книжка долгая выдержка которая как раз посвящена удивительно абсолютно уникальной коллекции цветных диапозитивов 1912-1964 годов автором которых стал Николай Васильевич Пенегин человек который участвовал в экспедиции Георгия Юрьевича Седова юбилей которого мы в этом году отмечали и мы в этом году еще отмечали 110-летний юбилей экспедиции собственно в Северном Польсу первая русская научная экспедиция в Северном Польсу которая в августе 1912 года отправилась собственно с территории которая сейчас является территорией нашего музея на предыдущем слайде вы если можете его нато вы можете видеть наш музей вот это вот белое здание с этими голубыми окнами и вот этот вот пристань где стоит небольшой пароход теплооход коммуна наше музейное стоечное судно оно сейчас находится на ремонте еще не хотел продвигать но просто наверное уже не стоит времени не хватит это ровно то место откуда Георгий Яковлевич Седов на Паровой Шуне святой мученик пока стартовал ну так получается к мировой известности Седов это классическая наливаем модель русского исследователя русского полярника человека который за свою жизнь отдал ради своей глобальной патриотической и научной цели кстати тоже важный такой момент который пересекается может быть современными актуальными обстоятельствами Седов у нас уроженец современной Донецкой народной республики оказался буквально через неделю у нас в Архангельске будет презентация и к нам в том числе приедут люди с родины с хутора Кривая коса на берегу Азова где родился Георгий Яковлевич Седов то есть он собственно представитель той патриотической общественности научной и морской которая в конце 19-го начало 20-го века ковала славу России тема Седовской экспедиции одна из ключевых для нашего северноморского музея музея у нас относительно небольшой у нас экспозиционных площадей буквально 200 квадратных метров и слово экспозиции представляет основу собственно репрезентации морского наследия представляет экспозицию тысячелетия северного мореплавания где важнейшее место занимают экспедиции 12-13-14-х годов это знаменит экспедиции Брусилова Владимира Александровича Русанова и Лёгия Крича Седова вот на славях мы можем наблюдать несколько объектов которые раскрывают тему собственно этих экспедиций видите на самой крупной фотографии это модель паровой школьной святой мученик пока внизу справа это бюст Георгия Яковлевича Седова в следующем году сегодня у нас будет новый установлен бюст Владимир Александровича Русанову вот такая вот небольшая очень необычная очень любимая и гостями города и архангелогородцами деревянная скульптура городская скульптура Георгия Яковлевича Седова ровно на том месте в том дереве на том месте где в августе 12-го года собственно где он прощался со своей супругой и с архангельской общественность которая пришла провожать эту экспедицию и значительная часть у нашего музейного собрания представляет значит часть представляет коллекция разных артефактов связанных с этой экспедиции и в том числе у нас есть абсолютно уникальный предмет это вот нож кинжал Валилиана Альбанова я думаю что в лингвистическом филологическом университете про Вениамина Каверина и про двух капитанов и про прототипы героев этого знаменитого произведения говорить не стоит тем не менее единственное что осталось про Леана Альбанова это удивительно абсолютно вот этот нож кинжал недавно мы смогли идентифицировать эту историю это теоретическая абсолютная история но о ней мы когда приедете к нам в Архангельск следующий слайд и так получилось относительно недавно мы смогли представить для публики удивительную коллекцию которая появилась в нашем музее еще в начале 1990 годов это коллекция цветных диапозитивов малюсеньких пластинок стеклянных которые передавал наш музей вдова Николая Васильевича Пенегина участник экспедиции Георгия Почетова художника кинооператора металлист да безусловно и фотомастера человек который собственно отвечал за то как эта экспедиция останется в истории свою работу он сделал абсолютно блестяще и так получается что вот сейчас в 21 веке много десятилетий сто лет после этой экспедиции все много и новые артефакты все новые свидетельства причем абсолютно уникальные которые максимально расширяют наше представление в том числе художественные визуально о той эпохе этой экспедиции нам становится доступной вот эта вот коробочка которая находится на слайде чтобы было понятно она вот такая то есть она совсем маленькая эти слайды буквально по полтора миллиметра толщиной внутри этой коробки сто семь цветных слайдов из них 80 мы идентифицировали как относящиеся к экспедиции Северного полюса еще насколько десятка относится к чуть более поздней истории арктических исследований Николая Пенегина то есть экспедиции на Новосибирские острова и экспедиции начала 30-х годов на литокольном пароходе Майлыгина они еще требуют своей идентификации и публикации но тем не менее вот Томгзейщик наверняка представляет что такую коробочку презентовать в экспозиции практически невозможно мы можем ее поставить но она будет абсолютно такая слепая неговорящая поэтому долгие годы буквально два с половиной десятилетия коробочка просто лежала в наших фондах только относительно недавно современным технологиям и сканерам мы смогли отсканировать и получили абсолютно удивительный уникальный массив цветных изображений ста десятилетней давности это стало таким настоящим открытием поэтому мы сразу решили ее эту коллекцию публиковать в виде небольшого музейного каталога в свое время для чего эти оппозитивы были созданы дело в том что после возвращения из экспедиции известно что 5 марта 2014 года Георгий Яковлевич при попытке достаточно радикальной и в известной степени быра рискованной которая привела действительно к его гибели он попытался на собаках с двумя матросами с пустушными линиками достичь все-таки Северного полюса но через две с половиной недели скончался последствия двухзимовых на Новой земле на земле Францосева они сказались и экспедиция большими трудами по дороге подобрав участников экспедиции Георгия Львовича Брусилова Альбанова и Конрада она вернулась в Архангельс и кстати случилось буквально через считанные недели после начала первой мировой войны империалистической первая реакция людей которые два года были оторваны абсолютно от людей на парке которые были оторваны от любых новостей когда они встретили просто в море проплывающих мимо рыбаков не идет ли какая-то война на что вы представляете люди там два года где-то были в Африке просто случайно стихийно спрашивают нет ли случайно никакой войны на что им говорят да идет все мировая реакция и вот с этим настроением они возвращаются в Архангельск и судьба участников экспедиции и научного наследия долгие годы скажем так была очень-очень сложной но одной из форм популяризации этого наследия являлись являлись публичные выступления ученых это там будущие знаменитые Владимир Юрьевич Визы Михаил Алексеевич Павлов тот же Николай Васильевич Пенегин или Павел Игорьевич Пушаков который был в открытом этой инвестиции так вот они и годы войны и фактически до своей эмиграции Пенегин и Пушаков эмигрировали из Советской России так вот они выступали с публичным выступлением в том числе выступали с помощью вот такого вот аппарата так называемых волшебных фонарей вот кто постарше наверняка помнит фильмоскоп да вот этот вот принцип или идея фильмы причем у Пенегина была очень интересная технология мы про это тоже рассказываем в книге если можно дальше 3D эффект достигается тогда когда изображение транслируется на паровое облако то есть оно двигается и для начала 20-го века для той эпохи это абсолютно удивительная технология которая всегда на ура воспринималась публикой вот собственно Пенегин на протяжении несколько лет пока он еще был в России он выступал с этими публичными выступлениями но после его эмиграции эта тема на определенное время затихает и только спустя десятилетия уже после возвращения в Ленинград Пенегин пишет большое количество книг проводит исследования как первый директор музея Арктики когда вот так назывался эту тему репрезентует ну и при этом удивительным образом вот этот коллекционный диапозитив на многие десятилетия внутри семьи внутри внутри его архива оседает про 30-е 40-е годы ну 30-е правильно да сказать 20-е 30-е годы мы не знаем о публичных поступлениях с этими диапозитивами Николая Васильевича Пенегина и только в 1992 году уже очень взрослая так можно сказать на десятом десятке больше чем 90 лет его вдова Пенегин умерла в 1940 году Елена Матвеевна Пенегина она скажем так часть наследия Николая Васильевича по разным музеям по разным институциям которые так понимаются полярной арктической темой что-то продает что-то передает и вот нам по большому счету в плане себе провинциально относительно небольшой музей попадает вот эта жемчужина счет по трюс совершенно недавно мы ее опубликовали если можно дальше и вот как Елена Матвеевна вдова Николая Васильевича умер еще в 1940 году она умерла в 2001 в 60 лет она была таким вот человеком которая собственно отвечала за наследие Николая Васильевича и собственно она широко была известна именно как вдова художника Пенегина многие литераторы проживали они в Санкт-Петербурге в Ленинграде в знаменитом писательском недоскребе как его называют сейчас там есть музей литературный музей 20 век и Зорщенко и Борис Житков и Николай Доболоц и Евгений Шварц и все несколько десятков первостатейных советских литераторов и деятелей культуры проживали в одном доме и в том числе там был проживал Пенегин и она тоже там очень много лет почти полстолетия прожила историю Елены Матвеевны мы также в рамках этой книги благодаря статье Светлана Александровна Скачкова из которой я буквально вчера встречался профессору мы историю Елены Матвеевны здесь представляем вот собственно портреты Николая Васильевича совсем молодой на правой фотографии а на левую ему придется на борту фоки кстати вот тоже это важный такой момент о котором нельзя забывать это человек который вот эти вот цветные изображения получал по сути авторским способом на борту зимующего судна там температура устала снижена нуля но тем не менее благодаря своим относительно несложным в обычных условиях но сложным в полярных условиях химическим технологическим каким-то решением да он собственно вот при этом нам оставил эти удивительные арктические цветные фотографии немного дальше вот рисунок автопортрет и достаточно поздний портрет Николая Васильевича ну всем наверное Николай Васильевич чуть более подробно еще расскажет и вот принцип того как устроена книжка несколько шлайдин я хочу показать это такая книга каталог здесь наряду с восемьюдесями по фотографиям есть еще и наши предметы из нашего музея которые так или иначе относятся к той эпохе вот собственно Николай Васильевич вот если можно здесь остановиться которые раскрывают ту эпоху да через вещь через предмет то есть мы сразу несколько задач решаем публикации этого каталога и вот этого массива коллекции цветных геопозитивов книгин и в том числе наших музейных предметов вот это вот фотография очень интересная собственно в чем смысл цветного изображения вот один из многочисленных белых медведей которые убежат которые были на борту фахи во время двух этих зимовок Георгий Яковлевич Седов инициировал создание прямо зоопарка на борту паровой школьной 30 метровой небольшой широко известно что были сложности с комплектованием экспедиции с подготовкой продуктов питания одежды снаряжения но это тем не менее не помешало Седову прямо на борту фахи завести зверинец семь медвежат в результате проживало эти дни зимовки и четверых из них уже в полуразрушенной шкуне вернулась назад в Архангельск более того они потом оказались в Петроградском зоосаде еще какое-то время жили там и вот эти белые медведи которые на самом деле совсем не белые они вполне себе желтые где-то даже коричневые здесь у нас присутствуют когда мы готовили эту книжку мы идентифицировали по именам всех мишек многих собак здесь очень известная популярная история про пса храма любимого пса Георгия Яковлевича Седова вот эту вот мифологию в известной степени которая через литературные произведения собственно также во многом сыграла в сыграла важную роль в создании георгического образа Георгия Яковлевича Седова безусловно героя но тем не менее литература она чуть где-то утрировала этот образ так вот мы собственно провели идентификацию собак и медвежат можно еще просто показать вот собаки мишки предметы связанные с этой темой вот пожалуйста попытка Николая Васильевича снять северное сияние это первое северное сияние снятое в свете в истории это не первая арктическая фотография вторая практически но какие-то природные явления благодаря тому что Пенегин аж два года зимовал на новой земле еще на земле франца Осипа он имел возможность для вот этих вот для этих опытов абсолютно эмоциональная фотография выказал два артика она суровая она черноделая она очень ростая вот пожалуйста полярные маки абсолютно нежнейшие цветы которые растут на вот этих вот каменистых берегах это такой вот образ жизни который пробивается даже в абсолютно абсолютно неприспособленных для этого территориях полярных зонах часть этой экспедиции несколько еще фоточек вот вот последний одна из последних фотографий Георгия Юрьевича Седова мы его привыкли видеть как слева справа это Александр Пустошный мы его привыкли как такой вот мучный человек с палетами в белом кителе а тут он пристает чуть-чуть может быть измученный и вот эта фотография подчеркивает трагичность образа Георгия Яковлевича ну и рядом молодой энергичный 21-летний человек собственно на коленях у которого умер следов в попытке достичь Севернопольца Архангел-Огородец Шура Пустошный ну еще можно показать маржи мастеризайцы лахтаки Владимир Юльч Лизы знаменитый легендарный Глечер прекрасное изображение ну и такая вот классическая подарок Николая Васильевича Пенегина еще раз повторю в следующем году 10 мая будет отмечаться 40-летний юбилей Николая Васильевича мы будем готовить большую выставку в общем-то то есть тема у нас уже определенным образом отрефиксирована и представлена результатом чего является вот эта книжка но тем не менее она коллекция и имя Пенегина она помогла собрать большое количество людей которые так или иначе разрозненно занимаются историей и Пенегина экспедиции Седова и Галина Алексеевна и коллеги из Москвы из Петербурга из Гелабуги так получается что благодаря этой коллекции внезапно объявившейся в 21 веке действительно неопозитивов мы можем провести большую работу по изучению и представлению наследия большого большого человека и очень важного ученого Галина Алексеевна я хочу наконец-то вручить вам эту книгу подарить передач если можно исторический момент исторический момент чтобы у нас пенечка у нас очень много авторов подготовки этой книжки объединила специалистов из разных городов Москва Петербург Ханг Галина Алексеевна которая отвечает за Радиму Николая Васильевича она про это еще Дарима расскажет вот собственно я с большей радостью издаю эту книжку большой труд нам очень важно на сотрудничество и эта тема соавтора интернета это архангельский фотограф считаю на сегодняшний момент один из ключевых артических полярных фотографов мира вообще он все премии получает у Николая с Галина Алексеевной совместная статья буквально человеку за одну неделю было две презентации вот эта книжка и эта книжка посвященная Малым Кармаковым это первая столица в кавычках новой земли Николай в первую в прошлом году попал на эту полярную станцию и делал прекрасный прекрасный уникальный фото он очень классный фотограф сейчас в Индии Антарктики в Петербурге проходит выставка где рядом Кенегин и Гернет понимаете вот их фотографии чтобы было понятно что он тоже первостатейный автор и Николай Геннадий Алексеев тоже подарил подписал эту книжку Николай очень 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 но Николай Гернет очень интересный человек в Ахангельске из его пределами но представьте человек который 10 раз повторил экспедиции Федора Арктической полярной 10 раз думал в них ну а теперь я спрашиваю почему тут фигурирую ромалу имя у Василия Николаевича в докладе и следующий доклад мой вещественные доказательства невещественных отношений из архива семьи Пенегина откройте мне пожалуйста не уходи из архива семьи Пенегина Дмитриевская Галина Алексеевна из мистического ректора музея Добролюбова так у меня папочка сейчас найдем она называется для доклада 23 целая папка для доклада 23 февраля она здесь там тоже была нет она сюда уже перенесена материал сегодняшней конференции может быть музей 23 11 вот это да да ну давайте сначала родословное древо откроем ну а теперь несколько слов у нас тут очень много докладчиков начинало свои доклады по слову я сегодня очень волнуюсь потому что я продолжу эту традицию почему потому что я впервые выступаю как докладчик говорящий не о добролюбове не о музее не о музейных проблемах а говорящий о своей семье значит Николай Васильевич Пенегин это мой двоюродный дед я соответственно величатый племянница тоже у нас сегодня величатый вступает получилось так что давно хотела рассказать о своей семье об архиве который был и вот инициирование отношений знакомства и хамнистов северо-морского музея это он поспособствовало в моей семье хранится теперь уже у меня хранится большой семейный архив который говорит об истории семьи Пенегина и в частности проливает свет на самые разные пятна биографии Николая Васильевича Пенегина белые пятна какие-то устоявшиеся мифы какие-то может быть недомовки какие-то недочеты стереотипы которые путешествуют из одного материала в другой о Пенегине нужно сказать что книга Николая Васильевича не выпускалась практически до появления книги «Очарованные севером» Николая Фенигина «Очарованные севером» автор Андрей Иванов эта книга вышла в Нилабуде тоже по президентскому гранту и автор довольно подробно остановился на биографии Пенегина но прежде всего делал акцент на геоэкспедициях на путешествиях нужно сказать еще раз что Николай Васильевич Пенегин это полярный исследователь подвижник Седова художник документалист кема оператор фотограф и автор книг а потом первый директор истории Арктики который находится в Петербурге и когда я читала книгу Андрея Иванова нужно сказать что я с ним встречалась как раз после выхода книги и там было сказано что нет сегодня семьи нет никаких родственников Пенегина и Макс вопросов по этому поводу возникает и вот я это все прочитала на интернете и думала как нет родственников ну где кто себя еще здесь мы встретились без себя оказалась в подготовке информации интересно я получила книгу но тем не менее когда я прочитала сразу возник целый ряд вопросов ну во-первых в результате я попыталась составить по имеющимся у меня многочисленным катографиям запискам заметкам письмам правословные древа как сейчас все это делают но нужно сказать что еще до сих пор много невызнанных моментов белых пятен пропусков но тем не менее основное как-то видно вот пришлось составить два родословного древа фактически дело в том что у отца Николая Васильевича Пенегина его зовут Василий Алексеевич Пенегин это первое отчество вела в оборот потому что все писали что это все мастеринар Василия Пенегина но если Васильевич то Василия Василия никак иначе Василий Алексеевич Пенегин вот он представлен на этом родословном древе и в первой части во втором мы движены первая матрина Федоровна именно от нее и появились трое детей это Ольга Васильевна это Николай Васильевич Пенегин и наконец Мария Васильевна Пенегина действительно волнуюсь немножко дети от первой жены от первого брака жена не была и появился так сейчас посмотрим и появился второй брак то есть Василия Ксения Пенегин женился на Александре Александре Милинзаковой это уже моя родовая линия то есть это моя прабабушка а дальше соответственно появились дети сейчас минуточку я переведу помогите пожалуйста в чем-то не переходит не листается вроде бы все листалось хорошо повыше можно еще немножечко вот таким образом то есть представлена вторая семья Александра Александровна Исакова в том числе братья и сестры и наконец дети которые появились в этой семье их было 4 девочки Галина старшая затем Елена затем Мурица это моя бабушка и Мурина младшая нужно сказать что вот в этой книге «Очарованный с Севером» повторяется та же самая история тот же мир который бы тот что у Николая Васильевича Пенегина не было добрых взаимоотношений со второй семьей с моего отца или с отцом фактически тоже и вот это качает источник в источник вот этот миг вот хотела бы его показать презентацию скажите на презентацию перейдите пожалуйста помогите мне дело в том что да действительно когда нет в папку заходим выходим выходим в папку которая до этого была так вот в презентации это не вынуждено так перейдите вот это хорошо это презентация вещественные договоренности не вещественных отношений но мы прекрасно знаем что предметы имеют очень большую власть над историей то есть если мы например читаем что у Рафа не было детей а потом в расходной книге читаем что мы зато не настолько то не настолько батистов для Кристины его первого ребенка соответственно дети все-таки нужно искать но здесь существовало получается то что естественно это какой-то документальный который говорят о своем отношении Николая Васильевича Пенегина вот со второй семьей отца из моего архива могут фотографии отца Николая Васильевича Васильевича Пенегина я выбрала одну чтобы не перегружать информацию сразу на самом отце и фотографии пишутся Николая Васильевича Пенегина с родственным ветеринаром из юроги когда появился на свет Николай Васильевич на момент рождения но дальше во всех своих автобиографиях в анкетах он так писал сын ветеринар понятно началась революция потом советская власть и девочков царских чиновников писали что они дети служащих ну и здесь соответственно так же то есть показывать какое-то служебное движение отца было очень удобно тем не менее Василий Алексеевич Пенегин был земским начальником и ушел в отставку в статусе статского советника об этом есть документы причем опять-таки я пошла в документе где говорится о выборах членов попечительского совета Горозовского приюта где говорится что Василий Алексеевич Пенегин земский начальник вести на статский совет уходят в отставку и уезжают из состава членов приюта ухода такие очень косвенные пожарные документы о чем мы все время говорим с вами на конференции дают эти свидетельства это мать Василия Алексеевич Пенегина то есть соответственно жена Николая Васильевича и по традиции она тоже была жена земского начальника в городе Глаза и городской губернии Александра Александровна Пенегина это вторая жена Василия Алексеевича моя прабабушка соответственно мать моей бабушки вот такое фото не знаю есть ли оно научено бороть имя думаю что нет думаю что вот это уникальная фотография которая хранится только у меня да конечно на выставку мы с вами об этом будем говорить мне очень нравится эта фотография чем вот посмотрите она отражает вот этот смелый дух исследовательский дух открытость навстречу всему новому приключениям заинтересованность вот мне кажется что это лучшая фотография Николая Васильевича и не даром моя бабушка потом сделала рисунок именно с этой фотографией набрите надпись Эн Пенегин то есть это автограф самого Николая Васильевича фотография с автографом она очень маленькая в ней очень хорошая сохранность далее видео во второй семье в той семье вернее в той же семье что у нас появляются постепенно дети нужно сказать что вот эта семья Васильевича Пенегина была очень добрая и щедрая дело в том что они взяли на воспитание при том что у них было трое детей от первого брака четверо от второго то есть семь детей еще взяли трое детей осиротивших племянников то есть это огромная семья была и отношения были очень теплые очень хорошие в этой семье во всех письмах ручьей бабушки всегда было так что всех называли только умышительно-ласкательными то есть Леночка Зайечка Коленька мамочка по отношению к маме и так далее и так далее никакой темы какого-то недовольства конфликта скандалов и я думаю что в начале может быть действительно Николай Васильевич держал из в мире искал хоть из подводителя и не все но особенно в темнотуру вот это движение не перекур там фотографии было заметно но тем не менее к этой семье он тяга о чем свидетельствуют общие фотографии с этой семьей сделанные и фотографии с семидарственными которые дарили соответственно Николай Васильевич этим девочкам и девочке Николай Васильевич тоже вот эти четыре девочки мы упоминали имя Светланы Александровны Скачковой это тоже родственница Николая Васильевича который очень много делает по популяризации имени Николая Васильевича мы с ней познакомились после знакомства с автором книги и знаете был для меня совершенно удивительной вещью в книге архиве увидеть вот эту фотографию я считала что больше таких нет но вот это сразу ощущение родственности я буквально создала вот старшая сестра Галина есть старая девочка и затем пониже Елена третья девочка это моя будущая бабушка милиция или все как ее звали в семье и внизу маленькая Ниночка она к сожалению скоро умерла от воспаления легких и вот теперь как раз вот эти фотографии которых тоже я уверена нигде нет в научном обороте я впервые их сейчас здесь показываю это фотографии именно семейных таких рукамерных темных домашних стен Пенегина вот здесь в центре Николая Васильевич Пенегин сбоку Коля дядя Коля простите Василь Алексеевич Пенегин отец цели сбоку Николая Васильевич дядя Коля как звали умерли на дом не привык его тоже так называют и наша сестра Маруся вот посмотрите какая фотография ведь это очень теплая атмосфера да вот такой круг замкнутый друг на друга все обращены друг к другу о чем беседуют видно что есть атмосфера доверительности находится рядом друг с другом я думаю что вот она эта фотография может развенчать вот эти представления о том что был конфликт с ними и следующая фотография она ничего не не интересна отец моей бабушки и Николая Васильевича Пенегина Васильевич рядом его вторая жена Александра Александровна ну и у нее моя маленькая бабушка Филинса милица и сборка Николай Васильевич Пенегин он в это время учится сначала художественной школе потом художественной хозяйки ну вот в таком форме в такой немножко вольного вида который как раз подчеркивает ну более дух художника будущего а в неделю у старшей сестренки Елены Галины Пенегина тоже это сад тоже все вместе не приезжал бы Николай Васильевич в сады не фотографировался бы с детьми и с женой второго отца если бы были дурные отношения и вот еще интересная фотография это фотография моей фото моей бабушки милиции Васильевны Юсипе Негиной ей 6 лет здесь обратите внимание на то что она странная для ребенка того времени стрижена у нее короткая стрижка дело в том что отец моей бабушки Николай Васильевич Петнегина умер и ее выбили на учение в Николаевский сиротский институт в Санкт-Петербурге этот институт принимал детей служащих чиновников царской России в том числе но чем отличался от всех остальных всех девочек очень коротко стригли и моя бабушка рассказывала что она училась крестница император у нее единственная была привилегия она была с неренными волосами а все остальные были стрижены и вообще страдали из-за этого но вот когда вели этих детей на прогулку то они действительно имели несколько сиротский вид с 5 лет моя бабушка была туда отдана там странный совершенно возраст учили в числе прочих стандартному делу и вот в нашем доме когда приехали мы с Тереной мебель была сделана моей бабушке которому вот это дело которому она началась с 5 до 12 лет и вот здесь на вакациях после первого года обучения приехала бабушка сфотографировалась в Перми в Тереную и напит детскую руку почему фотография осталась у нас потому что с ошибкой на память написанную мне эти коди написанную корелом почерком девочку попросили переписать фотографию подарили брату старшему а эта фотография вот с такой надписью которая говорит как раз об отношениях осталась у нас семье еще одна фотография то же самое это 12-го года и это перед экспедицией на Северный полюс сзади в морских бесказынках таких в морских билетиках Люся и Ниночка младше из тетра впереди на переднем плане но немного сзади облокотившись лежит Николай Васильевич Пенень вот такие фотографии достаточно известные их много публикуются в разных источниках но нам это ценно тем что надпись сделана рукой моей бабушки Коля со Сонями Собановым полярный следователь неизвестный пилинг Соня Собанова и еще одна фотография тоже очень известная вот она у вас и в книге по-моему фигурирует Андрей Иванов в книге это Пененьги среди полярных исследователей ну и дальше перечислены а рядышком поскольку я фотографировала сканировала вместе оказалось фото отца Пенегина студента Казанского университета тоже редкая фотография вот такая фотография фигурирует часто в источниках но с ошибочной атрибуцией то есть вот эту фотографию почему-то человек атрибутирует называют девочку которая стоит между двумя мальчиками дочерью Николая Васильевича Пенегина Татьяны но Татьяна по ее 20-х годах уже от третьей жены Николая Васильевича и поэтому это абсолютно не Татьяна а это Уля Марилева вот история о семействе Марилевых и о том каким образом Пенегин сказался в Харбани изложена вот в этой книге это целая детективный рассказ поэтому я его рассказывать не буду просто вот скажу что фотографию атрибутируем теперь по-другому ну и теперь семнадцатый год революция моя бабушка Мирица Васильевна Пенегина вернулась из Николевского Сиротского института стала гимназисткой Миринской гимназии куда пришлось пойти слушать после очень большого перерыва ее матери она была учительницей когда вышла там Василий Алексеевич Пенегин потом занималась детьми домашним хозяйством умер семья соответственно сразу потеряла свою статус убеднела и она пошла учительствовать девочки старшие учились именно в этой гимназии вот еще одна фотография ну и нужно сказать что поскольку в гимназии была преподавателем у моей мамы и бабушки было правительство колчака которого когда потеряла свой статус то вместе с ним уехали очень многие организации которые существовали в это время в тюрьме и в частности в гимназии приехали тоже с колчком стали эвакуироваться на восток все дальше дальше с каким-то затяжком вот здесь победа колчака они высаживают сухи поездов налаживают жизнь поражение опять на поезда дальше и так далее и так далее и вот моя бабушка с цветами встречала колчака после одной из таких побед как самая красивая учитель с гимназии но и завершилось все это сразу же скажу в Иркутске а в Иркутске рядом недалеко была Манджури и туда переехали как раз старшей сестре Николая Васильевича Ольга Васильевна все семейство вот это эвакуировавшееся что опять говорит о хороших отношениях которые были между вот этой старшей ветвью детей и младшей ветвью детей и задержались там все время старшей тетра Николая Васильевича была учениц и они все время были вместе вместе отдыхали вместе жили вместе отмечали праздники помогали друг другу хотели понять когда это нужно и так далее и так далее и так далее то есть семья оказалась нераздельной поэтому это тоже подтверждает о чем я говорила ну а вот здесь я еще фотографию показываю вот не могу сказать сейчас есть ли эта фотография тоже нет вот видите как интересно но эта фотография еще интереснее тем что она подписана она атрибутирована на добрую память Галине от брата Николая Пенегина Александр Кирович Черноморский флот 17-й год тоже удивительно совершенно свидетельство истории ну и дальше вот я говорила об Ольге Васильевне которая в Храбине жила сетре Николая Пенегина которая туда ездила на заработки перед тем как попасть в эти экспедиции а почему да потому что туда приезжала и жила там по дому с детьми его первая жена а муж Ольги Васильевны был начальником участка китайской восточной жилетной дороги и не давал хорошую работу своему родственнику то есть еще выяснилось вот моя статья как раз в этой книге она фигурирует еще на белой петлянной график Бролюб она вот когда говорили с Николаем с Васильевым он как раз говорит все что мы тут кормим а вот что она туда носила понятно теперь что она туда носила и теперь кормим то есть вот эта семья вместе и дети от второго брака и старшая сестра Николая Васильевича от первого он Васильевна Мареева и ее приемная дочь Уля и дети от второго брака и вторая жена отца Николая Васильевича Пенегина вот несколько таких фотографий здесь в разном составе кто-то фотографирует кто-то снимается потом меняются местами ну вот я просто не могу не показать вот такую фотографию Харбинскую это вторая жена Василия Алексеевича Пенегина Александра Александровна с моей молодой бабушкой удивительной красавицы и визитки визитки соответственно Юрия Ивановича который был начальником участка как его житая сначала 8 потом 9 его приемной дочери тоже сохранились и тоже подтверждают ту самую историю которая тоже на книге Морожка видимо обладала вот этим семьяным даром она очень любила фотографировать пела камеру кодек и фотографировала Харбин китайцев виды у нас огромное количество альбомов цветами типа китайцев и так далее и так далее то есть Харбин 20-30-40-х годов 20-го века тоже это может быть материалом для прекрасной выставки но я не могу не показать вот эту карточку приполярная Россия то есть это открытки которые давались издательным Бугровым и вот на этой открытке которые рисуют приполярный элит ну и на этой же открытке он написал письмо своей жене которая в Харбине жила ну и мне снилось что этот художник это Николай Васильевич Пенегин на этой серии открыток таким образом отрибутирован еще один но ведь из-за этой и еще один портрет Николая Васильевича Пенегина тоже не было сделано это была своеобразная детективная история которую описали я и Николай Вернет мне помогал в каких-то важных моментах атрибуции оборот письмо и в конце так шутя Николай Васильевич пишет своей жене не верю что у тебя муж красивый я по всему архангельскому выставляю вот а это как раз сестра Николая Васильевича и его жена с первого ребенком с сыном с Юрием который тоже потом был директором музея Арктики следом за своим отцом Николаем Васильевичем ну и что хотела еще показать это портрет Николая Васильевича выполненный моей бабушкой но он с той фотографией которую я показывала редкой но видите он другой немножко то есть она знает всю историю всю судьбу все что было дальше и это отразилось на этой фотографии то есть кто-то послужил моделью а рисунок сам немножко другое бабушка мечтала всю жизнь моя быть художницей и вот в 72 года она начала рисовать писать маслом у нее выставки и наконец вот тот самый что вишенка к торту Пенегин и Нижний Новгород вот посмотрите пожалуйста на работу это издатель Бреев такой был известный который предложил в 10-х годах 20-го века студентам академии художества который был и Пенегин написать и писать семью эскизов и составляем нашего города Нижнего Новгорода откликнулись многие студенты но он выбрал лучшую работу из всех лучших работ была работа Николая Васильевича Пенегина великий князь Владимирский Георгий Всеволодович встречает братца его святослава замывавшего в Устье Акина в 1220 году Георгий Всеволодович это легендарная для нашего города фигура это основатель города это святое у нас георгиевские чтения постоянно и вот мой твердный дед Николай Васильевич изобразил покровителя нашего города в своей работе для меня это тоже промыслительно вот я живу в этом городе теперь но я думаю что конечно для Нижнего Новгорода именно Пенегина не столь значимо я думаю вот ждал бы я в Архангельске или в Елауде было бы немного по-другому но сейчас история Арктики история Севера настолько поднимается на глубинные волны она настолько значима во всех конкурсах всех фондах отдельной исторической всегда идет история Севера поэтому я думаю что судьба и какие-то что хик судьбе Николая Васильевича книги очень нужны значимы и я буду этому способствовать способствовать тому чтобы эти факты были популяризированы спасибо за внимание и я посмотрю что у нас по времени а по времени у нас 13-19 мы еще один доклад успеваем с вами послушать отражение отражение дубльский героидма россиян художественных созданий 19 века по материалам фонг Государственного литературно-мемориального музея Николая Александровича Добролюбова Лариса Ивановна Матурная старшина сотрудник государства театрурно-мемориального музея Николая Александровича Добролюбова город Нижний Новгород пожалуйста Лариса В год 200-летия Отечественная война 1812 года хочу представить уникальное здание которое хранится в фондах нашего музея она отражает дублесть героизм россиян противостояние с войсками Лаприона война не случайно получила название отечественной она стала ярчайшей страницей в истории в российской истории для увековечения памяти русских войн и их подвигов император Александра I в Зимнем дворце Петербурга решил создать военную галерей 1812 года Хошкин писал у русского царя в чертовых есть палата своей кистью свободная шеропа и ее разрисовал художник Бостроопой все плащида шпаги двица полные воинственные отваги толпой тесный художник поместил сюда начальников народных наших сил как это слава и чудесного похода и вечной армии 12-го года прообразом галереи послужил один из залов Пензорского дворца посвященный памяти битвы в этом году в котором были сосредоточены портреты участников однако ни в одном из дворцов Европы не существовало портретной галереи подобной той что должна быть украсть сиделся русский компания расход посвященный памяти воспрещение пожалуйста так открываем папку которая у нас была в музее 23 В Олении 7-го дворца должны были разместиться более 300 портретов, для исполнения которых был приглашен известный английский живописец Джордж До. В Петербург До приехал весной 1819 года. Знакомство художника с военной историей России привело к осознанию величия культа боевого русского офицера, солдата, генерала. Русские генералы, как ни в одной армии мира, часто шли в атаку в бой в одной цепи с солдатами. Честью было умереть на поле боя. До знал, что прославленные русские полководцы, будучи уже генералами, получали на поле боя тяжелейшее ранение. Кутузов, два в голову, Барклайда, Толя в ногу и руку, Багратион, тяжелое ранение в ногу, Доктор и Раевский с двумя ранениями, оставив на поле боя, продолжали командовать сражением. До заочно полюбил своих героев. В их портретах он хотел отразить черты, доблести, мужества, решимости победить врага. Современники отвечали, что писал он масляными красками, размачистыми, сочными мазками. Писал легко, изящно, виртуозно. Портреты получались живыми, похожими, поразительно похожими на оригинал. До работал как высочайший профессионал. Продолжал сохранить свой стиль, изящную манеру письма. Но вскоре понял, что исполнить такой большой, гигантский труд ему не по силам и попросил помощи. Художники с именем отказались от предложения. И тогда в помощь ему были предложены юные, дровитые художники Гейтман, Том Голики и вскоре Поляков, искусственный крепостной художник, выкупленный на два года в мастерской долл за 700 рублей, островского помещика генерала Корнилова. Впоследствии Коняков получил вольный и стал свободным художником. Однако конвои первых вскоре погибли в мастерскую, но голики и Поляков надолго связали свою судьбу с дуо. Большинство портретов писали снатуры, а для уже погибших или умерших персонажей использовались портреты, написанные ранее. Для тринадцати умерших героев войны 1812 года изображения не нашли. В связи с этим отведенные для них места были затянуты зеленым шоком. Условием размещения портрета военной галереи было участие в боевых действиях против наполеоновских войск 1812-14 года в генеральском чине, либо производцев генерала вскоре после окончания войны за отличие в проявленные боя. Торжественное открытие галереи состоялось уже в царствовании Николая I в годовщину изгнания французов из России 25 декабря 1826 года. Спустя почти 20 лет эти портреты были литографированы и изданы в виде прекрасного альбома. Надо отметить, что в XIX веке и позднее появлялись и другие достойные работы на тему войны 1812 года. Например, в 1887 году вышел светольбор «Иллюстрированная война 1812 года». Он был приурочен к 75-летию победы в Отечественной войне и содержал 12 фотогравюр с картин немецкого художника-паталиста Петера фон Герса. В последние 15-19 века над серией «Иллюстрированная война 1812 года» работал русский художник Верещагин. Серия задумывался с двух частей «Наполеона в России» и «Старый партизан». Тема Отечественной войны 1812 года художник продолжил в альбоме «Акварельных иллюстраций» к романе «Толстого война и мер». В то же время вышел альбом «Свидетеля войны 1812 года» Альберта Адама. Немецкий художник-баталист и литограф Адам участвовал в походе на Россию в составе четвертого корпуса вице-короля Италии Евгения Багарне. На протяжении всей кампании он подробно фиксировал в рисунках или уникальных записях ход событий, в которых, как правило, принимал непосредственное участие. После возвращения во Францию на основе многочисленных зарисовок, которые ему удалось сохранить, несмотря на тяготы отступления, Адам создал серию из 83 листов, исполненных жидким астом на бумаге. Но среди многих иллюстрированных изданий, посвященных Отечественной войне, особо выделяется альбом «Император Александр I» и его сподвижники в 1812, 13, 14, 15 годах военной галереи Зимнего дворца. Это уникальное и не имеющее аналоговое в мире шеститонное издание, которое выходило на протяжении пяти лет петербургской типографии «Карл Края». Издание состояло из 150 литографированных портретов героев войны с Наполеоном. Выходило отдельными выпусками, содержащими по одному портрету и несколько страниц с жизнеписанием героя. Выпуски выходили каждую неделю, в год издавалось 52 выпуска. Каждые 26 выпусков составляли один дом издания. Один комплект такого альбома хранится в музее Николая Александровича Добролюбова. У каждого дома владельческая плотная картонная переплетная крышка, оклеенная мраморной зеленой бумагой. Уголки корешок кожаные темно-зеленые с золотым тиснением. На иллюстрированном фронтисписе на нижнем поле текст литограф «Карл Края». Каждый портрет сопровождается текстом с биографией героя и перечислением всех его регалий. Издание объединило портреты и биографию российских генералов, участвовавших в Отечественной войне и заграничных походах. Кутузов, Бархлайда, Толюка, Надницы, Немиросов, Докторова, Багратиона, Раевского, Ермолова, Платова и многих других героев. Портреты с оригиналов Доли декортированы парижскими художниками. И вот эти Доли отпечатаны в Париже. Главным редактором, а также составителем многих биографий, стал Михайловский Данилевский. Александр Иванович Михайловский Данилевский, участник Отечественной войны, генерал-лейтенант, военный историк, академик Санкт-Петербургской академии наук, автор многих трудов по истории войн Российской империи. Труд Михайловского Данилевского содержит обширный документальный мемориальный материал. Военная галерея Зимнего дворца стала одним из последних трудов историка. Заключительные дома вели свет уже после его смерти. Рассказы и очерки составлены на основе исторических архивных материалов и воспоминаний родственников, сослуживцев, коллег. Например, составленный Висковатовым для издания альбома «Жестное написание Барфлайда Толи» по полноте локации фактически не дана до сих пор, остается лучшей его биографией. Висковатов Александр Васильевич, выдающийся русский военный историк, генерал-майор, вместе с Михайловским Данилевским участвовал в создании военной галереи Зимнего дворца, помогал в написании биографии для альбома военной галереи, возглавив издание после его смерти. Висковатов принадлежат авторство многочисленных биографий Барфлайда Толи, Рахчеева, Заса, Берка и других. Как особую форму его следовательности, можно расценить активное внимание к изостным воспоминаниям очевидцев, записи которых он и фиксировал и сохранял. Например, биография Барфлайда Толи отразились рассказы Александра Леонтьевича Майера. Для экономии времени я не буду рассказывать о тех связях, каким образом произошло знакомство, и почему именно Майер. Просто скажу, что он был, несомненно, хорошо знаком с Майером и использовал в своих исторических поддах колоченные от него сведения. Замечательный портрет Барфлайда Толи, выполненный Джорджем До, вдохновил Пушкина на создание гениального стихотворения «Полководец». «Полководцы под первым в России высоко для него бессмертной заслуги» поднял Барфлайда Толи, найденный Пепестанк с Кутузовым. Здесь зачинатель Барфлайд, а здесь завершитель Кутузов, писал Пушкин стихотворение художника дальше. И вот мы посмотрим несколько портретов. Барфлайда Толи, о котором я говорила, Михаил Леонтьевич Кутузов, выдающийся военный деятель, ученик и соратник Суворова, новатор военного искусства, граф позднее Гнязь Скалинский. С августа 1812 года главнокомандующий русской армии, позднее главнокомандующий русскими войсками. На полотне, как и подобает главнокомандующему, изображен полный рост. Интересна судьба другого портрета, также помещенного в альбоме будущего декортиста Волконского. Волконский. Генерал-майор. Активный деятель движения декабристов Волконский был включен в список для размещения военной галереи. Единственный генерал действительной службы, принявший непосредственное участие в движении декабристов, был осужден по первому разряду, лишен чинового дворянства, приговорен к смертной казни. Но позднее по указу императора смертный договор был заменен на 20 лет каташных работ Сибири. Портрет Волконского исполнен был в 1823 году. По приказанию Николая Первого был исключен из предназначенных помещений в галерея. Пустая рама была затянута шелком. Портрет находился в запасниках Зимнего дворца и пролежал там довольно долго. Был обнаружен только в начале 20 века, когда отношение общества в правящий кругу присмотрело с великобрестом. Портрет Волконского в 1903 году был помещен в галерею вместо пустой рамы. Следующий портрет – генерал от инфантерии князя Петра Ивановича Бугартиона. Он был во время войны шефом гвардии и егерского полка, командовал 2-й западной армии. Беспримерная смелость, полная хладнокровие, непреклонная воля к победе, молниеносное принятие важных решений были его главными отличительными чертами. В Бородинском сражении получил смертельные ранения. Изображен генерал с домом мундире образца 1817 года с Андреевской лентой через плечо. Хотя бы, говорит, он такой мундир носить не мог, поскольку погибший в 1818 году должен был быть изображен в небе образца 1818 года. Следующий портрет – генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского. Раевского, прошу прощения. На надгробной плите его начертаны слова «Он был в Смоленский щит, Париже и Меч России». Следующий портрет – генерал-лейтенанта Алексея Петровича Ермолова. Пушкин после знакомства с Ермоловым писал «Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы вверх, голова тигра на еркулесовом торсе. Когда он задумывается и хмурится, становится прекрасен». Можно сказать, что прекрасны образы всех русских героев, любивших, защищавших и освобождавших Родину. «В последующие годы не единожды это подтвердили. Полная Родина, грозное державное сердце, святая отчизна, любимая», писал Добролюбов. «В 1854 году, в возрасте, 15 лет совсем юным. Патриотизм живет дичья россиян». И память об этом, в общем-то, сохраняется из года в год, из века в век. Через 100 лет было предпринято переиздание этого альбома в 1912 году. «Последние издания» в год 200-летие в 2012 году. я знаю, пока это закончится. А с книгами какие-то в Billie are narratives Я занимаюсь описанием книг, когда мне встретился этот великолепный альбом, конечно, братья на себя внимание, я рассматривала его с технической точки зрения. Была книга «Глинки», писатель истории Глинка, «Жене и зимой кварц». Больше книги и в столице? В столице, да. Потом «Подрама», потом «Подрама», потом «Подрама» это было. И прекрасное издание портретов большого формата открыт. Я думаю, что это было про книги, на 10-м году. Дорогие друзья, мы с вами завершили первую часть. У нас молодежь. Если есть что-то хочет нам сказать, давайте дадим слово молодежи. Если что-то в Куберинского колледже. Или молодежь у нас затрудняется. Давайте посмотрим. В общем, от нашего губернского колледжа. Поблагодарить организаторов. Поблагодарить вас, Елена Алексеевна. Поблагодарить Наталью Михайловну. Правда, все доклады были очень интересны. Было очень интересно по службе. Мы бы хотели бы выгодить, что Дарья Павловна. К сожалению, она сейчас открыта. Я бы хотела, чтобы вы ей передали в конце рассказать. Дарья Павловна. У нее выступление было очень интересным. Я благодаря Наталью Михайловну. Я благодаря Наталью Михайловну. Дарья Павловна. Дарья Павловна. Спасибо вам большое. Спасибо большое, ребята, что вы постоянно интересны наши встречи и мероприятия. Это очень важно для нас. Поскольку эти встречи планомерные, уже становятся программами, я надеюсь, что это все укладывается, и потом обязательно дать это себе знать. Спасибо, Антония. Здравствуйте, друзья. Я хочу удивить, что мы с вами закончили дообъятенную часть нашей работы именно так, как планировалось. То есть мы идем в графике. Значит, что мы делаем сейчас? Студенты могут быть свободны, а участники конференции, докладчики, взрослые участники будут сейчас вместе с нами. Мы проводим. Собираем все эти. Пойдемте внизу. Пойдемте. 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 отделение. Пойдемте. 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 Пойду. Пойдемте. 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 Передушим. История материального выражения История материального выражения История материального выражения История материального выражения Александра Валерьевна Демидова Этот документ нам подарила Елена Осиповна Краснова Исследователь истории рода Демидова И попросила завершить Начатую ей работу Поскольку здоровье не позволяло Проанализировать основательно этот документ Дневник в июне июле далекого 1907 года вела 13-летняя девочка Александра Валерьевна Демидова Ася, как ее звали в семье Жила она тогда в селе Буковка Васильсурского уезда Нижегородской области Из текста мы видим Что Ася растет и воспитывается В большой и дружной семье Отцу Валерию Аркадьевичу Демидову Идет 45-й год Матерь Александра Львовна Около 40 лет Сестра Анна старше Аси на 6 лет Мария младше на 5 лет У них свой дом по соседству На территории усадьбы Которую в 1852 году Заложил его дедушка Аркадий Васильевич Стоят еще два дома В старом живет 7-летняя бабушка Елизавета Федорна Демидова А в новом семья дяди Павла Аркадьевича Демидова И его супруги Парасковья Петровна С детьми из нового дома Ася дружит Особенно с кузенами Петром и Павлом 5-летний Аркадий 7-летний Анатолий Еще на высшение Снимает внимание подростка Она работает с приглашением На день рождения Арочки Идет вместе со старшей сестрой За подарком для нее В магазин купцов Суслинкова Сегодня от горной усадьбы Демидовых Сохранился лишь парк А все жилые дома И хозяйственные постройки Были разрушены В 1920-х годах От них остались Лишь ямы фундаментов Во второй Бековской усадьбе Живет еще одна семья Демидовых Председателя Земской управы Российского уезда Александра Александровича Демидова И его супруги Вера Михайловна Их дом стоит рядом Земской управы И храмами Поэтому Ася после службы Как она пишет Заходит к ним в гости Чтобы попить чаю Пообщаться с тетушкой Со старшими кузинами Это общение тоже Оказывает влияние На воспитание девочки Она учится Вести светскую беседу Помогать старшему Члену семьи В домашних делах Красиво одеться В турнире В Бековку приезжало Более 20 разной степени Родства Асиных Дявишек Тетушек Братьев Сестер К сожалению Не удалось полностью Выяснить Кто есть кто Среди персонажей Дневника Но Очевидно В этом нам помогут Сделать вновь Открытые документы Особенно Много гостей Съехалось в Бековку К 12 июля Венчане Соки Александра Владимировна Демидовой И Николая Николаевича Ахматова Сегодня говорят О клиповом сознании Подростков Современных подростков А вот судя по записям Таковы и были характерны И до начала 20 века Я цитирую дневник Вот Эти странички С утра пасмурно Но тепло Чай пили на террасе Все сидели в платках На головах Так как было все-таки сыро А мы говорили Попередка У меня сделалось расстройство И я сидел на террасе В кресле Не в духе И слабое Ну вот нас позвали Деваться И я оживилась Мы с Адей были В белых платьях Адет с белым Атласным пушаком А я с розовым Причесана я была С рядом Двумя бантами И косой Позавтракали мы На скорой И с Чарльей поехали Так надвигалась туча Цепь приехали До начала службы Сели Вскоре даже сейчас Приехали все Из нового дома Из старого Все тети Катина Дядя Вась С своими Ждали мы долго Но у меня не было скучно Я смотрела на все И вот в поле Пава с образом Видно, что он волнуется Кончик языка высунут И он прошел в алтарь Скоро виниться Своей сестерой А затем Соня Она была в очень хорошеньком платье И во время венчания Фота ее загорелась Но тетя Катя подскочила И оторвала По окончании службы Все поздравляли И направились В дом к тети Вере Там также Пили шампанское Сидели на балконе Потом был обед В управе И тосты без конца Катя облила платье После обеда Пошли опять на балкон Ели конфеты и фрукты Я ел Несмотря на расстройство Вскоре уехала Соня Ее родные плакали И она тоже Поехали они кататься до Симбирска А потом в Новоселках Это сейчас территория Мордовии Устроится пир Как видим Вот этот дневник Вот эти странички дневника Как видим Автор пишет эскизно Выхватывает Эти черепи событий С ее точки Самые яркие Заслужащие внимания И вырисовывается Картина этого праздничного Полного волнения И хлопотами дня В дневнике описано Всего 23 летних дня 1907 года В это время в столице Император подписывает указ О роспуске думы В выборах новых Издает новый избирательный указ Завершается оформление антанта Россия подписывает Общеполитические соглашения С Японией Об глубокой российской провинции Неспешно течет жизнь Городские родственники Приезжают в сельское родовое гнездо Обитатели Буковских усадеб Принимают гостей Зыбинах, Абаринских, Станиславских, Кутозовых Сами Демидовы Выезжают в гости В соседние села деревни У Тарана Богомоля Расположенный неподалеку Моровский крестовоздвиженский монастырь Празднуют дни рождения именина По вечерам устраивают концерты Любительские спектакли Обо всем пишет девочка Слушают граммофон Прогуливаются в лесу Лугах Играют в крокет И бочи Вот здесь фотографии В крокет играют Варят варенье Постят Сещают храм Читают Занимаются рукоделем О всех тонко Вот в мелочах порой Пишет Александра Валерьевна Дневник Это почти 27 страниц текста Первый из них утраченный Есть разного рода ошибки Особенно хромает пунктуация Ни запятых Ни тире Там двоеточие Где попало Точки с запятой Тем более Скорее всего Это результат домашнего обучения И тем не менее При чтении дневника Понимаешь Что 13-летняя девочка Умеет излагать свои мысли Юная дворянка С детства Обученная Рукоделию Языкам Манером Умеет дать оценку Себе и окружающим Без жеманства Собрудая аккуратность И обязательность во всем Воспитание нравственности Стояло на первом месте И велось И из подволь В частных беседах Через чтение книг Журналов Ведь это так важно Что-то понимать Что такое плохо А что такое хорошо Что нужно делать И какую черту Ни при каких обстоятельствах Нельзя переступать У подросткового возраста Время пробуждения чувств И интерес к противоположному полу Одно дело кузены С ними можно пускокотать Рассказывать что-то смешное Сделать замечание Паве За неприличные слова Другое дело Сережа Аболенский Будущий князь Сергей Платонович Аболенский А он старше на 4 года Явно симпатизирует Асе Его слова с просьбой О встрече В следующее воскресенье В церкви А также о том Чтобы она не беспокоилась Если он задержится Рассмешила девочку Но она не показывает этого И в то же время Слова Сергея Ее волнуют Гуляя с мамой В лугах На следующий вечер Она рассказывает Ей случившимся Александра Вогна Говорит дочери Что Сережа зол Однако девочка считает Что он добрый Но очень самолюбив Мечтает о встрече с ним А все любят читать Иллюстрированный журнал Сходы Приложение Для младших братьев и сестер Этого журнала Читает младшая Сестра Маруси Среди книг Выделяет повесть Елизавета Николаевна Кондрашовой Юность Катии И Варе Солнцевых Очень популярные книги В домашних библиотеках И в комнатах Девичьих комнатах Начало 20 века Юный Александр Демидова Подводя итоги Прошедшего дня Иногда Как я самодовольный Обычно самодовольный Особо считает Что у нее нет недостатков А присутствуют только Одни достоинства И положительные качества Подчеркиваю Свою исключительность В нашем случае Девочка хочет сказать О себе Как о самодостаточной Личности Обладающей чувством Собственного достоинства Она довольна собой Довольна всем Что ее окружает Ася скромна Для нее важно Быть сдержанной По отношению к себе Но в то же время Мне очень важно Как к ней Обращаются взрослые Например Такая фраза Николай Петрович Меня зовет на ты Что мне не особенно Приятно Ну да пусть На этот год Можно То есть 13-14 лет Будет Добавить Явно ей хочется Чтобы не видели Барышню А не ребенка У Ася очень хорошо Сформировано Чувство самобладания Так во время Поездки к Кабалянским На соседний хутор Пишет она Лошади Понесли Девочка Зажала От испуга уши Но не подняла виск Не начала истереть Это чувство Пригодится позже После 17-го года Когда мужественно И с достоинством Не падая духом Не позволяя себе Молодушия Придется принимать Удары Судьбы Самодовольство Девочки Заключалось И в умении Вести себя В обществе Она хорошо Усвоила Что Нельзя Показывать людям Своё невнимание К ним Даже если Считаешь их Кустыми Лихкомысленными Неинтересными Также Ася Умеет сдерживать Эмоции Когда с ее точки Зрения Ее недооценивают Так через день После свадьбы Дочери Александр Александрович И Вера Михайловна Вот на уши Прогулка тоже Тоже Демидовы Быковья Немного освободившие Суеты Пригласили родственников На ужин Асю не позвали И она пишет Сейчас Аля с мамой И папой Уехали на тот двор В другую саду На дурбар А я одна Маруся идет спать Я наслаждаюсь Летом И рада Вчера читала И сегодня Гоголя И в восторге Девочка Явно обижена Однако Она этого Не показывает А слегка Иронизирует Потребляет Термин Дурбар То есть Для историков Особенно Востоковедов Это Совет Знати На средние века На востоке В южных странах Которым Или прием Знатных гостей Дневник Александра Валерьевна Является Важным источником Информации О семье Нижегородских Демидов Которые Родственники Любят Друг друга И поддерживают Тесные связи О традициях В традициях Заложенных Предком Автора Праведом Автора Дневника Василием Львовичем Демидовым Которые Сохраняются Как видим И в начале Через 100 лет В начале 20 века Быковка Остается Дуповно Объединяющим Центром Нижегородской Ветхи Рода И еще Одно Предназначение Выполняет Дневник И фотографии Семейного Альбома Демидова Они помогают Сотрудникам Музея Погрузить Посетителей В атмосферу Эпохи Соединяя В единое Целое И нематериальное И материальное Наследие Семьи Сельского Провинциального Дворянства Начала 20 века У меня все Вот две фотографии Но я считаю Вот у нас Задыча Гнете Вот это уникальное Эта фотография Я буквально В октябре Получил В Петербурге Он правнуха Александра Валерьевна А эта фотография Была у нас Александра Валерьевна Здесь она слева Приехала В Выковку Навестить Свою Родину Кстати сказать Последние фразы Ухожу Когда Георгий Витальевич Вот правнук Этой женщины Я ему отправил Вот свою статью Свой доклад Чтобы он почитал Он сказал Большое спасибо Александр Михайлович Потому что Такое ощущение Как будто Это ты 12 лет Прожил с ним Бурган Ого С нашей Асей Асей В Нижнем Новгороде На Марине Марине Спасибо Спасибо Проникаемся Чувствуем Наши герозы Воспринимаем В конце концов Уже как родственника Это реально Именно так Спасибо вам большое За Очень проникновенный Доклад Погружающий Атмосферу Эпохи Я хочу задать Вопрос Нет ли у кого-то Вопросов Докладчику Да пожалуйста Ну если нет А кто ходит Или нет Кто-то из этого Если из этого Недавно умерла Здесь женщина Жила Она у нас Была Встречаюсь В Петербурге Родственники В этом году Каждый год Приглашаем Всех Кстати Сказать В мае месяце В конце мая На фестиваль Который Проходит Выбирь Не реальный Фестиваль Не Ехали Попили Поплясали А вспомнили Помянули Что значит Демидовская серия Называется В этом году 26-27-28 Вот совместно С коллегами Из архива Центрального архива Нижегородской области И надеюсь Подключится ГИАМС Которым Есть коллекция Демидовская Кстати сказать Наших Демидов Вот как раз Что осталось От сестры Борька От Марии Васильевны Которая была Переборщицей На Борьковском Автозаводе Уникальнейший человек Тоже похоронена На Бумариной роще Ну а Павел Аркадьевич Губернатору Нижегородской области 1917 год Комиссар временного правительства Большое спасибо Александр Михайлович Вот это Ваша серия Докладов Демидовых Я буду продолжать Целую книгу Складывают Да Уже наше Сознание Что она будет Честно говоря Она на выходе Первая часть Во всяком случае До 2018 года Я довел Вот это завершает Отлично Но надеюсь Что Вы не будете Прекращать Участвовать В нашей конференции Спасибо Спасибо за Интересное Спасибо Дорогие друзья Следующий наш Доклад Родник Колонакса Я правильно Дорогие ставлю Колонакса Как пример Для вертвенности Сакрального объекта Малышев Алексей Вернинович Руководитель Отдела Докладов Вернинович Вернинович Толичит Крознание Урнинов Батки Пожалуйста Алексей Владимирович Пожалуйста Дорогие коллеги Действительно Я Экнолог И Тема Моего Доклада Экнологический Угол Но Все равно Перекликается Заявленной Темой Конференции Потому что Природные Объекты Наполненные Сакральным Смыслом Тоже Являются Такими Хранителями Национальной Эдетичности И Тоже Своего рода Деяные Озеро Сетлоярник Тоже Не будет Отрицать Что это Наше Все Так вот Среди Таких Сакральных Мест Пространств Которые Почитали Великороссы Важное Место Занимает Водные Объекты И Характерно Что в большинстве Своем Это Разного Рода Источники Родники И Ключи При этом Совершенную Верность Можно утверждать Что Сакрализация Этих Объектов Началась Задолго До Прихода К Нашим Предкам Православия И Унаследования Имя и приходившие сюда восточными славяне смешивались с местными коренными жителями. Вот здесь можно думать, что поклонение этим горным объектам перенималось уже от друзей, и было такое своеобразное эстафетой. И уже это поклонение складывалось с требованиями, принесенного с собой переселенцами православия. Вот один из таких местных объектов находится в юго-западной части нашей Нижегородской области, которая известна тем, кто расположен на больших водоносных пластах, и там имеется огромное количество родников, как следствие выхода этих водоносных пластов на поверхность. И, как правило, большинство этих родников находится вблизи населенных пунктов, или в их черте, они благоустроены и так далее. Но они так или иначе все посвящены православным святым, связаны с православными обрядами, и все это непременно сопровождается разного рода местными легендами о каких-то там чудесных явлениях или исцелениях. Эти легенды не прерывались среди местных жителей, и даже традиции поклонения этим водоносным объектам не прерывались даже в так называемый советский период нашей истории. И в связи с этим практически были изжиты из народной памяти прежние дорусские названия родников. Они сейчас заменены или названием, полученным при освящении источников, то есть в честь того или иного святого, или связаны с именами каких-то местных жителей. Но вот как раз о том роднике, о котором я сейчас рассказываю, он как раз и сохранил, наряду со своим новым православным названием среди местных жителей, сохранил свое древнее название и устойчиво известен своим первым именем, полученным, вероятно, очевидно от финного образа. Родник называется Калнакса. По одной из версий, по одной из этимологий этого названия можно допустить, что в нем скрыта морковская числительная коль в виде калмонза, калмакса. Это три, тройка, троица, вот так это можно перевести. И эта этимология перекликается с объяснением, с легендой, которая связана с родником. Легенда гласит, что рядом, в старину, рядом с этим родником стояли три огромных неохватных вяза. Вот на одном из этих вязов однажды случилось чудесное явление лика орхистратига Бодрия Михаила, после чего из-под вяза забил родник. Впоследствии были построены часовня, оборудована купальня. А вот гидронинг, канун калмакса, 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 таким образом может быть исполкован, как тройка у воды или троица у воды. И как раз вот это и говорит о том, что оно было воспринято от коренных жителей, у которых рядом с родником в древности, вероятно, было языческое кальпичи. Потому что исследователь мордовской языческой религии Мокшин Николай указывал, что мордовские малюни обычно проводились под деревьями. Было несколько видов священных деревьев, среди которых был в том числе и вяз. При этом Хмельников утверждал, что мордовик каждая порода деревьев имела своего духа покровителя. Дело в том, что с этим духом покровителя ему может быть связана легенда о чудесном явлении Велика Архангела Михаила и вера в целительную силу Родниковой воды. Дело в том, что языческих молений в дерево моделировало субъект, воспринимающий языческую жертву. И в данном случае православные колонисты столкнулись с тем, что местные язычники проводили свои моления в этих трех деревьях, приносили им жертву. И это было воспринято как поклонение дереву или бурганского деревья. И, несомненно, сделалось для православных своеобразной персонификацией врага рода человечества. И поэтому последующее явление на стволе одного из вязов лика Ахисератика Михаила могло символизировать победу над этим врагом, над этим языческим духом. Вот предания, которые связаны с родником Калнаксой, передаются теле из поколения в поколение. И в легенде о трех вязах, которые стояли у родника, есть продолжение, которое гласит, что местный бондарь, который бога не боялся и людей не стыдился, решил, надо, срубить эти вязы для изготовления бочек. Но залез на дерево, замахнулся топором и вместо вяза отрубил себе ногу. Якобы после этого события верующие еще больше стали почитать родников. Ну вот в этой легенде бросается в глаза аллогизм, связанный с тем, кто, чтобы срубить дерево, полез на него. Так вот это можно объяснить только через призму в языческих обрядах Майор Мордвы, когда при Мальтоне у них известно, что Джерес при Малене забирался на дерево. Вот очевидно, вот в этой легенде как раз и завуалирован этот переход языческого поклонения к роднику, к его христианской вот этой вот сакрализации, святости, знаком которого была травма, полученная жрецом, когда, как наказание от христианского бога, и таким образом, значит, подтвердилась вот эта вот святость родника в его новом христианском качестве. Есть одна любопытная традиция, которая сохранилась до сих пор в рядом стоящем себе гремячем, которую я сейчас расскажу. В общем, известно, что к нему ежегодно летом совершается вечерний крестный ход. И вот и в этом году тоже он был, состоялся. Он начинается после дольки коров и заканчивается далеко за полночью. И вот эта вот ночная молитва у родника, она считается особенной, объединяющей, и хотя все знаем, что церковные служители едины во мнении, что мирянам, в отличие от монахов, ночью молиться не следует. И вот это вот мы видим как раз исключение из этого правила. При этом очень важно заметить, что вот я сделал оговорку про дольку коров, она не случайна. Бойка деревня, прерогатива женская. И вот в этих ночных крестных ходах в Калнаксе участие принимали, да и теперь принимают, как правило, женщины. Главным образом женщины. И вот считается, что это повелось в современном советской власти, когда наши женщины были единственными хранителями православных традиций и так далее. Но я напомню, что Мельников описывал моление Нижегородской Мордвы, когда он написал моление богине Агни Патяль, совмешаемой возле реки, или источником. В нем участвуют только женщины, и моления эти затягивались до глубокой ночи. Ну, разумеется, я не утвергаю о каком-то наследовании древней традиции, но сам по себе, согласитесь, факт крестного хода, совершаемый в вечернее и ночное время, он в православии является явлением исключительным. Ночные крестные ходы Мельями совершают только в ночь с Великой Субботы на Пасху и на третий день после Успения Пресвятой Богородицы. Вот такой вот интересный факт, интересный, обычный, до сих пор живучий, связан с этим родником. В заключение хочу сказать, что сакральное пространство родника местным посчитается безоговорочно, до сих пор неизвестно ни одного случая, а сквер неизвестно. Источника или связанных с ним построек или каких-то вещей. Признается сильнодействующим в духовном плане, одержимый нечистым духом, там еще за три юрсты чувствуют, как он выходит. Таким образом, на примере приведенных вот этим фактом, я и говорю о преемственности сакрального объекта православным верующим, а древнего автоктомного населения. Будем экскурсии какие-то делать. Скажите, а вот эти древние педроги, вы какую-то карту пытаетесь, да, не один из вас? Ну что вы, педроги в целом потанинкой занимаются уже давно, тем более Нижегородская, она же тут такая, тут несколько пластов, и начинаю еще в Дор-Пену-Горк. Потому что понятно, это путь благородия, третий день устья не могла. Если мы прочитаем, как он празднует. Я вот с точки зрения эпохи, там она как-то интересная. Что-то не круто, что тут все может быть. Это может быть, все равно не будет. Очень хорошо, что вы этим снимаете. Спасибо. Покладыч, любопытный, он был просто оживлением в нашей эпохи, а там же такое хорошее переключение, когда ты понимаешь, что ты взаимосвязываешь, да, он так и переданы необычные образы. Спасибо вам большое. Да, всегда какие доклады устачают, что вы решили о оживлении приветствовать. У нас остался последний доклад о нашей эпохи. Прошу внимания. Первый день, как и все время. Первый день, как и все время. Прошу внимания. Девушки. Доклад нашего иногороднего гостя. Варполомеева Александра Юрьевича, сотрудника научного, любимого и очень чтимого нами в музее усадьбы Николая Дореловича Чернышевского. Мы называем его своим угротимом из Саратова. Доклад «Традиции, обряды, суеверия населения Саратова в период эпидемии полировки в XIX веке из воспоминаний Грибиной». У нас сегодня очень активно идет вот эта вот струя мемуаров и воспоминаний. Добрый день, меня слышно? Слышно? Меня слышно? Да, да. Слышно. Вы с презентацией не понимаете. Да, можно презентацию вывести, да? Хорошо. Сейчас подумаем, либо вывести, либо... Сейчас попробуем сделать. Видно? Сейчас. Да, все в порядке. Мы вас слушаем с интересом. Сейчас включу на полный экран. Все, начинаем. История зарождения и развития людских предрассудков при борьбе с различными болезнями уходит в глубокую древность. Эпидемии окутывали себя мифами, верами и обрядами, потому что человеческое сознание... Полный экран не получилось. На полный экран не вышло. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Или уж мы так оставим. Но у нас пока не видно. Так оставим. Мелко, да? Ну, сколько с ней, конечно. Сейчас попробуем мы со своей стороны. И вот с вашими экранами тоже. О, уже лучше. Так вот, да? Видно все, да? Видно, да? Эпидемии окутывали себя мифами, верами и обрядами, потому что человеческое сознание не могло объяснить с научной точки зрения все происходящее. Наши предки представляли болезни в образе 12 женщин, дочерей царя Ирода. Лихорадка, трясуха, гнетуха, желтуха, бледнуха, ломовая, знабуха, трепуха и другие. Это даже скорее обозначение симптомов, чем название болезней. Холера и чума стали лучшими примерами людского суеверия. В моем докладе речь пойдет об традициях и обрядах, которые были популярны у населения России XIX века. В центре внимания будет проблематика борьбы с эпидемией холеры на примере саратовского Поволжья XIX века. А холера выбрана не случайно. Именно она стала новым для человечества и самым смертоносным заболеванием XIX века. В Саратове она появилась в конце июля 1830 года. Принесенная бурлаками из Астрахани, поветрие стало стремительно распространяться. Эти события нашли отражение в воспоминаниях современников. В частности, Александра Егоровна Пыпиной, матери выдающегося литератур-аведа, этонографа, академика Александра Николаевича Пыпина, который приходился двоюродным братом Николая Гавриловича Чернышевскому. То есть вот это Александра Егоровна Пыпина была тетей Чернышевскому. По ее воспоминаниям, родные покойника не могли даже по-человечески проводить его в последний путь. Умерших становилось так много, что священнослуженителям некогда было исполнять церковные обряды. Поэтому умершего привозили в церковь, где священник кратко совершал панихиду, после чего гроб ставили на телегу и везли на кладбище. «Пыжных покорон совершаемо не было, несмотря ни на какое богатое и знатное лицо. Видать было, не видать было ни катафалок, ни церковных носилок. Все возили на телегах», – вспоминала Александра Егоровна. Многие саратовцы стали брать из храмов иконы и дома служить молебны. Некоторые завешивали окна коврами, старались никуда не выходить. Это объяснялось тем, что в XIX веке у людей еще были сильные убеждения в том, что в окружающей среде обитают так называемые заразительные начала – миазмы. Так большинство врачей того времени полагали, что через воздух передаются вот эти миазматические болезни – холера, малярия, брюшной тиф и тому подобное. Источником заражения был воздух, который содержался в земле, воде, особенно болотный. И еще один интересный факт. Слободушные и трусливые люди в то время тоже относились к группе риска. Слайды не это, не меняются? Не меняются. Вам нужно выйти из демонстрации, презентации слайдов. То есть составить демонстрацию экрана и просто выйти в презентацию как приложение. Я менял их, а они не менялись. Жалко, жалко. Сейчас тогда просто экран вот так вот. Попробуйте еще раз послать шоу не запускать. Вот, вот так. Все пошло. У нас седьмой сейчас номер встали. Вернитесь назад немножко, пожалуйста. Просто у меня на компьютере по-другому отображается сейчас. Но ничего страшного. Все все понимают. Не жалко, как оно существует. Вот, да? Вот так вот у вас на весь экран. Я вижу через камеру, да? Семей! Вернитесь назад, мы ничего не делаем. У вас седьмой. Вот так вот видно? Видно! Видно! Семей! Семей! Можно с этим посмотреть? Это вообще! Еще один интересный факт. Словодушные и трусливые люди в то время тоже относились к группе риска. Так, например, врач мог диагностировать холеру пациента и сказать, что он заразился от испуга или потрясения. Почти все торговцы закрыли свои лавки. Торговля разными припасами из соседних населенных пунктов была запрещена. Люди ходили по улицам, завязанными по самые глаза лицом, натертой дегтем и нефтью. В глубоком унынии даже не было слез по самым близким умершим, ибо чувства притупились, вспоминают современники. Многие саратовцы просто не выходили из дому. Тем, у кого было свое хозяйство, самоизоляция давалась намного легче. В качестве примера можно привести семьи Пыпиных и Чернышевских. В их усадебном хозяйстве держали лошадей и коров, разводили павлинов и кур. В дни вынужденной самоизоляции они прямо в комнате варили куриный суп, пили чай из собранных в усадебном саду трав и ягод. Кроме того, в связи с тем, что большинство пекарень в городе было закрыто, то хлеб в большой семье Пыпиных и Чернышевских пекли также дома. Припасы пополняли через знакомого архиерея. Так мы и жили совершенно в карантине, отмечала мемористка. Все медицинские наставления по лечению профилактики холеры были получены из Астрахани Петербурга. В них предписывалось, например, пускать больному кровь, окуривать предметы хлебным уксусом, пить вино, настойное на красном перце, а при появлении судорог натирать этим же настоем все тело. Популярными рекастренными средствами также были дегтярная вода, мята, ромашка, базина, хлорная вода и тому подобное. К медицинским работникам большинство населения относилось настороженно. Часто были холерные бунты. Существовали даже поговорки. Аптека века убавляет, аптека и лечит, так и калечит. Не будет жива та душа, которая по лякарям пошла. Кто лечит, тот и увечит. Лечит, да в могилу мечет. Не лечится худо, а лечится еще хуже. Ну и, конечно, народное творчество не могло обойти холеру. Кто не боится холеры, того она боится. Такое убеждение ходило в народе. Популярные на то время были лечебники, травники, зелейники. Настоящие памятники русской народной медицины. Они представляли собой рукописные сборники, в которых подробно описывались существующие болезни. Строение тела человека, а также приводили советы по правильному питанию и даже массажу. Конечно, для решения большинства проблем эти труды советовали провести какой-нибудь ритуал, заговор или вещие приметы. Когда бушевала какая-нибудь эпидемия, говорили, что ее принес дурной ветер. К болезни относились как к чему-то одухотворенному. Холеру представляли по-разному. Некоторые утверждали, что она похожа на старуху с искаженным от страдания лицом. На ногах у нее были красные сапоги. По ночам она ходит по воде, беспрестанно вздыхает. Затем заходит в селение, там бегает с возрастом. Була беда, буда лиха. В том доме, где она остановится переночевать, не останется в живых ни одного человека. Другой представляли ее на древнегреческий манер, в виде трех сестер, которые были одеты в белоснежные саванны. Но в большинстве славянских народных преданий эту страшную болезнь называли птицей-юстрицей и представляли в виде большой птицы со змеиными головами и хвостом. По ночам она летала населениями, и где коснется воды своим железным крылом, вскоре там начнется мор. Про нее слагали загадки. Вот одна из них. На море, на океане, на острове, на буяне сидит птица-юстрица, она хвалится-выхваливается, что все видала. Много кого едала, и царя в Москве, и короля в Литве, и старца в Келле, и дитя в Колебеле. Методы борьбы с болезнями были универсальными. В крестьянских семьях, например, укладывали человека животом на горячую печку. Крайне эффективным считалось растирание тела салом, соком, редьки и дегтем. Ну, если уж это не помогало, то шли к знахарям. Тогда люди не связывали возникновение болезни с действительными причинами. Например, в избах царила полная антисанитария. Многие крестьяне не имели возможности качественно питаться. Очень высока была детская смертность. Со всем младенцем могли дать хлеб, чтобы он быстрее рос. Так сказать, захлебить ребенка. Когда он чуть подрастал, его начинали кормить сырыми овощами, поить квасом, чего, конечно, делать нельзя. Помимо всего, ситуацию усугубляли тяжелые условия труда и проживания. Это были еще довольно безобидные методы лечения. К сожалению, почти два века назад медицина была обессилена против не только холеры, но и многих других болезней. Большинство лекарей того времени черпали свои знания из старых медицинских пособий. Одна из самых популярных, по которой учились в первой русской школе лекарей, была книга глаголемы «Прохладный ветроград», избранная от многих мудрецов о различных врачеваниях ко здравию человеческому предстоящих. Это рукописный памятник по медицине. Является первым переводом старинного немецкого учебника 17 века «Хортус Амонус». Как раз там в деталях я описываю, какую жилу отварить, при каких недугах. Кроме того, врач еще должен учитывать был лунный календарь. Конечно, кровопускание было последним аргументом врача при борьбе с болезнями. Но что насчет профилактики? Если бы вы спросили современника Достоевского, Толстого, Чернышевского, какова общественно-профилактическая мера лучше всего, то вам, не раздумывая, ответили о пахивании. О пахивании ритуальное, оно же пахотообережное. Один из древнейших сакральных эндоверопейских ритуалов. Он не только защищал от уже бушившего где-то неподалеку мору, но и мог выгнать болезнь, если та уже пришла. Обряд напоминал сцену из какого-то фильма ужасов. В полночь за селом собирались девушки, в целомудре которых не сомневались, не рожавшие вдовы, старые девы. И число их должно быть обязательно быть кратным трем – 6, 9, 12. Одну из них запрягали в саху или плуг. Раздеты до нога с распущенными волосами, они двигались вокруг селения, очерчивая пространство бороздой. Инистого крича, стучали, громко пели ритуальные песни, а также высказывали угрозы и проклятия в адрес напасти. Все это, по предположениям людей того времени, должно было выгнать мор из селения. Если же эпидемия еще не пришла, то обряд проходил с точностью наоборот, в полной тишине. Все жители села должны были закрывать двери и окна, сидеть дома, выходить было опасно. Если кто-то встречался на пути процессии вот этой, его принимали за персонифицированную смерть. И бедолагу забивали камнями, разрывали на части и закапывали живьем, будь то человек или животное. Когда борозда замыкала круг, сахой пропахивали в этом месте крест. Бабы шли с обрядовыми песнями вдоль домов, и жители их угощали, давали деньги. В это время мужская сторона деревни добывала так называемый чистый огонь, полученный с помощью трения. Затем его разносили жителям по домам. Этот ритуал неспроста похож на ведьминский шабаш. Эпидемия, ситуация кризисная, и крестьяне верили, что с помощью таких ритуалов они пересоздают мир. Но для этого и нужно было сначала все ввергнуть в хаос. Борозда символизировала восстановление границ, а огонь – рождение нового мира. Еще один способ избавиться от болезни можно кратко назвать «успеть за 24 часа». Он заключался в изготовлении обыденных вещей, то есть созданных за сутки. Это могли быть не только предметы утвари, еда и напитки, но и даже постройки, например, церковь. Одна из самых известных обыденных храмов является Вологодский Спасо-Всеградский собор, возведенный в 1654 году во время эпидемии чумы. Об одном таком случае рассказывал художник Василий Верещагин в своих воспоминаниях. Такую церковь он заметил, когда путешествовал в Архангельскую и Вологодскую губернию. А самым распространенным из обыденных был обряд изготовления обыденного полотна. В назначенный день собирались все девушки села в одну избу. Они дружно, в глубоком молчании ткут полотно. Когда оно готово, все жители выходят за деревню и обходят вокруг него. Потом на том месте раскладывают небольшой огонь из лучинок. Жители деревни проходят через огонь под полотном и проносят детей и больных. Когда выполнят эту церемонию, полотно сжигают на том же огне. Все это должно быть проделано в течение одного дня с восхода до захода солнца. Обыденным вещам люди придавали сакральный смысл. Их сотворение подобно сотворению мира, которое также создавался поэтапно, по дням. Такой ритуал объединял людей в сложное время, ведь в нем принимали участие практически все. К тому же он помогал не выбиться из обычного уклада жизни. Такие сплоченные действия помогали людям преодолевать ужасные тяготы тех времен и не пасть духом. В них жители чувствовались всем миром, мобилизовывались все свои силы и помогали добиться того, что болезнь наступала. Память о традициях наших предков – это часть уходящей и ускользающей от нас Руси, которую до конца не поняли даже мы сами. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Александр. У меня есть вопросы. Какие я добавляю члены? Я не знаю, что друг с другом по тематике. Я стараюсь себя так. Хороший плач. Прошу вас при сообщении, чтобы были какие-то параллельные мостики. Вопросы есть на плачку? Довольте смотреть на начало презентации. Вот нам не показали прогонять. Быстро, пожалуйста. Слабее, но быстро. Хорошо. Вот так. Сейчас. Посмотрим. Это у вас, конечно, назначало. Да, да. Бегом. Если заменка, то тогда давайте на этом поставим точку. Вот, пожалуйста. А что она маленькая? Да, вот это вот как раз-таки представляли, как наши предки в образе 12 женщин, дочерей царя Ирода. Вот. Гнетуха, гнетуха. Вот эту вот табличку я показывал, когда говорил про то, что холера – это самая смертоносная эпидемия 19 века. Она, да, холерный эмбрион, он был и до того даже… Вот, пожалуйста, не повторяйте этот ротик, покажите мне с вами. Вы не знаете, пожалуйста. Следующий. Ага. Вот это семья Пыпиных, вот как раз Николай Дмитриевич и вот это Александра Егоровна Пыпина со своими сыновьями, Михаил и Петр. Вот это вот процессия погребальная на телегах вот так вот проходила. Это вот представляли так холеру древние люди. То есть она как бы из воздуха появлялась, и люди забирают. А это вот картина Павла Андреевича Федотова «Все холеры виноваты». То есть вот мужчина выпил и упал, и поэтому тоже приписывали как бы… У них симптомы были такие, что синее лицо вот такое. Вот такой холерный барак был в 19 веке в Саратове. Ну и вообще по России, когда забывали, вот людей сгоняли в такие бараки, когда только подозревали, что холеры больны. А вот это как раз рисунок Веры Александровны Пыпиной. Вот она как раз усадьба Чернышевских. То есть вот в этом доме они спасались, самоизоляцию, так сказать, проводили. У них были вот куры, павлины, поэтому им было, так сказать, легче, чем других. А это вот процедура коррупускания. Была популярна, что древний обряд такой вот. И там надо было знать, какую жилу, при какой болезни натворять. Вот. Это все было в учебниках. Это вот «Холерный бунт», «Травник» – это книга. У нас начинается работа следующей секции. Распишите, уж я прочитаю название, чтобы вызвали, куда и что я перебежу. В этом карту не прекратился, а в «Холере Петровской» и в «Холере Наслежбе», руководитель Андрея Ивановича. «Холера Наслежбе» у нас еще раз, в «Холере Петровской» ничего страшного, уже тебя там высела. У нас еще раз, в «Холере Петровской» разобрали, пришел классико. У них все, там все подсунули, в «Холере Петровской» Добрый день, с кем мы сегодня еще не виделись. Дело в том, что Галина Лисовна предложила на эту конференцию сделать отдельную Петровскую секцию. Оно и понятно. Все-таки о юбилейном годе, 350-летие Петра Великого, мы знаем, что великое количество выставок по всей России делается. Я уж не говорю, тут даже если посчитаешь в одном Санкт-Петербурге или Москве, сколько их было и еще будет, хотя остался всего месяц, интереснейшие, некоторые не очень и так далее, начинался вообще практически год с великолепного, великолепно поведенного, кстати, Конгресса, участницей которого я тоже была, в Архангельске, Северный Малый Конгресс, с длинно интересных докладов и продолжается прекрасным образом в Нижнем Новгороде. Вот мы решили провести отдельно Петровскую секцию. Итак, первый доклад, он тоже у нас будет проходить онлайн, насколько я поняла, потому что авторы его находятся сейчас в Италии. «Греция и Балканы. В ожидании царя освободителя. Образ Петра I. Биографической книги. Венецианца Антонова Катифора». Талалай Михаил Григорьевич. У нас там как со связью? Хорошо все, да? Сейчас попробуем, да. Я всех приветствую. Отслышимость. Добрый день. Отслышим. Видим, все хорошо. У вас презентация или нет? Прекрасно. Тогда я начинаю свой доклад, свое сообщение. Еще раз всем бонджорно. Приветствую всех из Италии. Ну и в первую очередь, конечно, должен выразить свою благодарность, опять-таки, преимущественно Галине Алексеевне Дмитриевской, ну и всем организаторам сегодняшней конференции за возможность поделиться своими разысканиями и своими мыслями об этом интереснейшем тексте, посвященном Петру I. Итак, Петровский год, он завершается сейчас, и я очень рад, что предоставилась возможность еще раз напомнить о моем герое. Дело в том, что последние, наверное, пару лет книга Антонио Катифора на итальянском лежала на моем столе, пока, наконец, не вышел мой русский перевод с комментариями известного историка Петровской эпохи. И моим имя Дмитрий Гузевич был привлечен. И, по сути дела, получилось даже две книги. Одна книга – это самого Катифора «Жизнь Петра Великого». Она вышла в Венеции в 1736 году. Ну и вторая книга, я условно, конечно, говорю, но по размеру нашей текста не меньше Катифоровских. Это наши комментарии, наш научный аппарат. Всего мы с Дмитрием Юрьевичем написали 1500 комментариев. То есть, можете представить, какая это была работа. Но иначе нельзя было. Нельзя было давать этот текст 18 века современному читателю. Мы же вписали, скажем так, эту интереснейшую книгу, вписали ее в современный исторический контекст. Но почему Катифора? Откуда он вообще взялся? Кто такой? Я сам исследователь русско-итальянских связей и подружился с Галиной Алексеевной благодаря нашему русско-итальянскому проекту, связанному с Николаем Александровичем Добролюбовым. Но область моих интересов, она охватывает и 18 век, и один из первых моих персонажей был другой венецианец, Франческо Альгаротти. Но все пошло от Пушкина. Не зря мы говорим, что Пушкин – это все. И когда я стал заниматься этой тематикой, я обратил внимание на то, что в нашей культуре на тот момент совершенно не был известен автор знаменитого афоризма, который внедрил Пушкин в Петербург, окно в Европу. Пушкин был человеком, конечно, необыкновенным, и несмотря на то, что он был творческим и богемным, он очень щепетильно относился к источникам. И в своей поэме «Медный всадник», примечание номер один, он поставил следующее окно в Европу, примечание номер один, что Альгаротти где-то сказал. И процентировал Альгаротти на французском языке. Я заинтересовался Альгаротти в первую очередь. Это оказался необыкновенной, тоже интересной личностью, путешественник, просветитель, автор прекрасного текста «Путешествия в Россию» в 1739 году. И перевел эту книгу давно уже, еще в прошлом веке. И когда я изучал, собственно, самопутешествие Альгаротти, выяснил, что он тщательно готовился к поездке в Петербург. И на его тоже письменном столе лежала книга Антония Катифора. В то время я отложил это в какие-то запасники памяти, но накануне Петровского года эта книга выплыла. Я представил о ней тоже доклад в Петербурге пару лет тому назад. И потом увлекся и стал ее переводить, не думая, что это окажется такой действительно сложный и тяжелый труд. Но, слава богу, он завершился. Перевод этот вышел. И сейчас я вкратце все-таки немножко расскажу о самом Катифора. Потому что он герой моего сегодняшнего сообщения. Это венецианец непростой. Он этнический грек. Он родился на территории тогда огромной Венецианской республики, на острове Закинф. Повторю, что он грек, но вырос в итальянской среде. Учился в Риме в духовном колледже. Его распределили, если употреблять нашу терминологию, в Венецию. И он молодым человеком оказался в Венеции, принял постриг, стал священником. Стал одним из священников знаменитой греческой православной церкви, собора Святого Георгия. Много переводил, полиглот, интересовался историей. Еще будучи молодым человеком, он попал в поле зрения петровских эмиссаров. Петр в ту эпоху очень активно набирал выдающихся европейцев. И в Венеции это его интересовали, в первую очередь, конечно, корабелы. Венеция для него это королева Адриатики, царица Адриатики. И поэтому мастера. Но его интересовали и интеллектуалы. И наш Катифора получил приглашение от самого Меньшикова. Поплыл в Петербург, чтобы налаживать культурную жизнь новой России. Но не доплыл. Его корабль потерпел кораблекрушение. Он спасся. Осел в Голландии на пару лет. Выучил голландский заодно. И вот обескураженно он вернулся в Венецию. И продолжил свою професситительскую литераторскую деятельность. И в итоге, в середине 30-х годов, он сел за написание жизни Петра Великого. Надо сказать, что это была одна из первых биографий вообще в европейской истории. Иногда мне даже попадается утверждение, что это самое первое. Ну, я стал подсчитывать. И это оказалось четвертое по счету биография. Русские тогда еще таких сложных предприятий не предпринимали. А в Европе до Катифоры вышло три разного плана биографий. Одну из них удивительно написал Даниэль Дефо. Нами любимый автор Робидзона Круза. Он увлекся тоже жизнью Петра Великого и выписывал свою биографию Петра Первого. И Катифора таким образом несколько лет занимался. Конечно, не на архивных документах. Но он сидел в Венеции. Под его боком, можно сказать, была одна из лучших библиотек в Европе. Это вся европейская литература. Это вся периодика. Он научился работать с периодикой, потому что выпускал совершенно уникальный альманах на итальянском языке. Назывался альманах года. То есть проходил год, и Катифора описывал, что проходило в этом году в Европе, в разных странах. Всегда уделяя большое внимание России. Но почему сегодняшний свой доклад я заглавил таким образом? Дело в том, что не забудем все-таки, что Катифора был этническим греком. Его родная Греция тогда находилась под пятой турок, под пятой Османской империи. И поэтому Катифора, как и другие греки, как и другие балканские народы, он верил, что освобождение Балкан, Греции от турецкого ига придет из Российской империи. Которая тогда на глазах у самого Катифора, на глазах у европейцев вошла таким вот необыкновенным образом победительницей Швеции в европейский концерт. Вошла как империя уже, не как Московское царство. А с 1721 года, опять-таки, на глазах у Катифоры возникла равновеликая держава, равновеликая Турция, Российская империя. И весь свой труд, а это действительно очень хорошо проработанная биография, о которой я не буду распространяться, он вот таким особым образом спроектировал. То есть это и, конечно, биография Петра, это и история России очень подробная, и очень качественная, и очень литературно изложенная. Но с особым таким вот прицелом настроить читателя на то, что эта держава своим историческим развитием, своей поступью могучей, она ей суждено стать освободительницей порабощенных православных народов. Катифора был и православным человеком. Он даже приводит такое очень любопытное сказание, что в греческой среде бытует легенда, что Константинополь, столица империи греков, так он называет Византию, будет освобождена русым народом, пишет Катифора. Попола бьонда. Бьонда, ну это белокурый, я перевел как русый. И, естественно, в данном контексте он читателя отсылает к самой России. То есть он чает даже освобождение самого Константинополя. И уже перехожу более, скажем так, к заключительной части своего сообщения. Потому что о Катифоре после двухлетних занятий я могу рассказывать, как вы понимаете, очень долго. Вот это настроение нашего автора, оно передалось и в другие страны. Потому что эта книга имела исключительный успех в 18 веке. Ее сразу переводят на греческий язык уже в следующем году после выхода в Венеции. Затем ее переводят на сербо-хорватский, на венгерский. Ее переводят трижды на валашский, ну скажем, румынский по современному языку. Потому что было три разных государственных образования. И все они хотели читать Катифору. Биографии Петра не было. И тем более таких биографий прекрасно написан. А Катифора, я не успел сказать, он постоянно пересыпает свой текст латинскими авторами, древнегреческими его, так сказать, скажем, соотечественниками, сородичами. То есть это великолепное чтение. И книга пользуется заслуженным успехом на Балканах и в самой греческой среде. Интересно, что в Европе ее не переводят. Ну, она, правда, на итальянском языке, поэтому многие тогда знали итальянский. Кроме итальянцев ее, наверное, читали в других местах. Но ни на английский, ни на французский эта книга не была переведена. Потому что уже тогда чувствовалось все-таки некоторое отторжение. И некоторое опасение развития вот этой новой российской державы, в смысле в составе Европы уже и европейского континента. Раньше это была отдаленная, периферийная совсем страна и в культурном, и в политическом смысле. Ну и, пожалуй, совсем уж последнее. Почему я взялся за перевод и был ли раньше переведен Катифора? Естественный вопрос у моих слушателей. Да, конечно, на Руси, в России сразу узнали о такой выдающейся книге. Практически сразу ее перевел мой предшественник, тоже петербуржец, Степан Писарев. Такая у него писательская фамилия, Писарев. Но с ним произошла незадача. По каким-то, ну и невыясненным причинам, его труд не был вовремя опубликован. Он ждал 30 лет опубликации своего труда. Книга вышла, но уже в другую эпоху. И переводчик пишет, что какие-то недоброходы препятствовали изданию моего труда. Я не знаю, что это за недоброходы. Догадываюсь, что может люди, которых Катифоры как-то или плохо упомянул, или вообще забыл. И поэтому какие-то палки в колеса вставляли моему предшественнику. В итоге он даже, бедный, за свой счет издал эту книгу. Я разыскал его могилу, сохранил, и слава богу, в Александре Невской лавре. И он много переводил книг. И меня тронула эпитафия на его могиле. Думаю, что он сам ее придумал. Написано так, Стефан Писарев, переводчик полезных книг. Так вот он определил свою профессию, свою жизнь. И, конечно, книга Катифора была тоже включена в эту обойму полезных книг. Ну и последнее. Почему все-таки понадобился новый перевод? Писарев переводил почему-то не с оригинала. Переводил с греческого перевода. Он допустил ряд, скажем так, купюр, когда Катифора особенно свободно писал о каких-то щекотливых моментах. Например, о бегстве царевича Алексея Петровича и его суде над ним, и его гибели в Петропавловской крепости. Вообще слишком свободно писал о доме Романовых. Какие-то другие места тоже Писарев выпустил. Ну, конечно, не говоря, что этот язык Писарева очень архаичный. Это 1740 год. И Катифора к тому моменту в то время был, конечно, важен. Но в 20 веке, конечно, это читать уже было невозможно. А прочитать его надо было, потому что вещь, надеюсь, вы догадались, важная. Даже когда существовала только рукопись Писарева, а сама публикация еще не вышла из подпечатных станков, русские люди переписывали Катифору от руки. Представьте, какая была жажда узнать полноценную биографию Петра Первого. В наших российских библиотеках выявлено, наверное, около сотни. Это большой, огромный труд переписать толстенную книгу. Люди дописывали кое-что от себя, комментировали, какие-то вещи вставляли. Так что, несмотря на то, что книга вышла много позже, печатная, она все-таки произвела впечатление на русскую читающую публику. И завершу, так сказать, чтобы поставить такую рамку пушкинскую. И сам Пушкин тоже очень внимательно проработал Катифору, когда он сам тоже готовил незаконченную, ненаписанную им биографию Петра. В записках его обнаружено 4 или 5 раз, что Катифора сказал то-то, Катифора процитировал так-то и рассказал там-то. Спасибо большое за внимание. Я заканчиваю. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Если вы будете, я хочу задать вопрос. А вот скажите, какова общая параллельность этой биографии? Я очень плохо вас слышу. Почти практически я ничего не понял. Но все равно я понимаю, что Крышевый параллель, в будущем, в связи с тем, какова, 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 неистическое параллельно, имеет отношение к таковому. Поэтому мне интересно, вот какова вообще тональность? Отношение к Петру, биографа. Ну, Катифора, естественно. Тональность по отношению к Петру я опять-таки чую. Что, непонятно? Позвольте себе повторить, тональность общая у автора Катифора по отношению к Петру первому. Оценки. Оценки, да. И он старается быть... Плохо было слышно. Я буквально просто уже догадывался, что это тональность Катифора. Катифора, в отличие от французских, английских и немецких предшественник, с большим уважением относился к Петру, с восхищением. Даже, по моим понятиям, историк иногда перебашивал, даже слишком. И какие тут теневые моменты биографии Петра, которых мы знаем, он их затушевывал и вообще их не касался. Поэтому это очень и очень позитивный рассказ. Даже в том месте, в котором мы с очень большими оговорками относимся, который мной упомянут, это суд над царевичем Алексеем. наш автор исключительно на стороне монарха, что так надо было, что исторический процесс шел в этом направлении и, увы, другого выхода не было. Но надеюсь, что вы поняли, что здесь у самого Катифора тоже был собственный интерес. И он, как грек, конечно, ждал. От Петра он этого не дождался, но он от его затем уже последователей и преемников ждал, что Россия и ее монархи, они освободят Грецию. И так и произошло, как мы знаем. Что произошло? Позже. Я не знаю, если я правильно уловил ваш вопрос, но мне действительно очень плохо слышно. И я, возможно, уже по электронной почте уже отвечу, если будут какие-то другие важные вопросы. Мне не хотелось бы не отвечать. Все правильно. Спасибо, Михаил Викторович. А у кого-нибудь, может быть, еще есть вопросы к докладчику? Слушайте, уже вам не пишем, опять же, уже сказали правильное решение. Еще раз спасибо огромное. Было чрезвычайно интересно. Пожалуйста. Так случилось, что второй доклад мой. Ну, такой легкий, скажем, будет доклад, немножечко вас повесеним, скажем. Да, конечно. Ну, просто я там, как бы она будет сама по себе, я сама по себе. Я подошла одной мере вот это вот все с презентацией, видеопрезентации, а работать как-то, да, вот еще пока не научились. Мне говорили, что некоторая вот картинка, и ее комментируют. Но это не получается так даже левые рассказы, а это не могло, к сожалению, а может быть, к счастью. Я забыла название своего собственного доклада. Интерпретация образа, петрофирована современными русскими художниками. Итак, я понимаю, что после моего доклада будет два доклада, интереснейший, на мой взгляд, потому что я уже так немножечко знаю и не комментируюсь по поводу юбилейных выставок, по поводу какой-то одной конкретной выставки, по поводу вообще целого иного выставок, по концепции этих выставок, обычно, то есть, и так далее. Мы думаем, что про мою выставку, о которой я хочу обязательно вспомнить, никто не вспомнит. Я хочу вспомнить в 2019 году, в котором возникли Петр Крекционер и художник. Была совершенно замечательная выставка, но я просто помню такой некий шелест среди народов, а что как художник? Петр? Ну, хорошо, ну, коммикционер, да, там, скамера, там, первые музеи, там, в галереи, а как художник. Что же? Я много слышала, но поскольку, вы понимаете, я все директоры музея Алексея Николаевича Толстого, а Алексей Николаевич Толстой более 20 лет работал над романом, историческим романом «Петерный», который, на наш взгляд, опять-таки говорю, я девчонка читаю уже заводиться, очень ему удался со всех, так сказать, сторон, он, к сожалению, не был завершен, но так уж случилось. Видимо, Толстому нечего было делать со стариком Петром. Говорим, что я с ним со старым буду делать? С ним, да, он сейчас совсем не делается. Он не любил писать о старости и вообще не любил писать о смерти, так далее, так далее. Он любил все живое, скажем так. и вот все деяния Петра должны были происходить тогда, как дорогу могут, и так далее. И так, вот художник, и я просто понеслась на эту выставку, честно говоря, чтобы вы увидите, что же там, потому что существует такая легенда, господин, вы не подтвердите или нет, но легенда такая есть. Стало быть, что была такая высшая награда у Петра Алексеевича, который Орден Андрея Первого Знания, вы подумаете, так, хотя она тогда считалась высшей награда России, и уже, собственно говоря, очень удобно, но если Тютер свой ответ из своих сподвижников и отличавшихся от из сподвижников с с с с с с Тетюр Толстого и Милограф Тетюр это был Тетюр Толстой, в который пошли Алексей Константинович Толстой, Николаич Толстой, Алексей Николаевич Толстой и прочие начальники Толстой и Стерман и любимый Толстой американец в интервисте и Тетюр и Тетюр И был датюр Милограф Ещё и эта колония, а самая высокая награда от Петра, он ещё подарил ему портрет. Существует эта книга, она ходит по причине стенки. В музее Иоанна Николаевича Толстого, он даже утверждает, что у них где-то это есть, но он понятен в высоком городе, что Пётр Андреевич считал самую высокую награду, это был другой астер-портрет Петра Андреевича, на которой Пётр написал «Даю тебе свою роль, собственноручно исполнил Петр». Мы знаем, что Пётр это было только для особо отличившихся во славу Отечества. Ну и у Пётр Андреевича действительно был замечательный декларат и так далее. Я думала, что он рисовал, как будто бы, а где увидеть эти рисунки, тем более, что вот эти причистенцы и льва, которые Николаевича Толстого, зажимают, не дают, хотя говорят, что их есть. И тогда я пошла, и я увидела наконец-то один графический рисунок, но такое очень, ну, немножечко смешно, там, кстати, он будет повторять. Можно, чтобы там шло, да. Вот, кстати, он рисует Пётр. Это написала Алла Высоцкая перед моим ответством. А сейчас правильно, когда выслушивала все мои книги, которые рассказывали о Телефонах, о чем я собираюсь рассказывать и что, так сказать, дорого и интересно, про то, как меня пишут совершенно современные художники Ламаса Банкушева, которые писали и Петра, и, скажем, Петровскую пульту, в ближайшей главной гигантомании, как говорил Лозенов, там огромные картины, все чрезвычайно декоративные, все порсунистые, а что было понятно, плоскостные. То есть такие вот декорации огромные. И все, она считала, все, что Голики – это известнейший художник, работавший в 19-м виде, писавший много картин, особенно с Братальными сценариями, с Петром Первым, незнаменитая картина, которую шведы очень любят, когда при Петре, это я в обратном смысле этого слова, когда у Голики, оно не очень известно. Шведский король король сдается знаменемо, мирость победителю, то есть Петре, и он сидит на коле такой, вот штук семь. И даже грунт, так сказать, колы животисты и так далее, вот это современные художники, хотя это академики там. Потом, по-моему, Илья Зорькин, которого сейчас позиционируют по всему интернету, весь в Красном, и Петр в Красном, все остальные в Красном, все его сподвижники в Красном, очень яркая картина. Очень плоскостная, большая и ничего не дающая. Кстати, посмотрите, Илья Зорькин. Я просто уже видеть это не могу. Но я, для этого очень, все эти картины, я смотрелся рядом с каждой из этих картин, и она как-то не понравилась, потому что она не показалась, особенно тем, кто имеет дело с Петром, своей историей, с этим романом Петра I, что очень много современных художников, у которых альтер-эго именно Петр. Они себя таковыми ощущают. Они понимают, что они любят путешествия, они любят вот всю эту потеху. То есть они любят много всего того, что любил Петр Алексеевич. И не забавляя, они любят, которые становятся в технейших злодеевках, как Николай Четолстой, и как первый российский император, работавший и чаявший на все Али России во всем мире и так далее. Тут, так сказать, у них есть своя точка зрения. Они очень часто чувствуют себя именно Петром. Не любят, да. Нет. Симпатичный характер. Поэтому я собрала тут картины современных художников, которые, на наш взгляд, не только на мой, у меня такой был вопрос. Симпатичный характер вот сегодняшнюю воспринимацию и образа Петра и его взгляну. Можно дальше крутить? Вот это. Значит, мы видим, что любимым взамен, я, наверное, сейчас выясню, что выяснили, 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 выяснили. Выяснили, 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 что Никита Золотов показывал большие вот этих протечных картинок, которые привозили из Европы. Но уже существовали и такие злободневные картинки. И это вот тот самый знаменитый русский мобел, который очень важен. Я не знаю, вот этот Курмекс. А, да, спасибо большое. Курмекс Девчонская, в США замечательная художная. Он работает в Германии, в России, в Ваду, и лежит в Германии, и в России. Ну, сейчас понятно, что в силу сложно. У нас чудесная художная картина, в других музеях мира. У нас сам выяснили, это проявление. Вот этот голос. Какие самые протечные картины, а только современное восприятие этих самых тараканы. И помните, эти тараканы. очень многих интересуют, почему вот в этом конкурсе такого года еще таких здоровых, и так настоятельно позиционируются эти тараканы. Но мы все прекрасно знаем, что Патер очень боялся тараканов. И, кстати, в романе у Патера есть стена, ошевеляющаяся от тараканов. Я помню тот образ, когда я его прочитала. Это в нашем романе. И действительно, Россия была просто заполнена этими тараканами, лопами, ришами, чудесные гранили, где изображались в романе. Так немножечко написано для прохожих. Вот это северская музика с тараканом. В статье 18 дуэка, то есть чуть большей после смерти. Вот что касается Литичевского. И дальше. Это все вот смотрите. Он совершенно замечательный. Алла Высоцкая произносила. Она очень любит вообще всю эту тему. Она очень понравится. не может вот эту тему. а тут кстати наш Алексей Михайлович нас ремонтаром США и мы сделали сильный отпуск в наш музей. в музей домов и большую кстати выставку до результата с дуэка и все подписчики с рассказы если нам будет интересно посмотреть как это интересно то вот в нашей секции нам удивило доклада замечательной статье звучало просто она чрезвычайно не посчитала что то сколько мы можем попасть в это правда конечно и стать наши квартиры завещали ничего не спрятано а для чтобы было удобнее войти въехать появиться оказаться в петровской эпохе нужно многочисленная петровская иконография картины жанровые допустим петровского времени и безусловно мемории то есть какие-то вещи там корабельная ерунда и так далее как выглядит первые которые там все было все показано а вторая часть есть современных художников вот в частности вот эта картинка там есть потому что уже тогда она как-то специально для той выставки давайте дальше и вот тут вот это было сделано для специально для выставки по роману какого-то ну то есть представляющей выставки вот видите такой звер я бы сказала с отрезанной бороды дальше вот а тут так сказать поздного дня если мы сидим с коронником детским а то как на фроне это может быть что кстати вот с таким это тоже картинка а что вот эта выставка которая сейчас проходит и и и и и так далее и так далее и так далее это вот в частности вот и очень известная кстати их очень много они занимаются декоративным искусством но но у них совершенно уникальная идея но все равно это художники как мы понимаем да и вот они обожают кстати и и все называют что в питере что это муж и жена уникальные художники евгений евгений вот это это все их работа потом вы там дальше увидите медаль за пьянство еще скелетину это значит с лицом то есть со скелетом с черепной коробкой монстра то есть у них все просто так они делают совершенно уникальное произведение то есть прикладного искусства и они говорят они мне сказали когда я с ним разговаривал они говорят вы знаете что он говорит ну понятно почему алексей так дернулся за этот роман и открывал и так далее они это не это не это не это не 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 что для того чтобы написать буратино потому что тут собираются открыть нам этот открывал и новая земля а буратино много чего другое то есть я очень повеселилась надо сказать но это случайно уникальное интересное художники пошли дальше ну вот Николай что значит подобные художники художник он интеграция иллюстратора мы его все знаем это вообще семейство художников очень известное эротагемы и он немножечко от мира первого значит на улицу не очень выходит и прочее прочее и вдруг мы получаем вот такое изображение и это из этих фигурок имеет свой характер но именно тот который придает ватагин им то есть его личностные отношения каждому вот здесь вот таким образом сыграл на образе Екатерина все таки Петр дал как матрос расстояние так так да а вот Екатерина как считает ватагин давалась и своей сущности когда вы видите вот ту самую модель запьянства которую тоже вот сделали Женя Наташа как мы называем Гриневич и Полякова дальше пошли вот 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 может быть у у Анастасия Легина будет эта фотография у него есть красная бурзовая его сподвижник чудесно совершенно сделано но этот скульпинг работает с разными формами с разными материалами в данном случае это полтавый вы видите Петр наступает на ну кровожадное достаточно скульптуру темно выражает то что должна выражать очень большой а вот это интересная скульптура значит это к сожалению не надо получить любого так сказать подлинного но это реплика с скульптурой деревянной которые вы видите стоит вы посмотрите с чемодоном и с смартфоном да вот совершенно замечательная штука и современные если каждый из художников пытается доказать они себе уже давно это сказали они доказывают это нам что это надо воспринимать с высотой сегодняшнего грани и думать как вот это твой визари возможно и думать так как думая о его так называемых проступках думать о своих же вот и тогда может быть то самое осуждение которое позволяют себе очень многие в адрес ведь каждый из нас к концу жизни подходит к этой самой чаше на которой взвешивается что больше хорошего или плохого а плохого может быть тоже очень много но хорошее чуть-чуть вас может перевесить и вот каждый раз надо не забывать об этом и не бросать камни и так далее потому что ну непонятно вот этот вот первейший злодей залил кровью всю Россию сейчас очень и сейчас в интернете очень много этого и тем более не очень симпатичные работы современных художников которые относятся к Петру как к своему визарию как к своему другу как к своему современнику и так далее и вот таким образом да пойдемте дальше это вот маска Васечка как его называем как его фамилия это тоже прекрасная работа а рядом с ним висят возможно и будут давайте дальше вот это работа Васи Башкова совсем молодая художница из Ростова Великого мы делали кстати первая выставка это в музее Алексея Толстого маленькая у нас не очень большой выставочный зал зубы съела и посидел над врачами искусства и Петрова посвящающие зубам вы все прекрасно знаете что не только художником себя взаменил Петр первый он также очень любил зубы понимаем что в орнитазе он скрыл рестальное количество зубов причем обращается внимание на то что вот эти вот большие количества и одного с ума он очень виртуозно вырывал зубы мы знаем что он на 2 года там за своими органами пытался все эти клизмы поставить очень ему это нравилось он упускать кровь поставить пьянки и так далее учился в Дрезденске в Дрездене медицине и прекрасно вырывал зубы и вот таким образом видите такой нитрениальный ход Олеса Башко решил изобразить Петра именно вот так вот локально вот симпатишно и вы кстати обратите внимание вот это это же не только лодка парусник и так далее и такой уставший как будто бы тотер но тем не менее и наоборот по самовырованию зубов пошли дальше а вот это знаменитый картинский зал отчетов у которого картина была по всему миру всех музеев галерей и так далее третий галерейных шесть вот смотрите он вообще человек идеи и потом вдруг увидел вот эту шоколадку Алёнушку это же лицо Алёнушка Пётр вот это не забывается то есть хреникова ближе к Пётру деятель понимаете там там королево столицы там значит выдумывающие указы ассамблеи потому что там указы когда читаешь просто смеешься это так замечательно а здесь вот тоже это вот такой маленький мальчик вот его как и хочется Высоцкой вот это туда же его и поместить и надо же было придумать черпе на ледушке вообще нисколько совершенно уже оригинальная как будто бы картинка можно спросить и вот тот самый Пётр о чём мы говорили я очень люблю этот портрет это тоже Алла Высоцкая надо сказать у неё каждый год выходит в этапе командари и даже в этом году они прислали то есть эти извещения и очень простые разрешения сделать вот 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 тот самый Пётр как великий я вот вам тут повышен вот и реформатор и человек много сделавший для нашего отечества вот и сделал выше его еще выше если его больше прожили потом анализ своих действий пошли дальше вот 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 вы представили каким аппаратом вот 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 это тоже шуточное это такое спокойное то что то то там там была практически была художником нашего литературного музея потому потому что этот сам вот это очень живо всегда на наши просьбы и мы закончили еще раз хочу сказать что я удивилась что очень много это все так все так все так так все все так все произошли какие-то то это история что это была замечательная смысл это стучали с шансы это это полиция на городке кто и тогда записи эти она поставила крест там небольшую панику и теперь мы с господи это ценно и что то мы перешли на к тем не менее американцы очень люблю американцы благороднейший человек а самое главное это же прекрасно прототип произведения не только по и так далее это интереснейшая личность собственно говоря и шучу простите а есть еще какие-то вопросы нету давайте приступим к следующему давайте приступим призывающих собой так судьбами извините извините спасибо текста по которому будет публиковаться текст собрания сочинений и создали соответственно критический комментарий реальный исторический что самое важное то чего никогда никто не делал и понятно что у нас конечно реальный исторический комментарий намного превышает текст самого романа но а сейчас я буду говорить о выставке которая открылась 20 сентября открылась 20 сентября в государственной литературной музее в Мерлине как сейчас он называется и я пущу по рядам брошюру которая небольшая программа скорее с мероприятиями которые проводятся на этой выставке при том что конечно буклет вот вот должен выйти к сожалению не успели его подготовить непосредственно к открытию и надо сказать что это работа достаточно большого коллектива и проект который собрал очень много разных музеев и московские музеи приняли в нем участие и музей Егорьевский в частности можно следующий следующий слайд да тут перечислено собственно это материал буклета да соответственно и тут мы видим что автор дизайнерского решения нашей выставки художника Анна Каличук автор идеи концепции которая легла в основу этой выставки это сотрудник научной библиотеки МГУ Ирина Велигодная ну вообще коллектив достаточно большой и когда мы встретились собрались следующий слайд пожалуйста собственно это мы уже в нашей готовой вот этой выставке все вместе с Петром непосредственно из Петербурга вынесенным из Петербурга мы понимали что конечно все в этот юбилейный год музеи обладающие коллекцией небольшими вещей связанных с Петром Петровской эпохой конечно у них будет приоритет и нам нужна концепция нам нужна идея следующий слайд вот собственно это идея это гражданский шрифт который литературный музей опять же история в писаниях деяния в кунжках то есть за основу была взята реформа которую Петр провел именно в введением гражданского шрифта и соответственно печатанием книг преимущественно конечно технических по математике географии геометрии прикладных которые нужны были срочно России для реформирования всех сторон жизни по коробесроению разумеется книг уставов конечно регламентов по регламентированию опять же всех сторон жизни и вот собственно гражданская азбука вот этот алфавит который кстати говоря реформа проходила с 1707 по 1710 годы и она затронула как я уже сказала все стороны жизни и Петр сам приложил руку к редактированию шрифта собственно мы выставляем показываем эти бумаги и следующая картинка собственно план выставки но тут я должна прокомментировать собственно выходная зона вот этот маленький пятачок и там мы показываем собственно бумаги связанные с реформой портрет Петра уникальность собственно если вы не были в Инсентомском дворце то у вас такая есть возможность оказаться там потому что неизвестный художник за образец взял именно тот самый портрет который был создан еще при жизни Петра в Лондоне Неллером конечно на свой лад он его скажем интерпретирует но тем не менее достаточно интересный следующий будет следом можно еще вот собственно да это входная зона наша и можно опять план дальше мы проходим план да проходим собственно и как вы видите пространство поделено на три зоны в центре это Петр и восподвижники и по бокам соответственно два пространства связанные с его жизнью до реформ Москва да проклятая старина и следующий соседний это уже Петербург город который он строит его детище и там соответственно у нас представлены гравюры многочисленные Шханебека конечно жемчужина да это гравюра Алексея Зубова который первым в общем-то стал певцом Петербурга и определил трактовку Петербурга в русской культуре в целом конечно же гравюра Сраунова Лебедева да все это в отдельном зале связано с летним садом это последняя как раз у нас комнатка причем как это все объединяется в пространство ведь Петр реформировал все области жизни но он еще и объяснял людям пояснял это например в указе об ассамблеях он пояснил что такое слово ассамблея в переводе с французского собрания или летний сад он должен был учить людей да он должен был учить что плохо что хорошо что плохо потому что каждая скульптура она содержала обязательно пояснение что это за бог да и как нужно себя вести там чтобы не повторять его ошибок например там до Великого Яна и далее мы проходим сюда собственно и мы видим здесь уже реформы связаны с флотом разумеется да по этой стене с армией великое посольство первое второе да у нас тоже есть окно в Европе как раз фигура Михаила Дронова да Петр со смартфоном это как раз у нас окно в Европу ну и собственно практически все очень много работ современных художников которые в пространстве выставки у нас есть Ингер она уже показала поэтому не буду на них останавливаться и еще очень важное пространство с одной стороны было непросто с ним работать потому что у нас был так называемый аппендикс вот мы возвращаемся вновь в входную зону и идем туда наверх мы долго думали что делать что поместить ну как понимаете при работе над выставкой очень много всегда возникает таких подводных течений сначала дает одно пространство потом возникает какая-то проблема пространство сужают при этом есть какие-то особенности того пространства с которым ты работаешь в данный момент но вот я считаю что вообще и судя по отзывам да удалось это все преодолеть потому что вот этот аппендикс так называемый мы сейчас используем для проведения интерактивных занятий с детьми и это собственно школа пространство школы там представлены учебники там представлены опять же работа современных художников дети узнают что такое устав полустав скоропись да собственно которая глава основы нашего рукописного письма и дальше мы у нас есть две комнатки вот они собственно одна напротив другой в одной это куншт камера соответственно наполнены разными забавными вещами и напротив собственно литературная литературная такая литературный раздел о котором я позднее еще скажу обязательно и финансов это ассамблея да опять же там работа современных авторов устав о праздновании нового года календарь да и самое важное для нас было объединить это пространство именно литературными аллюзиями ренессенциями у нас в каждом зале есть цитаты из произведения русской литературы и следующий следующий слайд собственно это входная зона далее портреты Петра в большом количестве представлены на выставке и еще так это собственно общий вид да наших залов при этом ну конечно основная метафора в зале связан с реформированием плот вот это корабль россия как писал Пушкин вошла в Европу как корабль под звук топора и под звук и под грохот пушек и вот эти скульптура поящие и в центре зала которая стоит на презентацию Ирины Георгиевны она была как раз это варенье человеческого духа можно так это обозначить мечта Петра о море да с тем чтобы укротить вот эту стихию такое доказательство человеческих сил человеческих возможностей и следующий слайд спасибо опять же нам нужно было показать не только исторические документы книги гравюры кстати рга очень много оригинальных документов нам дали спасибо большое вообще скажу что принимали участие и нам документы и материалы дали государственный исторический музей российский государственный архив древних актов это музей малого театра это костюмы да разумеется это Егоргевский музей это с работы современных художников это собственно галерея гроссар кого еще разумеется научная библиотека МГУ и отдел рукописи института мировой литературы поскольку в литературной части экспозиции мы сосредоточились конечно на изображении центрального события на мой взгляд 20 века это исторический роман Петр I но вот эта часть экспозиции вы видите на самом верхнем слайде она формировалась в общем-то постепенно и мы были ограничены маленьким объемом вы понимаете Петр в литературе тема не объятна и мы просто не соберем материал на эту комнату но тем не менее он собрался более того он объединился действительно признаюсь в общем-то вне моей воли вне нашей воли он объединился таким образом представлены те тексты авторы которых работали над Петровской эпохой как историки ну начиная от Феофана Прокоповича который собственно является создателем образа царя-реформатора который впоследствии в литературе получил развитие затем это я заканчиваю затем это Ломоносов разумеется который работал не только над неоконченной поэмой Петр Великий но и работал над историей российского государства как историк собственно собирал материалы из Марсовой книги в частности он работал затем это разумеется Яков Фудштерин который собрал анекдоты о Петре Нартов который начинал переводить их и собственно издал свое сочинение и впоследствии Пушкин который также писал историю Петра I и она стала главным делом последних лет его жизни это у нас собственно такая преамбула потом начало 20 века у нас лежит дело царевича Алексея очень легкий документ и собственно это позволяет нам говорить о том что Пушкин впервые для своих современников пытался объяснить вот этот конфликт отца и сына и Мерешковский по-своему но для своих современников уже исходя из своей религиозной философской концепции этот конфликт тоже пытался проинтерпретировать Алексей Толстой всю жизнь по сути был связан с Петром Петровской эпохой мы показываем очень редкий неизвестный документ это стихотворение Алексея Толстого Черный всадник 1909 года то есть впервые Толстой обратился к Петровской эпохе в 1909 году не с февральской революции как он сам любил об этом говорить впоследствии были созданы рассказы мы тоже показываем документы с ними связанные иллюстрации и разумеется последний финальный раздел это материалы к роману Петр Первый ну собственно это результат научно-исследователь работы которую провел наш коллектив и мы показываем остановимся на самом важном документе мы показываем издание романа 1937 года с администрацией Билибина который буквально две минуты ладно это важно сказать в том что этот документ эта книга содержит пометы я могу не говорить в принципе на этом остановиться поскольку собрание сочинений скоро выйдет это я думаю все тогда прочитают об этом да хорошо да спасибо большое пролетит прекрасно а да мы хотим сейчас придут а это да это вот вся команда кураторов и петр первый выросший из буратино когда у нас был юбилей буратино это же а вот скажите пожалуйста не показалось ли вам вот при я вот была уже раза четыре на этой выставке и каждый раз теряюсь ну то есть попытка объять необъятная и вот обычные посетители которые вообще не в курсе им очень сложно вообще вот все это впитывать если бы взяли локально особенно вот например как объявлено вот как объявлено в концепции да а да мы судостроили и что только там и наверно стоп можно я вас перебить потому что вот сейчас вы просто это нет 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 у нас с одной стороны квест потому что у нас алфавитный принцип конечно у нас есть буквы но наша и суть в том что реформа азбек проснулась всего ведь печатались книги большими тиражами поэтому так он привез вместе с введением нового шрифта он же привозят типографию он привозят специалистов они печатают книги по разным совершенно сферам деятельности первая книга это изоповый басни потом публикуется география вторая книга опять же ведомости которые публиковались и на кириллице одно время да был такой смешанный шрифт и на и новым гражданским шрифтом то есть получается что мы расширяем действительно вот это очень узкая трактовка только шрифт только буквы это никому не нужно надо показать как это шрифт живет как он продолжает жить и развивается как он внедряется в сознание какие благодаря каким законам более того конечно вероятно ну не знающему человеку будет сложно да это все да разумеется это длинья одной цепи потому что если мы посмотрим опять же определение ассамблеи да Петру нужно было получать Петру нужно было регламентировать и собственно этому служит и алкавит который 45 буксов сократился до 38 этому служат сверхи законы на которых это саму связь приклады книга приклады пишутся комплименты да то есть впервые человек дворянин получает конкретный свод правил написанные новым уже используя новый типоградский шрифт поэтому нам важно было показать все сферы деятельности и собственно для того чтобы сориентировать не следующего читателя и следующего как бы гостя конечно есть экскурсии есть этикетки есть тексты которые были написаны более того каждый зал он продолжает один другой так что да все спасибо спасибо большое совершенно интересно и все таки мне кажется что более локальные выставки они и есть вопросы дмитрий петрович у меня вопросы внимания посмотри на итоги его что они на гарнисаже он в своем финале так что вопросы у меня у каждого есть своя точка средняя и в частности я рассказываю с точки зрения многих тех кто так сейчас мы немножечко все мы сейчас и 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 Ассамбле Демництво. Такая была Татьяна Леонна, кандидат искусствоведения, профессор Межгородской государственной консерватории Илья Михайловича Ленинкина. Понимаю только, почему он не заходит. Уже несколько раз пригласили. Сегодня вы послушаете этот доклад и в том же месте первая китра, о чем Татьяна Ленина сама скажет. На конце несколько выступлений Ассамбле Демництво. Пожалуйста, Татьяна Ленина. А ребята Ну ладно, потом войдут. Добрый день. Спасибо. Изначально я планировала рассказать о коллективе, который в этом году юбилеет 25 лет, четверть века. Но так получилось, что в этом полугодии нам пришлось познакомиться с одним очень интересным музыкальным сочинением на фольклорной основе. И вот как-то тема переродилась. И свой юбилей мы другими юбилеями датами соотнесли. А это появление сочинения книжеские сказания Леонида Десятникова на тексты северных сказителей или сказателей в обработке Бориса Шаргина. Ну и, конечно, представлен в них Пушкин, наш великий, наше все, наше слово, наш язык, Александр Сергеевич Пушкин, потомок араба Петра Первого. Неизвестно, был ли бы такой еще удивительный человек, удивительно талантливый, даровитый, как Пушкин, если бы не приехал его предок и не внес свою свежую кровь в наши двориарства. Вот это интересный язык. Ну вот, сочинение, о котором я упоминаю, самое важное, что Пушкин представлен как удивительный, необыкновенный, не от мира сего и даже, возможно, ангельского происхождения. А я хотела бы рассказать о сочинениях, отдельно о финишских сказаниях и отдельно уже по музыке композитора Леониду Десятникова. Финишские сказания появились тоже к юбилею, как в этом году, очередной дате гибели Великого Пореха. И появились они в результате своеобразного эксперимента писателя, файлфориста, собирателя северного кольфора Бориса Шергина. В то время он готовил материалы о юбилее Пушкина, вот этому трагическому юбилею в присутствии пинишских христиан поморов, собственно, будучи у них в гостях на севере. И документы, которые он перебирал, интересовали, между прочим, этих людей и все время задавались вопросы, а что там пишут о Пушкине. И, конечно же, Шергин зачитывал из документов какие-то моменты о периодах жизни Пушкина, о всевозможных ситуациях. И вот это все слушалось устно и запоминалось. Многократно прослушанный и устно звучащий материал был впитан с слушателями, переосмыслен. И далее Шергин стал замечать, что они делятся своими впечатлениями о том, что услышали и начинают высказывать свои некие суждения в духе народной мудрости, а складывающиеся в итоге реплики, реплики, афоризмы наполняются диалектным северным звучанием и возник какой-то необыкновенный колорит. В результате такого перерождения в сторону фольклора информация, документальная, активная информация поэти трансформировалась северных сказок. Их уже в таком виде было записано Шергин от крестьян. Вот можно так и нельзя, это другой вопрос, фольклор это или не фольклор. Многие спорят, но тем не менее эти суждения живые, меткие, очень колоритные, они были записаны, зафиксированы. Они разруненные, они случайные, но тем не менее сложилось из этих высказываний устная народная биография Пушкина, перескази народа, финишцев, северян, хангельцев. Композитор десятников заинтересовался сказами также в связи с юбилеем трагической даты. И это было в начале 80-х годов. В 1982 году уже родилось само сочинение, какой-то период подготовки шел, и в тот период его творчества произошло стремление к стилистике характерной для новой фольклорной волны. Но можно сказать, что во многом благодаря такому сочинению проявился всплеск интереса к направлению, которое было чуть более актуально в предыдущий период, 60-е, 70-е годы, что проявилось творчество таких композиторов, как Сверидов, Щедовьем, Слонинский. Но у Десятникова неофольклоризм соединился с авангардными приемами и неоромантизмом. В сочинении в связи с такой стилевой комбинацией можно выделить три составляющих и три характеристики свойственные классно основе деревенской фольклорной традиции, городская культура, поэтические великие романсы и отключенные от жанровой конкретики сферы психологического присутствия автора, оркестровый класс. Ну, как это именно сейчас сестра класса отсутствует, берутся отрывки только с фольклорной традицией. Фольклорному началу выделим особое внимание. Кроме сказаний, композитор применил в создании фольклорного пласта музыки в кантате подлинные лирические песни-пенежи, относящиеся к архангельскому краю. Кроме того, он создан в стилизации северного пения, отражая его через высокие регистры и строй мелодий, уменьшенную ладовость, особые приемы толстого и тонкого пения в грудном и головном регистрах, особым тесситурным напряжением звучания голосов. Композитор пишет в ремарке, что в составе должен быть фольклорный ансамбль, роль которого связана с особой колористической функцией. Так, к примеру, академическому форму пения не поручает, желая получить белое прямоватое звучание, особые приемы срыва голоса, украшения, свойственные голосам фольклорных ансамблях. Это можно сравнить с тем, что композитор вместо гобоя ввел бы жилейку в оркестровую партитуру. В фольклорной манерах врезается от звучания голосов солистов-академистов, представляющих городской план романсов и песен сопровождение оркестра и гитары. Такой стилевой диссонанс создает уникальную характеристику сочинения и согласуется с перемещениями самого Кошкина из имперской столицы в имение, находящееся в отдалении. Куда бежу? Тесный граф и трав. Так повествует об этом один из сказателей о Кошкине. Для ансамблевых эпизодов композитор избирает самые необычные колоритные реплики из шаргинского текста. Интересно, что дополняется этот текст стихотворением самого Кошкина о своем предке Ганнибале. Как задумал жениться царский араб. Этот текст создан поэтом в духе Северной Скаморошина, который иронизирует над необычной внешностью предка, высказываясь при помощи тонического стиха свойственного Северного Старина Скаморошина, что придает этому фрагменту в тексте контакты органичность и позволяет легко соединиться с реприками христиан. Можно считать, что эти слова поэт пишет и о себе потомки Ганнибала и о Наталье Бенчаровой. Во всяком случае, именно так рассудил композитор десятников, включая пошкинский текст «Пенежское сказание о повете». Колокольное звучание пенежского песенного стиха в голосах перемежается с включением плачевого компонента. Северная притчить, как политическое наследие русского народа, записывалась со второй половиной XIX столетия. Стоит помнить собрание Ел-Педифора Васильевича Барсова, в котором присутствуют тексты «Великой оптимисты» Ирины Федосовой. А как музыкальный памятник, плачи были сфиксированы в 60-70-е годы XX века. В частности, было издано собрание Борислава Борисовны Ефименковой, «Северная русская притчить», в котором появились мелодии плачи и подробный анализ. Композитор познакомился с этим жанром и включил его в эпизод, напоминающий городской романтический вальс. Такое случайное или алеторическое соединение разных музыкальных пластов тоже можно считать заимствованным от северных исполнительниц. На свадьбах они умело соединяли лирическое пение, подруг невесты и заплачки самой невесты. Результат был непредсказуемым и различным раз от раза. В «Контакте» это самый напряженный и трагический эпизод. Нижние голоса звучат в крайнем нижнем регистре, оплачивая реплики высоко надрывным. Финишки Кушкин в «Контакте» получает характеристики эпического певца-сказителя, уже родившегося и умным, и постатным, и потому ставшего песенным наблюдателем, книгом-сказателем, мудрым, ученым. При этом подчеркивается, что любовь Наташа, которую он в куще всех зажалел, делает его самым обычным, даже глупым, потому, что именно через эту любовь он и лишается жизни. Народные тексты подчеркивают, что царь Николай I завидует за черности Кушкина, и вместе с Дантесом, стоящим у него на жаловании, решают извести поэта. Гибель Кушкина ассоциируется с понятием пусто. пустота, как зло, как тьма, поглощает свет самого поэта. Он приносится на заклане, а кровь кроли-то им сравнивается с назначенной до всех нас жертвой. Так Кушкина подавляется святым из эпических северных старых. Место его гибели тоже обозначается как пустое место, безугодное, на котором никакие растения не сходят, ничего не ростят. Пуля, ударившая поэта, по мнению пенических сказателей, прошла в него межкрыл, что намекает на него ангельское происхождение. Из этого следует вывод, что в народных сказителях сложился мистический портрет Кушкина, как пришелье другого мира, не от мира всего, а поэтому изменить его неким. В произведении десятника представлены далеко не все сказы в записи Шевгина, что придает компактность сочинению, и к окончанию всего произведения выстраивается арка между первыми и заключительными репликами, являющимися повтором, но на другой высоте, звучащими как эхо в отдалении. Завершается контакт сообразным резюме, ему уж не будет перемены, что означает, что никогда больше находится удивительный и дороги человек не придет к нам на землю. Ну, а сейчас мы бы хотели познакомить вас с этим интересным сочинением, с его отрывками и спеть несколько песен. Кстати, одна из них будет тоже из Пушни спек мест. Прошу вас познакомься. Я не знаю, не знаю, но Я жил в соседнем доме с домом, где родился Борис Викторович Шердин. А что, Борис Викторович? А что, Борис Викторович Шердин, Борис Викторович, он производит губерния, что он не может быть, что он не может быть. А Борис Викторович Шердин, Борис Викторович Шердин. Вот вы, пожалуйста, пейте, как вам тогда говорите. Отрывки и стандаты 10-го. Финническое сказание о дуэли и смерти Пушкина. Для первого ансамбля, оркестра на скопах и Шритосна. Финническое сказание о дуэли и смерти Пушкина. 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 Родился умной, постатной, разумом быстрой, взором острой, всех светле видел. От рукун-то читал много и часто, всякую грамоту навык, иноземскую, русскую, ребят эти буки, он с каждым заговорит, каждому-то уму, что надо сказать, люди-то дивятся. Что уж этот Саня, год бы с ним, кто дослужил? Не бывало от сотворения, кто бы такие многолюдные книги и такой короткой век тоже не виделись. Как жениться задумал царьской араб, Меж бояринь араб похаживает, На боярише на араб поглядывает. У его молодость широка была, Женскому полу подпадывал, И умел не это никуда, Долго молцевал-то, долго летал по подругам. Что выбрала раб себе сударошеку, Черный ворон белую лепила дошеку. Наташа-то его красавыму, Хлостому, как лошадка на воле, Нет, женился, влепил в голову-то, Много подруг было, А одну Наташу, пущих всех, жалел. Она на пирах, на балах, Всех красивее, А как женился, Все изъяну, Куда кумырку пошло, Кушкин все как не во своей воле. Тут к Наташе приездший кавалер Дантес Заподскакивал, Долгой, как я, шарица, Эту кавалеру брудяга Была всемирно бесстрашна, Всю жизнь с пистолетом и правый шлях, Но они досмотрелись в книгах, Что царь кавалеру-то подослал. Дантес тут был на жаловании, Куда по и Пушкин, знак в свою очередь, Он не хочет навыкнуть срам терпеть, А некуда на царя просить, И некуда убежать. Царь тоже забоялся, Он давно Пушкина ненавидел, Для того, что Пушкин смола письмами, Да стихом властям задосадил. И тут, перевод на Николаев, Терпеть не может людей, Который свыше его, ученый, И укладывают в дань тесто, Женку мы у него урвалим, Теперь надо самого убить, А не убить, Так от него быть убитым. Тут была беда в месяце января, В двадцать девятый день, Белые снеги кровью знаменуются. Тут была беда в месяце января, Белые снеги кровью знаменуются. Белые снеги кровью знаменуются. Не в городе, 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 Пусти вместе, Пусти вместе, Четыре человека, да приходи, Четыре рожья, да приносили, Учинился дым с огнем до обе стороны. Пусти вместе, Упал наш Александрушко, За елочку захватился, Рости, рости, елочка, без верха, Живи, живи, русишка, без меня. Ударила Пушкину пуля под сердце, Прошла межкрыл, Пал за белый снеги честным лицом По сыру землю. Кровь, то рекой, протекла кругом града, Он выкушил смертную чашу, Зачал с белым светом расставаться. Прости, красное солнце, Прости, мать сыра земля, И все на тебе живущие. Я в мире всем положен был на стрелятье, Как знамя летели на меня стрелы Со всех здоровым. Звезда восточна на запад ушла, Звезда восточна на запад ушла, Жизнь пробежала, Как речна, быстрина, Жизнь пробежала, как речна, быстрина, Прошла непомилована, Жизнь пробежала, Жизнь пробежала, Не дозрела я, Жизнь пробежала, Не дозрела я, Прекладила под ручку стопой, Не мог ты от горя Не мог ты от горя Ехоти, Но в топе из боли Селитесь, Но в топе из боли Селитесь, Но в топе землею Укрыться, А в топе землею Укрыться, Где в пушки На стреляли Теперь там пустое место Безугодно Ничего не ростит, Только ветер свистит. Он певец был, Песеной наблюдатель, Книга сказатель, Работы сказатель. Сын-то неужен, К дитя свету, Пушкин малыми днями Велико море перешел, Ему уж не будет перемены. Ему уж не будет перемены. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok У меня там участки нет. Ой, нет, нет. Да, тут это мне на службе. У нее смертель. У нее смертель. Танечка Васильевич Павловна. Танечка Васильевич Павловна. А этого человека у нас как раз. Мы не ожидали, что она будет по всей выставке. Она как бы в писании договаривалась так, что будет доклад о кабинете писательском этой выставке. Но может быть даже неплохо, что она рассказала. Анастасия Олеговна, мне не придется особенно... Все быстро. Да. И мы договорились, что у Анастасии Олеговны будет более интересный доклад. Потому что тут две выставки. Мы берем не две. Мы все-таки решили показать ретроспективу и рассказать о ней, чтобы было понятно для тех, кто не ходит, но не был на этих выставках. И Москвы и Петербурга, а там были порой очень интересные выставки, чтобы как-то вот немножечко окорректилизовать и имелось представление. И потом все-таки из этого вы сами сделаете вывод, как далеко порой от замысла до воплощения. Мы его даже можем не произносить. Вы видели, у нас немножечко напряглись эти замы, потому что я не стала задавать целый ряд вопросов по поводу этой большой выставки. Это положенные оценки. У меня совершенно другие оценки. И не только у меня, а и у других моих друзей, старших, и коллег. Ну, вот, Сергей Ильич, пожалуйста. Давай. Извини, это преамбула, но это у нас секция. Я хочу сказать, что благодаря Анне Сергеевне вот цитаты из литературных произведений очень уместные, которые украсили. Пардон, если бы не было. Это вообще невозможная вот эта лавка старевщиков, вот это огромное количество гравюр, которые... Вот мы же понимаем, что гравюры — это прекрасный вид искусства, да? Но они теряются. Мы уже не различаем одну гравюру от другой, если их там восемьдесят. И они все вот так вот висят у нас все на одном фоне и так далее, и так далее. И вот Анна Сергеевна говорила, что «Ой, прекрасные гравюры, зубы вот так». Я не согласна. Но когда они отдельно, когда их смотришь отдельно и, как говорят, мал золотник, да дорог, да? К сожалению, распыление происходит. Вот о чем сейчас Анастасия Олеговна расскажет. Нет, не об этом, вот об этом. А ваше местное прохождение... Они сейчас все расскажут. Все, поехали. Поехали. Смотри дальше. Вот идет твой прохождение. Вы говорите, когда меня и стоит. Да, я тебе тоже. Так, смотрите, в этом году 350 лет Петру Первым. И нам хотелось рассказать, ну, как бы затронуть Москву и Санкт-Петербург. И показать. Понятно, мы не можем обо всех рассказать, но вот какие-то значимые и интересные в разных музеях выставки, которые прошли за этот год, хотелось бы чуть-чуть как-то не помнить. Можно первый слайд. Значит, 350 лет в Москве и Санкт-Петербурге. По деяниям Петра Великого, конечно, они обширны. Множество реформ, множество всего. Так как и музеев много разных оптимаций. От исторического музея, театрального музея, похожего, да? Государственного музея из истории религии, литературного музея. То есть их много. Вопрос. Какую выставку, какую тему провести в рамках этого года? Вот мы задали этот вопрос. И чем они отличаются? И, конечно, один из первых аспектов – это не количество, а качество. То есть она может быть большая, а может быть там меньше экспоната представлена. Вот. Ну, в общем, о некоторых сейчас пробегусь. Можно немножко листать. Значит, смотрите. Музей в Санкт-Петербурге. Государственный музей истории религии. Выставка называлась «Петр Великий. К трех статистилетию. До дня рождения». Значит, музей истории религии. Они взяли конкретную тему. Обзор церковной реформы. Совершенно конкретно. Обзор церковной реформы. И вплоть до как появился у них покровитель, князь Алексей Минюрский. Они не ушли в Шире. Они взяли конкретно. Дальше. Музей «Кунсткамера». Музей антропологии и этнографии. Также Санкт-Петербург. Новая экспозиция. Петровская «Кунсткамера» или «Башня знаний». Нет. Ну, можно листать пока, да. В Москве. Остановитесь, пожалуйста. В Москве. Новопринхам. Также, мы считаем, в Башническом павильоне прошла потрясающая выставка. Современная. Она называлась… Специально мультимедия разрабатывались под это… Да. 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 Она уникальна в том плане, что там иммерсивное погружение. В 30-40 минут ты погружаешься в пространство за счет техники, за счет мультимедии и попадаешь в Петровскую эпоху. Они назвали это иммерсивный спектакль «Детство Петра». Вот мы считаем, что это интересный подход в наше время для привлечения как раз молодежи. Потому что второй вопрос, который мы задаем, далеко волн делаем эти выставки. То есть зачем они? Почему мы их несем в массы? И на какого зрителя, конечно, он рассчитан? На знающего или не знающего? На наш взгляд, это одна также считается из значимых выставок. Также в этом году затронули юбилей, который был 150 лет назад. Это 200-летие Петра I, который был отметен и организован Александром II. Два музея затронули эту выставку и по ней решили сделать в этом году. Это на Марсовом поле была выставка «Под открытым небом», о которой Индовина также упоминала. Вот. А второй музей, это значит, в Москве. Они взяли… Выставка была, значит, 150 лет назад посвящена как раз деяниям Петра и больше направленным на технический прогресс. В этом году их было более 20 секций 150 лет назад. Но музей берет три направления. И рассказывает только о них. Тоже конкретно. Он берет военно-историческое… Я сейчас скажу еще пора. Мы не меняемся, да? Можно поменять. Да, можно поменять. Еще потом. Так. Еще один, значит, музей. В главном здании российской национальной библиотеки прошла выставка «Гражданский шрифт и реформа печати». Так же конкретно. Вот Кстанция. Вот Кстанция. Кстанция, как Даша называлась. Ирлитская. Ну вот. Это… Да, остановитесь, пожалуйста, на этом слайде. Здесь я хотела сказать два слова о Петропавловской крепости, в которой в этом году прошло и проходит по-прежнему несколько выставок. Одна из них была камерная совместно с императорским парфоровым заводом. А вторая выставка была, называлась она именем Петра. А также раскрывавшая две интересные темы – мифологию и… Я же скажу, мифологизацию. Да, мифологизацию образа. Да, это по Америку. И сейчас в данный момент открыта еще одна тоже там же выставка, значит, Петропавловской крепости, посвященная уже флоту и кораблям. Так, давайте дальше посмотрим. Это вот кунсткамера, можно еще полистать. Еще вот про название вам хочу рассказать. Значит, смотрите. Москва. Музей Московского Кремля. Потрясающая выставка. Юбилей Петра Великого в Москве 1832 года. Вот о котором я вам говорила ранее. Да. Просто, ну, я вам хотела сказать, что следует посмотреть. Ну и, конечно, Эрмитаж. Мы не можем сказать, не сказать про Эрмитаж, в котором также проходят несколько выставок. И открылась одна из постоянных экспозиций, которая называется посвященная галереи Петра Великого. Одна из камерных выставок, которая также в Эрмитаже. Это «Диковинный и дорогой Китай. Знания о Востоке». Можно пролистать. Вот она. Да. И «Дары Петру Великому». То есть мы хотим говорить по своему исследованию этих выставок, да, мы говорим о конкретизации. И, наверное, для обычного человека, который не занимается наукой. Хотелось бы чего-то понятного, куда он приходит. Давайте дальше. Сейчас мы подойдем как раз к нашей выставке, которая открыта на Зубовском. Мы чуть пролистаем. Значит, само название, да, как вы помните, оно называлось «Петр Первый. Азбука». Новая. Ну да. «Петр Первый. Новая Азбука». Вот мы посмотрите картинки. Они вам сейчас уже рассказали, я не буду повторяться. Давайте пролистаем. Но мы говорим о чем? О том, что в ней очень много и немного непонятно. Вы видели схему план, да, как все расположено. Значит, место, где расположена выставка. Это Зубовский бульвар. Это доля Большинских вернадских. Это сложная пространство изначально. Оно не такое выставочное. Это не Третья полка. Это не Пушкинский музей. Это не Эрмитаж, который изначально выставочный. И здесь мы хотим, конечно, отдать большую благодарность художнику, которая работала на этой выставке, Ане Калифу, которая смогла приспособить это пространство. Организовать. 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 Но вопросы, которые у нас возникают в связи с этой выставкой, что они немного расширили свою изначальную тему, тему концепции, которая изначально была, так как мы литературный музей. И мы предполагаем, что интересно было бы разговаривать о литерах, как менялись буквы, как они сокращались, как они добавлялись, какие первые книги печатались. Вот в рамках этого. Какие писатели в рамках этого образа? Про писатели еще, пожалуйста. А когда уходят за границы, и мы видим уже и флот, и елку, и фейерверки, это чуть шире, мне кажется… Нечудя. 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 Вообще. Объект не объятный. Да, объект не объятный. И мы… Сейчас остановитесь, пожалуйста. Так как заявлено алфавит, да, обычный посетитель может потеряться, если не обладает знанием. Даже этикетаж, который там есть, безусловно, его недостаточно, потому что можно заблудиться. А вот сейчас, покажите, сейчас еще два группа небольших выставок. Они… Они были одна в Москве, другая в Санкт-Петербурге. Но я прошу обратить внимание на название. Значит, это «Время азбуки Ка-галери». Это Санкт-Петербург, частная выставка, которая прошла в этом году. Насколько она конкретна? Она была посвящена азбукам 19-20 века. Они не уж решили. Но какие художники были там представлены, да? Да. Дальше, пожалуйста. Вот, можете посмотреть. Это и азбука Маяковского там была представлена. И вторая выставка, о которой тоже в рамках темы хотелось бы упомянуть. Следующая, пожалуйста. Это азбука шедевр, которая прошла в эстреле в этом году. Это город Московской области. Это огромный проект, тоже потрясающий. И вот сама тема, насколько они раскрыли ее. Да, эти выставки не связаны с Петром, но, мне кажется, важно, подходя к организации выставочного пространства, к самой выставке, это учитывать тоже. Дальше, пожалуйста. Стоп. Поздравляем. И, значит, смотрите. В этом году заканчивается юбилейный год Петра. В следующем году, в январе, начинается юбилейный год Алексея Николаевича Толстого. 10 января. Но по старому стилю он начинается не 10 января, а 29 декабря. И как бы мы впрыгиваем в последний вагон, конкретно наш отдел с выставкой, которая будет посвящена… …совместно с Институтом Мировой Лицейской… …это я бы сейчас добавила… …это я бы сейчас добавила… …это я бы сейчас добавила… …портрет на коне эпохи «Император, информатор, человек». Выставка будет посвящена самому роману, роману Пётр Пётр. Мы хотим представить новейшие иллюстрации… Можно пристать, пожалуйста? …к этому роману, который сделан уже и будет сделанным. Мы хотим выставить книги, которые были переведены на многие языки, в том числе на шведский язык, индийский, и подготовительные материалы, над которыми работал писатель. Вот мы хотим рассказать о своей выставке. А также, конечно, посмотреть, как роман дальше… …жизнь романа. Что он вылился в пьесу, что он вылился в фильм. То есть вот такая история у нас будет. Ну, пролистайте. Всё, пожалуйста. Да. Ну и всё. Спасибо за внимание. У меня постаралась. Спасибо. А, может, вопрос? О, давайте. Поехали. Мне интересно, потому что я понимаю, что занимает время, но мне именно в музейной сфере происходит задание выставок, вот эта вот рабочая кухня, которую другие не знают. Мы видим результат, конечно, шикарный результат, интересный, как это всё создавалась, рабочая группа, за чей счёт банкет, как говорят. То есть вот это финансирование. Вы какие-то гранты выигрываете. Вы просто против… Это вопрос, ведь вы же конкретно эту выставку видите. Вот Анна Сергеевна была одним из кураторов, там большая группа была, и она скорее ответит правильно на этот вопрос. Я могу просмотреть про нашу… Я когда вы говорили, что никогда ничего не получили. Хорошо. Это то, что я говорю про инвестивное повышение, да. Это кому… Это гранты, это гранты, это выделенплаты, да. Это гранты, конечно. Мы здесь государственные учреждения, конкретно мы, да, в Гамерлеев. Мы каждый год на отдел Музея Толстого. На нашей выставке, к сожалению, пока нет финансирования, но мы надеемся, что, может быть, как раз в следующем году в честь юбилея… Ну, вот, например… Надеемся… 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 Вам не надо надеяться, потому что мы писали заявку. Мы писали заявку в Министерство культуры. Её отправляло… Я, собственно, писала заявку. Наталья Папанова её отправляла. Получили деньги в Министерство культуры. Да, не так много… Да, нам многое пришло… От многих идей пришлось отказаться. Идея художника, да, прежде всего… Она, конечно, от рывала… А груза нет никакого. И, ну, собственно, вот-вот… Заявку писать, заявку подавать в Министерство. Только так. Ну, за счёт гранды какие-то большие выставки, конечно, испансили. Да. У нас есть результаты, оформители… 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 Скажи, вот, которые… Когда? Быть может «Блэдили» не потом… — Блэдин, да. … «Блэдикорсит», между прочим. Василий Глимерсан, да… Ну… «А брать у детей»… Да нет, ну вот, как черный мусс и геннессер. А ты, у нас была выставка, посвященная демократии, сейчас пользуется очень большой популярностью. На год ходит и вовсю, и телевидение снимает, а это наш маленький мевриальный дом. И ни копейки, естественно, мы не получаем. Мы экспонируем сейчас 47, да? Силуэт Геннер Сена, того самого, который вот еще Александр Сергеевич Пушкин мечтал, чтобы его проиллюстрировал Федор Петрович Толстой. Силуэтами как раз. И когда Лернер Пушкинист в Брагаузовской энциклопедии издал собрание Пушкина, и в Евгении Нене, там было очень много иллюстраций, и только один силуэт ему удалось там напечатать, так этот один, единственный силуэт Геннер Сена перевесил все остальные иллюстрации. И вот смотрите, через 100 лет, после мечтания Александра Сергеевича, чтобы его, Евгения Негина, проиллюстрировали, вот эта легкость, вот эта силуэтная была, и профессионализм, легкость, воздушность силуэта Федора Толстого, это сделал Василий Геннер Сен. И, наконец-то, совсем недавно, там, московские рабочие, где-то лет 10 назад или несколько лет, они издали, ну, в очень плохом качестве, там, плохо видно, и только вот в прошлом году, что ли, да, Витанова издали, но подарочные его купить совершенно невозможно. А у нас 96 или 8 силуэтов фонда Государственного литературного музея, где Мерсена вот этих силуэтов подлинных и так далее. И мы, пришив их там к выставке, ну, такой, скажем, о общих темах литературных и жизни и так далее, а вот это мы все равно выставили, и вот теперь, да. То есть не обязательно деньги, ну, так сказать. Да, нужные предметы, понятно, что привлечь. Идеи можно, типа, что-то, да, что-то, боже, конечно. Так, Анастасия Игоревна, спасибо большое. Спасибо, Анастасия Игоревна, спасибо большое. Спасибо, Анастасия Игоревна, я ее, к сожалению, конечно, не видел. А вот, как я могу сказать, ну, и по своему опыту экспозиционера, она нисколько бы не была выставка расширительна, если она не систематизирована по какому-то принципу. И вот здесь, как раз я увидела, что самая была бы ошибка не в расширении темы, когда они буквы старались еще насытить вещественными экспонатами. Там с каждой буквы как бы представить в пространстве вещах. А то, что они не разделили это, они не систематизировали по зонам, где это должно быть в печатном варианте, а где это должно быть в таком-то варианте. То есть вот несколько характеристик шел перенасыщивался, а на самом деле просто нет четкой систематизации по зонам, по каким-то ключевым композиционным центрам, распределение по сущностным предметам, по дополнительным предметам. То есть иерархия вот этой экспозиционной, я не увидела, что нет иерархии экспозиционной. Вот это была ошибка, а не перенасыщение. Ну и это тоже. Это тоже. Да, потому что там буквы действительно гуляют. Вот вы правильно сказали, там буквы, они как бы действуют в пространстве, но они гуляют. Дело в том, что я имела, что были такие моменты, когда выставка была перенасыщенная, и экспонаты должны были быть как бы. Вот она должна быть, и если вот ее можно сделать вот так, и это действительно будет невозможно смотреть. А если сделаешь по зонам, если сделаешь в каждой зоне, так сказать, вот эту цепочку ключевых каких-то вещей, и вот эту иерархию выслышишь, то есть ключевой момент, дополнительные, так сказать, еще ожильники какие-то выставки, она, сколько бы ни была она насыщена, она читается. А когда вот так вот, действительно создается ощущение халса. Ну, вы знаете, короче, я давайте скажу прям про все это, не знаю, потому что так вот немножко хаоса есть, но когда подготовленный приходит туда зритель, да, или посетитель, это как некий такой ревус разгадывает. Вот это, наверное, является таким плюсом. И может быть, это интересно для подростков, если устраиваются какие-то там задания, квесты, какие-то интерактивные занятия. Вот в этом... Позитивна тебя, наверное. Да, мы не стали, не стали, а мы стали шелгать, мы стали, мы стали, мы стали, мы стали, мы стали, не стали. Ощущение. И всегда, я, наверное, уже очень давно, еще в Деприк-Строфе, попала на выставку Шырлова. Два места. Ой. сделаю что-то более-менее потому что там есть какие-то работы но обидно что такое ощущение в белом я покажу как художника а можно какие мероприятия я не знаю правильно я слышу удаление тинетов это прекрасно у нас в юбиле Петра в Архангельской области была задача сделать тематическую Петровскую выставку и так получилось что нам досталось именно что называется выставка год был посвящен Петру у нас всякие фестивали были Новодвинская крепость знаменитая проводился день Новодвинской крепости но вот нам досталась выставка ирония судьбы заключается в том что нам Северного морского музея основано в 1970 году как корпоративный музей Северного морского пароходства как государственный музей существующий только с 80-х годов и в фондах которого нет ни одного петровского предмета выставка Петра была в общем-то отписана в рамках госзадания это вопрос о том что собственно на какие деньги в рамках каких ресурсов делаются выставки у нас было госзадание и мы должны были сделать эту выставку и чудесным образом к 22 году к апрель 22 года у нас должна была выйти из реставрации книга устав Москвы там длинное название все про него знают естественно 1720 года у нас книжка издания 1785 года про сам документ я не буду говорить он существовал практически столетия даже полтора столетия с некоторыми изменениями и он многократно переиздавался вот нас в Архангельске Северном морском музее с 1987 года был в чем что интересно зарегистрированный как два музейных предмета потому что когда в 1987 году принесли документ по входным книгам принесли морской устав было 15 страниц отдельно его зарегистрировали как отдельный артефакт и основной текст был отдельно он до сих пор у нас проходит по двум кп Собственно вот мы его сейчас отреставрировали и вокруг него построили выставку и в том самом 97 году в 87 году к нам его принесли из древнего поморского села Патракеевка конечно название никому ни о чем не скажет это маленький населенный пункт где сейчас проживает там порядка 150-70 человек а когда-то там была одна из ключевых самых больших моряковных школ нашего региона нашего Ахангельского края Ахангельской губернии и это прям такая вот родина капитана родина моряков они очень любят вот это брендирование современное оттуда всякие разные там ледокольный капитан ледовый так называемых хромцов и прочие участники экспедиции Толя ну и эта книжка там этот морской устав там фигурирует как ни странно как учебный собственно учебник да она большая красивая толстая и там же там же много всяких разных внутри класс и практических и теоретических и исторических и вот они ее читали по ней собственно приобщались к московой культуре и у нас есть это можно прощелкать фотографии да ну собственно это наш северный московный день это Петр который символ нашего города 500 рублевую купюру все в руках держали да 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 это открытие выставки это вот supuesto выглядел это уже прошла выставка я хочу ещё если можно показать пару Смотрите буквы А то есть когда-то не очень понятно когда эта книжка воспринималась какиборский источник бумаги на которой какой-то человек учился писать да А еще на других страницах у нас представлены долговые досписки, то есть такой-то секой-то дает такому-то в долг вернуть такие досроки, понимаете, да, то есть такое абсолютно утилитарное отношение к важнейшему артефакту, важнейшему документу, важнейшему предмету. Вот если можно назад, и вот посмотрите, как этот вышедший из-под реставрационных работ предмет, мы сейчас его демонстрируем. Это, кстати, очень важно, у нас просто на видео сняли процесс листания, и каждый человек может полистать, не в руках держа этот документ, а полистать его так вот дистанционно. Это, кстати, очень важно, особенно когда там приходят какие-то моряки, которые этот документ, потому что я когда-то изучаю, у меня недавно был главный штурман Российской Федерации, контр-адмирал Луик, и он прям спросил меня найти упоминание про штурманов там, да, и вот ему было важно найти эту вот цитату. И, ну, тоже интересно, ведь рассказывать про эти буквы А, про эти долговые расписки, могут сюда-сюда листать, гоняйте сам документ. При том, что сам он пишет у нас, как такая вот, ну, по большому счету, это такой сакральный текст, вот видите, он назад, он у нас на рыбе стекло, и он у нас в центре, как на налоге, на церковном, такой вот. Понятно, что этот образ, он заложен вторым планом, тем не менее, он важен, кто-то на самом деле считает такой вот практический сакральный документ, тем более, что мы вокруг него еще рассказываем про акторов, про Феопана Прокоповича, который там, я занимался этой регламентацией, кодификацией, про Петра Первого, про его фигуру, во всех каких-то постасек и проявлениях мы можем рассказать. И очень важно то, что наши стены, музей у нас отметительный большой, вот это вот помещение, в котором эта выставка действует, его в прошлом году к юбилею Дервиша, северных полярных конвоев сделали, и, собственно, в стенах выставки, которая про войну, мы делали выставку про Петра Первого, то есть это шаровый цвет, это, может быть, здесь сильно не видно, но, тем не менее, это шаровый цвет, это несколько буквально ниш, несколько выкатных витрин, и мы, собственно, вот как вот, надо понимать, что это стационарный стены, мы не можем, мы провинциальный музей, город, но провинциальный, мы не можем под каждую выставку делать большие ремонты, мы вынуждены в одном и том же пространстве и про Петра рассказывать, и про ледокольные проходы, и про военное время. Поэтому у нас вот так вот все крутится, вертится, если мы можем, и другие показать, и у нас есть несколько ниш, собственно, которые мы использовали для связи того, что у нас есть в музее, а это в основном предметы второй половины 20 века, давайте скрывать не будем, да, ну, какой-то есть небольшой набор конца 19-го, начала 20-го века, и мы проинвестировали разными цитатами, там прямо цитаты присутствуют, к вопросу, кстати, о шрифте, да, у нас очень важная роль такая вот для визуализации той эпохи, именно шрифт, вот эти вот буквы, у нас художник прям очень внимательно к этому относится, и мы берем текст Петровской эпохи и находим его в современной или в относительно недавней нашей истории, в частности, раздел бюрократии, а, собственно, Морской устав, это регламентирующий документ, у нас представлен, ну, вот просто этими вполне себе образными вещами, очками, какими-то табличками, с улучом и подсвечниками, можно дальше. Новая тема возникает, опять же, музей морской, музей технический, никогда у нас церковная тема не присутствует, но в силу того, что есть отдельная глава Морского устава, посвященная религиозной жизни, мы здесь, собственно, ее также представляем и рассказываем, и через эту нишу мы рассказываем про Феофана Прокоповича, тоже важнейший персонаж этой истории и Петровской эпохи. Дальше про артиллерию, вот тоже, если вы знаете, с какого ссора растут стихи, вот эту прекрасную рогатину я купил на Авито за 2000 рублей, в Архангельске такие вещи вот еще возникают, а эти прекрасные круглые ядра, чтобы было понятно, у нас ядер в музее, если не ошибаюсь, пять, они абсолютно разные, часть из них привезена из Кубы, из Гаварной, моряками Северного морского парокола, с музеем, в котором мы, собственно, когда-то и были. И вот, получается, мы берем круглый предмет, ядро, которое что на острове Свободы, что в Архангельске, в районе Новодвинской крепости, где была первая морская приморская победа российского флота одержана, они одинаковые, и вот берем и кладем. А на Авито покупаются вот такие вот прекрасные, замечательные предметы, и мы добиваем это уже визуальным рядом, показываем, для чего, собственно, нужны вот эти вот щипцы для раскаливания ядерств. Можно дальше? Да, где-нибудь, где-нибудь, все, я понимаю. Одежда, форма, это очень важно. Следующее, вот у нас есть хороший набор легокольных, начало 20 века, всяких разных латунных, медных и прочих приборов, да, столовых. Мы их показываем, и заодно показываем, чем питались в ту эпоху Петрунскую, потому что у нас есть список, список, собственно, которые есть, список этих продуктов, и структура этих продуктов, которые есть в морском уставе. Всем очень нравится история с алкоголем, сколько они там пили пиво и всего остального, можно, да, это обыграть вполне стимулиарно. Так, и дальше. Следующее у нас еще есть что-то? Все уже, да? Все, это табакуприение и так далее. То есть есть такие лучшие, которые мы используем. Обязательно говорим про Соломпальскую верь. У нас вот есть визуализация типов судов, которые в Петровскую, постпетровскую эпоху появились. У нас на Белом море и строили здесь. Мы обязательно проводим корреляцию между Старопоморским судостроением, так называемым Топорным и Пеллионом уже Петровским. Вот, пожалуйста, рядом поморский Карбас и Добрипуна, да, видно, что изменилось. Обязательно реформа языка, судовой терминологии, поморские словечки, всякие витрилы и паруса Ахтерштейн, да. Кстати, ну все знают, что устав билингвальный, мы это тоже подчеркиваем, да, через вот эту игру слов и образов. Ну и вот так получилось, что, правда, сотни буквально предметов, прощелкать, мы сделали выставку, и очень важным элементом, тут были бы студенты, я бы, конечно, про это чуть-чуть больше рассказал. У нас еще есть компьютерная игра. У нас, когда ходят школьники или молодежь, они большую часть времени стоят и машут ногами. То, что у нас стоит кинек, люди нажимают, ну, они входят в круг, вот тут видно, наверное, фотографии, или машут ногами, тем самым отвечая на предложенный вопрос, и 26 шагов, 26 вопросов, 26 ответов, и люди потихонечку видят, как прям с нуля, с заготовки леса строятся корабли, проходят его освещение, и он отправляется в плавание под низкое море. Это то, что добавляет жилья и может как-то анализировать эту дискуссию, которую мы ведем обычно 45-60 минут. Вот, пожалуйста, не имея петровский предметов, тем не менее, мы достаточно подробно говорим о петровской эпохе. Вот, и не сказать, что прям это такой очень крутой у нас проект, есть к нему претензии по исполнению, по качеству, но, по крайней мере, мы задачу, которая по большому счету была сформулирована в процессе, ну, потому что, правда, надо было сочинять. Мы ее, я считаю, реализовали и отметили юбилей Петра Отечественной. Прекрасно. Спасибо. У нас Виктор Типков, у нас еще несколько человек, если бы он был анимат, нет, нет, это все на дистанции, сотрудники подряд, да. Мы реализовывали вопросы, рисовали и все это придумали. Музей оплачивали, ну, понятно, по-аппаратному. У нас в музее на 20 тысяч человек, включая всех отечественников, поэтому, конечно, я посередине на счетку таблетчика. Спасибо. Спасибо большое. Знаете, у нас еще два наклада, поэтому обращаем внимание на рекламе. У нас там гардеробки кто-то не имеют. Срединилась после Петровского времени Градимы Зубкова. Рецепт, у нас была она. Да. Пожалуйста. Значит, регламе. Презентации, да? Там даже картиночки. Ладно, мы презентации. Нет, это не презентация, это просто уходить на картину. А где? Так. Может быть, я думаю, что, по-моему, на кашечке. Кстати, наш сборник делает для музея бумага. Вот все вот ведутся, да? А, там прекрасно. Там тоже много. И в кисть работают, да, надеюсь. Вот так, это все. Я постараюсь, конечно, максимально. Я постараюсь, конечно. С того же, прямо с темой, ну, не совсем была моя, я обычно задала такие вопросы. И вот тут была тема такая, которая мне далеко прошла. С тех пор, как с детства было влечение, в простые пункты. Я решила этим вопросом заняться. Ну, как известно, утилитарный характер культуры Петровского времени наибольшей степени проявился в искусстве графика. Это неудивительно, потому что технические возможности графических средств наиболее всего отвечают актуальным задачам, которые тогда стояли перед молодым дымом российским государством. Она может отвлекаться на любые события, которые происходят в стране и может освещать все насущные проблемы, которые тогда в российской жизни появляли. Все это делает графику, ну, буквально универсальным средством, которое может воплощать бесчисленные, множество разнообразных потребностей российского общества начала XVIII столетия. Причем не только художественные вопросы освещает, но, прежде всего, практические. То есть, возможные таблицы, корабельные сигналы, ну, и планы, допустим, военные. И данный факт во многом обусловил прихладной характер русского графического искусства этого периода. Это значение, которое получила в начале XVIII столетия гравюра, также объясняется практическими задачами государства. Печатная графика того времени являлась одним из наиболее действенных средств массовой информации, которая может зрительно, убедительно повествовать о всех перипетиях Северной войны. Это проявлялось в изображении сражений, победных в шествии фейерверка. Собственная гравюра, прежде всего, резцовая гравюра на металле, у нас появилась еще в XVII веке. Но она в основном чисто репстративные функции выполняла. Ну, там, допустим, религиозные сюжеты или портретные изображения. В Петровскую эпоху она приобретает принципиально иной характер. Мгновенно реагируя на все события, которые в стране происходили, она становится причастной к жизни российского государства. Будто бытовые моменты эпизода военных действий. Ну и, более того, высокой информативности гравюру Петровской эпохи придавалось первостепенное значение. И не случайно именно в это время была основана первая периодическая газета «Ведомость», которая разъясняла смысл всех политических и военных усилий российского правительства. Газета имела, можно сказать, общегосударственный, общенациональный характер, она отражала на своих страницах материалы, источникам которых во многом служили привязкой петровских начальников. И это отражало изменения государственной парадигмы. Можно сказать, что именно графическое искусство Петровской эпохи воплотило в себе практически все этапы становления развития идеи государственности, начиная с простого констатации конкретного факта возникновения города, которому предстояло стать столицей Великой Империи. Ну, вот как раз это было в гравюре Питкар. Ну, там даже здесь несколько суховатых, конечно, там, собственно, нечего было показать, там только на фоне, ниточка на дальнем плане. В основном, ничего приучного, то, что мы знаем по слову Петербурга, здесь вообще нет. Основное пространство занимает широкая класса реки, которая оживлена с летущим крепости судами и темным петном аустерий на переднем плане. Престный контраст, который по отношению к дальнему плану им дает ощущение пространственности. Ну, вот даже здесь, вот в этой простой фиксации, появляются первые ликующие патетические ноты, что отразляется в дымах кушек, которые шествуют по Неве, корабли, которые шествуют по Неве. Ну, подлинным выразителем изменений произошедшего в жизни России, стал, конечно же, грубо. В его листах отразились все основные веки преобразования российского государства из положения страны регионального уровня, которая, ну, как полагалось, считалась на западе тогда, где-то там на заборках Европы находится. Но в итоге она приходит к державе имперского типа. После народского поражения и последующих реформ российской армии, Россия неизменно одерживает победу на полях сражений. Ну и, как следствие, меняется тональность восприятия обществом происходящих событий. И это не могло не сказаться на удостоверение трактовки последних. И этому доказательством является графическое наследие Зубова, которое охватывает практически весь круг проблем, которые были поставлены эпохой. Так, документально точная чертежная строгость битвы у Рики Пелкиной, там была вторая картиночка, сменяется яростным накалом пациентам морских сражений. Баталии при имени Сигангу и баталии при Грингарме. Вот они как раз стояли в тот момент, в котором я начала об этом говорить. Победный настрой в последний передается уже самим институционным решениям. В том и другом случае Зубов отказывается от графического плана сражения, избирая кульминационный момент битвы. Диагональные ходы, по которым устраивается движение судов, лежащие в основе композиции каждого листа, придают изображению ощущения стремительной динамики наполняют их предельной мощью и энергией, благодаря чему пахос победы приплетает доминирующее значение раскрытия художественного образа. Не менее пахосным, праздничным, ликующим характером отличается изображение новой столицы, явившись в себе в рода символом изменяющегося статуса российского государства, старшего в конечном итоге империи. Так уже в гравюре «Васильевский остров» можно видеть торжественный облик Санкт-Петербурга, радостно приветствующую эскадру победительных, деятельность, которая проходит мимо наполненной людьми набережной. Строго фронтального расположения берега «Васильевского острова» и медленно шествующие на него эскадры, в общем строю кораблей которых находятся пленные шведские суда. Он ментализирует изображение, создавая впечатление величавой торжественности момента и подчеркивается тем самым значимость побед русского оружия. Немало степеней это способствовало возрастанию международного территории российской державы. Атмосферы праздничного ликования пронизаны все лучшие гравюры зубов, соображения молодой столицы, созданных художников второй половины десятых и двадцатых годов. Так панорама Петербурга раскрывает широк панораму города, охватывающую набережную Васильевского острова, петербургскую сторону. Используя свои излюбленные комбинационные приемы, зубов разворачивает перед зрителем фронтально расположенные черта небереговой линии Васильевского острова и Петербургской стороны Петербургской крепостью, а также параллельные расположенные шествия судов в Петровской флотиле, опутанных клубами приветственных выстрелов корабельных орудий. Вразительные ритмы, сочетающие темные силуэты расположенных неподалеку друг от друга мощно боевых кораблей и более разреженного движения в их яхт, создают ощущение торжественного победного шествия. Высокое небо, увенчанное с центральной части тушным картушом, с надписью, обозначающей на войне новой столицы усилы, впечатление, ликование и подчеркивает тем самым значение Петербургского параллельза. Еще более величайным предстоит образ Петербурга в гробе с 1927 года в Санкт-Петербурге. Здесь практически все пространство небы заполнено большими боевыми судами с нагутыми парусами и также клубами дымов, салютующими Петропавловской крепости. Лес, матч срывающимися плагами, перекликается с шпием Петропавловского собора. Он сливает торжественный характер Московского парада, проходящего в новую столицу российского государства, незадолго до этого ставшей империей. Это наглядно подчеркивает, возвеличивает идею, ведущую роль государственной власти. Так, графическое наследие Зубова убедительно раскрывает процесс становления новой российской государственности. Военные победы, возвеличивающие не только монарха, принявшего титул императора, но и в первую очередь российского государства, в глазах всего мира утверждает идею государственности, как идею государственного блага. Этим задачам в полной мере отвечал искусство того времени, прежде всего, конечно, и графики. Таким образом, в городе Зубова, прославляя военные победы, изменившие статус российского государства, тростепенные страны, превратившиеся в империю, с которой уже нельзя не считаться. Во всей полноте отразили не только самый дух и плохие грандиозные преобразования, но и величие рождающиеся империи. Графика Петровского времени, в частности, Зубовский гравюр приходит от утилитарно-прикладного характера к художественному осмыслению восприятия, утверждающей из Петровской эпохи имперской идеи, воспринятой через призму патриотического понимания насущных задач, стоящих тогда перед российским государством. Благодарю. И нужно сказать, доходчиво, несмотря на быстрое чтение. Вопросы есть у кого-либо? Нет, потому что все четко и ясно. Спасибо вам огромное. И у нас остался последний доклад. Последний доклад. Он у нас будет онлайн. Проходите, насколько я понимаю. «Развитие Петровский кейпо. Реформ и военно-политическое воспитание. Газа Атолина Галиаса Абитовна». И очень большая просьба. У нас регламент. Ни в коем случае не выскакивайте из этого регламента, потому что от нас зависят тут вот сотрудники университета и прочее, прочее. От того, когда мы закончим. Поэтому, пожалуйста. А я надеюсь, что слышу. Я включила. Галиас Абитовна, вы нас слушаете? Ответьте, пожалуйста. Галиас Абитовна, вы нас слушаете? Ответьте, пожалуйста. Сейчас я вам напишу в WhatsApp. Не можете нажать на микрофон? Где? Ну, вот сюда не нажимается. Не, 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 отправить приглашение. Отключить микрофон. Есть такая? Есть. Есть. А теперь слышно? Так, теперь ты слышно? Я включила микрофон. Это слышно? Я вас слышала. Не слышно, да? Вы нас слышите? Мы вас слышим замечательно. Я вас слышу замечательно. Мы вас слышим в вашем выступлении. Приступайте, пожалуйста. Соблюдайте регламент не больше 15 минут. Ради вас приветствовать. Так, вы меня слышите? Да. Ой, замечательно. Ну, все. Так, тема вам понятна. Итак, напомню вам о том, что важнейшим преобразованием Петра относится военный реформ, превративший Россию в одну из самых могучих военных держав Европы. Военная организация древней России и московская древняя отличалась резко от европейской. В Западной Европе армия формировалась за счет наемников. Основой русско-военной армии системы был положен принцип долга для каждого защищать русскую землю принцип обвинности. Как отмечено историкам Керсоновским, Петра была почти единственной национальной армией России. Реформы вводили, единую систему обучения и воспитания войск. На основе Северной войны были созданы наставления, инструкции, уставы, статьи, воинские морские, вы уже знаете, учреждения к бою, разные... Слышны? Нет, я прям не... Я не понимаю, слышны вы меня или слышны или нет? Да? А теперь нажал, нажался микрофон, нет? Давайте, пожалуйста, читайте, пожалуйста, читайте, пожалуйста, читайте дальше, читайте. Дальше, хорошо, хорошо. Так, при осуществлении военной реформы... Ага, даже уже забыла. Ага, вот. В своих приказах Петр I отмечал, офицеры суть солдатам, як отцы детям, того ради надлежит их равным образом отечески содержать. К воспитательным функциям офицеров у него был дифференцирован подход в зависимости от их должности и чина. Полковнику надлежит знатному, искусному, благозвучному мужу, чтобы полку своему во всех случаях не гнусен был и имел бы старания о добрых обер- и унтер-офицерах. Праборщику подобают во все дни немощных посещать и смотреть, нет ли в чем-либо недостатка, им подавать великую любовь к солдатам иметь. Или тогда, когда они в наказание впадут, тогда об них челом бить можно. Петр I всегда учитывал национальные особенности российской армии, делал очень много для поднятия ее боевого духа. В заботе о моральном духе войск он награждал отличившегося генералом, учрежденным им органом святого Андрея Бервозданова, а сладо-офицеров медалями и повышением чина. Слад тоже получал еще деньги. В то же самое время Петр I въел в армию суровую дисциплину с телесными наказаниями и смертной казни за тяжелые воинские преступления. Петровская школа отличалась простотой овладения основами военных знаний и широким использованием их практики. Воспитанием и обучением личного состава заменялись командиры всех уровней. Средством воспитания у воинов высоких нравственных начал, по мнению Петра, были дисциплины, твердость характера офицеров, сознательное отношение к долгу, личная примерность в службе. По мнению Петра I, нравственному совершенству способствовала и в первую очередь забота о подчиненных. Он сам подавал в этом пример. Позже, продолжая Петровские эпохи, Петровские традиции, в 1766 году императрице Екатерины был утвержден устав императорского сухопутного шляхетского корпуса, для которого впервые были введены должности офицеров-воспитателей, а также разработан важный документ инструкции пехотного полка полковнику, согласно которой главной обязанностью полкового командира считалось честь и право полка своего весьма удерживать. По инструкции командиры должны были воспитывать у солдат храбрость и верность, помнишь, никакие трудности и страхи и трудности, храбрости и верность в российских сладких никогда поколебать не могли. Командиры в то время представляли широкие дисциплинарные права, но одновременно с этим запрещалось не только быть рекрутом, но и стращать его. Подчеркивалось, что порядок в армии должен достигаться за счет уважения к солдату. Во второй половине дня большой вклад в развитие воспитательного процесса в 18 века, большой вклад в развитие воспитательного процесса в войска вели генералы. Фельдмаршал Петр Румянцев-Задунавец, который считал воинскую дисциплину душой службы и говорил о том, что в армии хорошие полки будут от полковников, а не от уставов, так как быть им должно. Декабрист Павел Пестель, героя Крымской войны, Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Истомин, считали развитие нравственных правил важной отраслью воспитания. Воинское звание столь почетно, что не должно соделываться уделом достойного человека, утверждал Пестель. С именем Драгомиров. Драгомиров, ему вменяем, в этом основе целая военно-педагогическая школа. Он писал, что воспитание важнее образования, потому что военное дело в значительной степени более волевое, нежели умовое. Он писал о солдате. Укрепить и возвысить его сердце, остальное придет само собой. А вот генерал Скобелев говорил, что солдатам нужно бодрить, веселить, поскольку солдаты народ молодой, впечатлительный и требующий сердечного ухода. Потемкин. Потемкин первый использовал в процессе воспитательном разнообразные стимулы. Он был инициатором учреждения солдатской медали для поощрения за храбрость и мужество в бою. Он писал, что долг военного человека побуждает пищи и сохранение людей. Я ходу сплю, когда вот эти заботы. Ну и последний, у кого я хочу упомянуть, это Александр Суворов. Он сделал важный успех о том, что... Он сказал, что... Важный вывод о том, что успех будет зависеть не только от численности насилия, но и сколько от морального духа. И ему же принадлежат слова, что мне солдат дороже себя были основополагающими в ратной службе. Помимо офицеров и воспитания личного состава принимали участие священнослужители. Так, в 1890 году указом императора Александра III было образовано управление церквами и духовенским веноведомством во главе с протезвитером военно-морского ведомства. Военные священники приравнивались к военным чинам и использовали соответствующими льготами. Военная реформа, созданная Петром I, оказалась настолько устойчива, что без существенных изменений продлежалась до конца XVIII века. И в последующие десятилетия русские вооруженные силы развивались под влиянием Петровских военных реформ. Реформ продолжали совершенствовать традиции и принципы регулярной армии. После того, как на рубеже 17-18 годов в нашей стране началось строительство принципиально новой, по сути, армии, которая была ответом на вызовы гражданской РКК, опыт, накопленных в прежние времена, чаще брался на вооружение. Это касалось вопроса воспитания личного состава. Ряд талантливых педагогов старой армии, принявших революцию. Это Алексей Брусилов, Михаил Бонч-Бриел, генерал Дмитрий Пармский, Пихлеванов. Все стали основателями Советской военно-педагогической школы. На важный фактор военного воспитания обращал внимание военный педагог Кузьминский. Он говорил, бедой армии является безъедемность офицеров, что сильно влияет на солдат и определяет исход на исход боя. Усилиями лучших ветерей российской армии более 200 лет складывалась Национальная школа военного воспитания, богатая своими традициями, основанная на требовательных подчиненном и гуманном отношении к нему. Давайте перескакивая, я уже боюсь. Если мы возьмем рубеж, если мы возьмем 1918 год, то здесь самая главная задача была наблюдение за политической благонадежностью командного состава. Это, честно говоря, не очень интересно, а раньше мне уже очень больше нравится. В это время был создан институт военных политработников, которые занимали должность комиссаров и политруков. Кадры воспитателей для военных вооруженных сил готовили политические училища, которые имели в каждом виде и в каждом ряде войск, а также военно-политическая академия имени Ленина. Но в 1924-м годах в КПК был осуществлен переход к принципу единочалия. То есть строевых командиров, военных комиссаров заменили помощниками командиров политчасти. То есть армия очень сильно политизировалась. Потом этот институт был упразднен, а в наступлении военных действий в июле-сентябре 1941 года в должности все это реанимировали. И вот я хочу сказать, что из 11 тысяч политработников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, 603 политработника заслужили звание Героя Советского Союза. Еще напомню, что согласно директиве Верховного командования Вермаха от 1941 года, взятых в плен политработников РКК, немецкие военнослужащие, обязаны были расстрелить. Вот такова значилась эта политическая работа. Так, 29 августа 1991 года Верховный главнокомандующий двоременный президент СССР Горбачев подписал указ о упразднении военно-политических органов в вооруженных силах СССР, погранвойсках КГБ, внутренних войсках КМВД, гражданно-рожных войсках. К этого времени они были полностью, к ноябрю они были полностью расформированы. Так Беслава закончила некогда мощная военно-политическая структура и ушла в прошлое плеяда замполитов-политарюков, по-прежнему карресаров. Так, ну, внешнему руку, конечно, удалось поведеть советскую армию и как-то повлиять на существующую политсистему. Но внутренние формации, реформаторы, на уделение легко и рекордно в короткой стойке разрушили то, что создавало 10-летним, предъявлялось в горнилах войн и крепилось кровью политарюков. Так, после распада Советского Союза комитет обороны был организован в Главное управление по работе с личным составом и с меньшими полномочиями. А вот в 2009 году в рамках формирования нового облика армии бывший министр обороны Федериков посчитал воспитательную работу вертикали в армии вообще излишне, что, собственно говоря, привел к тем событиям, которые мы сейчас с вами пожинаем. Но в 30 июля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом и создал в Министерстве обороны Главное военно-политическое управление вооруженных сил РФГВПУС. На должность назначен, главным предпринимательным назначен замминистра обороны и замминистра обороны Российской Федерации назначен генерал-полковник Андрей Картополов. При встрече с журналистами в новой должности Картополов сказал, что потребность создания управления вызвана циничной и неприкрытой информационной войной, которая ведется на всех фронтах против нашей страны с помощью оголтелой пропаганды, абсолютной лжи, по многим позициям и приятиям и замолчаем нашей точки зрения. О чем мы должны защищаться? Потому что, как видно на примере соединения государства, это приводит к изменению политического сознания отчества. Главное, нужно формировать системный подход к вопросам морально-нравственных, идеологическим, партийно-эпатриотическому воспитанию. Наши недороги предпринимают много для дискрептации облика России, российской армии. Мы должны давать таким попыткам достойный отпор, давать здоровый противовес. Это говорит Виктор Бондарев, председатель комитета Совета Федерации по обороне. Истекло ваше время. Как вы делаете вывод? Я только скажу то, что это саморастующее. Последнюю фразу. На официальном этапе у нас работа строится в виде двух концепций. Воспитание личного состава вооруженных сил российской армии и военно-патриотическое воспитание молодежи. Очень много что сделано по этому поводу. Очень много что сделано. Очень много что. И это самое. Много чего. И юная армия создана. И газеты созданы. И регулярно проводятся конференции молодых воинов. Вот так вот. Это все, что я могу сказать. Все, что успела сказать. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Тогда можно я еще воспользуюсь тем, что вы меня слышите. Я очень хочу поблагодарить вас за тот концерт, который вы устроили. Он просто замечательный. Там такие звуки. Там не слышно, да? Слышь, а продолжайте, пожалуйста. Да. Очень понравился ваш концерт, потому что я давно слышу вот такой музыки, вот таких голосов, такой тембральности. Это прямо радость. Радость души. Еще хочу сказать то, что вы знаете, что когда касаешься этой темы, которую я сейчас назвала, хочется говорить очень-очень много, потому что те ученые, те военные воспитатели, которые создали правила, которые, кстати говоря, у нас сейчас заложены в уставе, да вот некоторые фразы, они практически фразы с военного устава. Это, оказывается, в самом деле, то самое, что помогает нам выстоять в любых ситуациях. Как говорится, только русским присущи и один в поле воин. Я это сужу по своим курсантам. Спасибо большое, Галина Савидовна. Вам спасибо, что позволили мне это все сказать. Наше время нас подогревает. Это время, я понимаю. До свидания. До свидания. Так, дорогие друзья, вторая секция нашей души закончится. Все прочитали. Завтра с утра в 9 собираетесь в музее Добролюбова. У нас будет экскурсия по первой части новой экспозиции. А затем все перебираемся сюда. В 10.30 у нас педагогическая секция. Наталья Викторовна руководит этой секцией. Так что, тогда, отправьте. Спасибо за руководитель. Продолжение следует...